Начинаем нашу секцию. Я очень рада представить первого докладчика Юлию Михайловну Эрц. И речь пойдет о прикладном анализе поведения. Спасибо. Доброе утро. Слышно меня? Да? Доброе утро. Я хочу сегодня представить... Представлюсь. Меня хотя уже представили. Я Юлия Эрц. Я сертифицированный поведенческий аналитик. Ой. Это не про Израиль. Это мы в Москве. Я являюсь руководителем программы обучения по прикладному анализу поведения в Центре Наш Солнечный Мир. И я хочу вкратце рассказать о определенной методике, которая нацелена на формирование навыков самоконтроля у детей с расстройством аутистического спектра. И, к сожалению, не очень много времени. То есть за 20 минут невозможно очень глубоко раскрыть эту тему. Поэтому я лишь дам небольшую теоретическую основу и перейду непосредственно к методу, который используется. Он несложный, элегантный и, может быть, поможет вам в практике. Итак, когда мы говорим о самоконтроле и самоуправлении в поведенческом анализе, то мы, конечно же, опираемся на философию радикального бихеваризма, которую нам описал. Еще громче кричать. Включим. Вот так? Ладно. Тогда начну сначала. Сейчас всем слышно. Не надо сначала. Ладно. Хорошо. Итак, когда мы говорим о навыках самоконтроля и самоуправления в поведенческом анализе, то мы, конечно же, говорим о поведении. Почему? Потому что на основе наших концепций мы, поведенческие специалисты, можем работать только с поведением. Конечно, возможно, существуют различные внутренние предпосылки, такие как сила воли, свобода воли, личность, сознание, мышление и так далее. Но мы, поведенческие специалисты, не описываем это такими словами, а используем поведенческие термины. И когда мы говорим о том, как научить какого-нибудь ребенка с расстройством аутистического спектра контролировать самого себя, например, не демонстрировать нежелательного поведения в процессе занятий. Возьмем пример. Например, ребенок обучается в инклюзии в обычном классе. И в обычном классе он начинает вскрикивать. Бывает такое? Бывает. Или какой-нибудь ребенок идет на прогулку, и на прогулке он подбирает веточки и этими веточками трясет. Или убегает. Или, находясь в магазине, он хватает сладости или игрушки, и пытается эти игрушки себе забрать и куда-нибудь там убежать. И что получается обычно? Его останавливают, говорят, нужно сначала оплатить. Он плохо себя ведет, кричит, падает на пол, истерика и так далее. То есть, я уверена, вам знакомы такие ситуации. И мы бы хотели, чтобы ребенок умел сам себя регулировать, чтобы он мог контролировать свое собственное поведение. И для того, чтобы мы могли его этому научить, нам, опять-таки, в нашей поведенческой практике нужно опираться на концепцию скиннера. То есть, она говорит совершенно противоположное по отношению к тому, как обычно рассматривают такое поведение. То есть, обычно, обычные люди или специалисты смежных профессий могут рассматривать поведение, такое импульсивное поведение или неконтролируемое поведение, как поведение, которое зависит от внутренних предпосылок. Например, у человека недостаточно силы воли, чтобы он отказался от печенья. Или ребенок выполнил какое-то задание, потому что он понял, как его выполнять. Или ребенок сидел на занятии, бросил стол в педагога. Наверняка, здесь есть педагоги, в которых летал стол. И это был выбор ребенка бросать стол, а не заниматься красиво. То есть, такое восприятие причин поведения, оно находится, оно как бы заложено в нас, потому что мы живем в такой культуре, где принято описывать поведение таким образом. И это не хорошо, не плохо, это так, как есть. И Скиннер в книге «Наука и человеческое поведение» в 1953 году предложил немножечко другой подход, как на это смотреть. И он написал теорию двух реакций, в которой он говорит о том, что для того, чтобы контролировать поведение, нужно сформировать другое поведение. То есть, у нас есть поведение, которое мы хотим контролировать, контролируемое, и поведение, с помощью которого мы контролируем. Например, для того, чтобы заставить себя утром встать рано, например, в половину шестого утра, нам обязательно нужно завести будильник. Потому что если мы не заведем будильник на половину шестого утра, нам будет чрезвычайно сложно встать именно в это время. А также, я думаю, здесь тоже есть люди, которым сложно вставать в половину шестого утра. Для того, чтобы способствовать более быстрому вставанию с кровати в половину шестого утра, может быть, нам нужно запрограммировать какую-нибудь кофемашину, которая к этому времени приготовит нам чашечку горячего ароматного кофе. Но эти действия запрограммировать машину, засыпать в нее ароматный кофе, поставить будильник – это тоже поведение. И, по сути, получается, что встать в половину шестого – это даже не столько наш выбор, сколько запланировать, что нужно сделать. И сделать это для того, чтобы помочь самому себе выполнить наше желаемое поведение. Следовательно, все эти формы поведения, которые мы называем самоконтролирующим поведением, они в нашем человеческом репертуаре появляются. Нас кто-то когда-то учил, что нужно ждать спокойно в магазине, когда мы хотим чего-то купить. Или кто-то нас когда-то учил, что нужно спокойно идти по улице, держать руки в карманах и не трогать всякие предметики. Ведь мы же были когда-то младенчиками, мы же были годовалыми, и мы же что? Мы поднимали все, что там лежит. И кто-то рядом с нами ходил, это была мама или бабушка или папа, какой-то родственник, и нас учил, что так делать нельзя, нужно делать по-другому, и мы научились делать по-другому. Следовательно, когда мы говорим о навыках самоконтроля и самоуправления, мы говорим о том, что мы обучаем ребенка что-то делать. Итак, что нам нужно сейчас быстренько запомнить, это то, что самоконтроль, для того, чтобы человек мог себя контролировать и не вскрикивать на уроке, или и не поднимать с полу всякую гадость, или не есть печеньку, или встать в половину шестого и сделать зарядку, нам для этого нужно определить, что будет целевым поведением, это такое поведение, которое мы хотим изменить, и саморегулирующим поведением, это такое поведение, которое будет выполнять контроль над нашим поведением. Теперь я ознакомлю вас с системой, которая, по сути, приводит к тому, чтобы ребенок научился контролировать свое собственное поведение. Эта система называется Self and Match System. Вот так выглядит руководство, такая желтенькая книжечка. Эту систему разработали Сальтер и Кросс, два замечательных поведенческих специалиста, это женщины. И они описали эту систему в руководстве. Это руководство доступно для покупки, то есть можно его заказать. Единственный в нем недостаток, оно на английском языке. Но, с другой стороны, написано очень простым языком, и даже люди, которые не очень хорошо знают английский язык, они, в принципе, могут разобраться, если они хотя бы чуть-чуть знают английский язык. Ну, если не знают, переводчика можно взять. Что включает система? Система включает разработку визуальных правил, разработку индивидуальных таблиц для записи, выбор временных промежутков для проверок поведения, применение поощрений и мониторинг. Сейчас я каждый пункт объясню подробно. Визуальные правила. Данная система включает в обязательном порядке визуальные правила. Это такой плакат, который разделен на две части, зеленую и красную. И в этом плакате мы описываем, какое поведение нельзя делать, нежелательно. Например, вскрикивать в классе, выбегать из-за парты, трогать не личные предметы. И также мы обязаны подобрать к этому поведению пару, то есть описать, что нужно делать вместо этого. Например, сидеть спокойно, выполнять задания учителя. Что еще там можно делать? Поднимать руку в классе. То есть мы должны найти замещающее поведение для того, чтобы нежелательное поведение исчезло. Дальше. Этот плакат мы располагаем на видном месте, там, где занимается ребенок. Этот плакат может использоваться в классе для всех детей. То есть могут быть какие-то общие правила для класса, или это может быть индивидуальные правила для самого ребенка. Дальше. Индивидуальные таблицы для записи. Это примеры, как они могут выглядеть. В таблице мы описываем распорядок дня или временные промежутки. Я чуть позже покажу примеры на русском языке. В которые мы проверяем поведение. И там есть рубрики, в которых ученик проверяет, демонстрировал ли он поведение. И также дополнительная рубрика для проверки учителем. То есть, например, если у нас правило сидеть спокойно за партой, выполнять задание учителя и поднимать руку, вместо того, чтобы убегать, выкрикивать и сбрасывать учебники, то, когда мы проводим проверку поведения, ребенок отмечает, сидел ли я спокойно. И обводит в кружочек то, что он считает нужным. Да или нет. Потом, поднимал ли я руку? Да или нет. Обводит в кружочек. И что у нас там было еще? Выполнял ли я задание? Да или нет. И потом учитель или тьютер проверяет вместе с ним и находит, согласен он с этим или не согласен. Дальше. Мы должны выбрать временные промежутки. Как часто мы будем проверять поведение? Если это высокочастотное поведение, которое происходит очень часто, например, несколько раз в 10 минут или много раз в полчаса, то тогда временные промежутки должны быть короче. Если это более низкочастотное поведение, значит, временные промежутки будут длиннее. И также мы можем не опираться на временные промежутки, а на виды деятельности. Например, урок математики, урок русского языка, урок географии. Или это могут быть виды бытовой деятельности. Например, умывание, завтрак, собирание в детский сад. То есть это могут быть такие промежутки для проверки поведения. Дальше. Как всегда, в поведенческом анализе без поощрений никуда. У нас без поощрений ничего не работает. Следовательно, нужно выбрать поощрение и рассчитать, какое количество баллов нам нужно набрать, чтобы ребенок должен набрать, чтобы получить свое поощрение. Когда он проверяет поведение, и взрослый проверяет за ним, если оценка совпала, то есть ребенок говорил, я сидел спокойно, и взрослый соглашается с этим, да, ты правильно сидел спокойно, значит, ребенку начисляется 2 балла. Если ребенок сказал честно, я убегал из-за стола, то есть не сидел спокойно, и взрослый с этим согласен, ребенку начисляется 1 балл за правду. И если не совпало, то есть ребенок говорит, я сидел спокойно, а взрослый говорит, нет, ты не сидел спокойно, ты убегал, то тогда не начисляется баллов. И в соответствии с проверками поведения, количеством проверок поведения и начислением баллов, мы видим в конце, получает ли ребенок свое поощрение или нет. Разумеется, что поощрение должно быть значимым и интересным для ребенка, потому что если это просто какая-то ерунда, типа и риска, то тогда эта система не сработает, должно быть что-то интересное. И разберем немножко случаев из практики, чтобы посмотреть, как это работает. Вот пример из моей практики, это девочка Эл. Вот такие у нее были правила визуальные, это были индивидуальные занятия с педагогом, и ребенок на индивидуальных занятиях с педагогом очень громко кричала она, визжала очень сильно, падала со стула, сползала со стула и разбрасывала предметы. И когда мы разрабатывали правила, то мы выбрали обратное поведение. Вместо того, чтобы кричать, нужно вести себя тихо, вместо того, чтобы падать со стула, нужно сидеть спокойно, выполнять задания, и вместо того, чтобы бросаться предметами, нужно красиво просить. Красиво подразумевается, спокойно выражая просьбу словами. Вот такие были разработаны простые таблички. И здесь в каждой строке было задание, например, задание на сопоставление, задание на выполнение инструкции, задание на прописи. Поощрением был iPad. Максимальное количество баллов, которые могла наша девочка получить, это 18. Из этого выбрали критерий 15. И если она набирала 15 баллов, 15 звезд после проверки поведения, она получала доступ к своему высокомотивационному стимулу. Вот так выглядели настоящие таблички, которыми мы пользовались. И здесь в первой табличке видно, что она не получила баллы. То есть ей нужно было распознавать буквы, потом угадывать и играть в игру матрица. И мы видим, что есть много несовпадений с педагогом в оценке, и она не получила iPad. А во второй табличке, где нужно было играть в мячик, кстати, играть в мячик, это вовсе не мотивационное для нее было задание. Есть такие дети, которые не любят играть в мячик. Вот мы преодолевали сложности с игрой в мяч. Игра в лото. И во второй табличке вы видите, что все совпало, и она получила приз. Данные. Это сбор данных о целевом поведении. Когда у нас ребенок бросал предмет, исползал со стула и кричал. Мы видим, что крики происходили до применения этой системы до 53-52 раз за занятие. То есть это очень высокий уровень. Другие формы поведения происходили реже. И когда мы начали применять, то уровень поведения значительным образом снизился. И в тот период, когда мы с ней занимались, она начала кричать все меньше и меньше. И другие поведения, как бросание предмета и сползание со стула, они уменьшились. Теперь там вот есть... А, вот. Вот здесь есть интересный такой скачок в поведении. Как бы поведение снижалось, а потом опять начало возрастать. Оказалось, что родители девочки случайным образом подсмотрели, какие поощрения мы даем. И начали поощрения ей тоже давать, свободный доступ. И тогда оказалось, что не так эффективно работает система. Мы показали родителям график, сказали, смотрите, вот если вы предоставляете ребенку возможность поиграть в такие же игры, как мы предоставляем в рамках этой системы, то система начинает хуже работать. Родители с нами согласились и убрали из свободного доступа. И мы видим, что поведение сразу начало снижаться. У меня есть еще немножко времени? Нормально? Еще три минуты. Батюшки. Быстро про мальчика Энн. Итак, это другой случай с практикой. Здесь мальчик постарше Лизи. Девочки Эл у нас 4,5. Здесь у нас ребенок ему 7,5. И у ребенка очень высокоинтенсивное, высокочастотное поведение трясти руками. То есть он постоянно трясет, стучит, хлопает. И эта система применялась как метод коррекции вот этой тряски руками, подпрыгивания и других стереотипных поведений. И у ребенка... Ой, извиняюсь. Мама. И у ребенка, значит, целевым поведением было как трясти руками, подпрыгивать, когда разговаривал с кем-то, и убегать из класса. А с замещающим поведением было держать руки спокойно, стоять или сидеть красиво и выполнять задания. Вот такая табличка была. У него тоже использовались смайлы. И в этой табличке проверка поведения происходила не после каждого задания, а на основе пятиминутных промежутков времени. Вот наши данные. Здесь мы видим, что до начала применения программы был очень высокий уровень поведения трясти руками, то есть до 360 раз за занятие. И после применения программы видим, что поведение начало снижаться, но потом в какой-то момент начало повышаться. И в этот момент мы заметили, что то поощрение, которое мы выбрали, а поощрением было бегать с педагогом в догонялке, оно начало терять свою значимость, и мы начали искать другое. Вот такая система. Быстро проговорю, что нужно для того, чтобы ее применять. Во-первых, для того, чтобы качественно применять такую систему, нам обязательно нужно определить, над каким поведением мы будем работать. То есть просто определить три поведения, которые нам нужно убрать, и обязательно придумать замещающее поведение. Также нам нужно определиться, как часто будет осуществляться проверка поведения, то есть какие временные промежутки мы возьмем. Определить, будет ли система применяться в естественной среде или только на занятиях. то есть будут ли родители тоже подключены к этому процессу, педагоги в школе, определить, что будет сигналом к проверке поведения, то есть как ребенок будет знать, что мы сейчас будем проверять поведение. Может быть, мы будем использовать таймер, может быть, будут использоваться подсказки учителя и так далее. Нужно будет определить, кто будет проверять поведение, то есть это будет родитель, это будет учитель, это будет тьютер, это будет педагог, с которым ребенок занимается. Также нам необходимо определить, где будут содержаться таблицы в течение дня, то есть где мы всю эту систему будем хранить, что мы с ней будем делать, как будем обозначать. Например, если это читающий ребенок, мы можем не использовать смайлы, мы можем использовать слова «да», «нет». Или если это непонятные обозначения для ребенка, можно использовать такой палец вниз, палец вверх. Также нужно определить, как ребенок будет отмечать, вводить в кружочек, раскрашивать, ставить крестик и определить вид поощрения и критерии для его получения. Вот если мы все это сделаем, заранее все спланируем, начнем применять, то у нас все получится. Вопросы высылать на электронную почту. Большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлия Михайловна. Следующий доклад будет Елизавета Георгиевна Заварзина-Мэйми, которая расскажет про метод когнитивного кармана, авторская методика обучения детей с РАС. Я думаю, что если есть вопросы к Юлии Михайловне, она с удовольствием может ответить в перерыве. Или у нас в конце, если останется время, перед кофебрейком мы сделаем серию вопросов ко всем спикерам. МКТ, вот это ваше. Сейчас расположусь. На это кликать, да? Чтобы двигать дальше. Так, это я сама себя представляю. Я автор вот этой книги и переводчик теперь еще другой книги, о которой я буду рассказывать на другой секции потом. Значит, в этой книге, может быть, ее кто-то читал, она уже кончилась, больше ее нет, и сейчас будем переиздавать. Я излагала наш собственный опыт, но туда вошло не все. И сейчас, вот когда несколько месяцев назад я рассказывала Артуру Валерьевичу, не слышно, об этом, просто рассказала об этом методе, он попросил, чтобы я написала статью и рассказала публично. Вот что я сейчас и делаю. Значит, вот этот метод, о котором сейчас пойдет речь, мы моему сыну сейчас уже будет скоро 30 лет. И начали мы его придумали и разрабатывали, и улучшали в течение всего этого времени. И сейчас, вот мне кажется, что достигли совершенства в этом. В принципе, этот метод можно использовать с любыми детьми и взрослыми тоже, но в первую очередь, конечно, он предназначен для детей с расстройствами аутического спектра. Можно, конечно, для детей с множественными пороками развития, например, с ДЦП, но, повторяю, все-таки для детей с рас, у которых сохраняется способность самостоятельно действовать руками, пусть и очень ограниченно, как это было у нашего сына. Ну и она подразумевает полноценное участие обоих партнеров, так сказать, учителя меня, родителя или тьютера, и ребенка, или взрослого. Потому что мы до сих пор этим пользуемся, это у нас любимая награда, любимое занятие в жизни для всей семьи, включая нашего папу. Значит, этот метод позволяет наладить обучение, избегая прямого тестирования, что совершенно, на мой взгляд, неприемлемо в работе с детьми с аутизмом. Потому что априори ставит ребенка в положение проигравшего, он и так всю жизнь проигрывает. И, опять же, на мой взгляд, дает существенно заниженные результаты при оценке его интеллекта при прямом тестировании. Так, следующий слайд. Этот метод, мы его назвали метод когнитивного кармана, построен на тех же принципах и идеях, что метод любимого нами Глена Домана, у которого мы 7 лет занимались, и который, конечно, очень сильно повлиял, на наш взгляд, на детей с аутизмом. Сейчас на родине известны карточки Домана-Манниченко, наверное, их многие знают. Но в отличие от и того, и другого, классического Домана и Домана-Манниченко, наш метод отличается тем, что он предполагает активное участие ребенка. Ему не просто показывают и, ну, как бы запомнят, будьте уверены, что он запомнит. А поскольку это интерактивные занятия, у вас есть возможность не прямо проверять, что ребенок запомнил, а что еще предстоит изучить. И второе, очень важное, на чем он основан, так называемое, это выражение профессора американского Дугласа Биклина, презумпция компетентности, presuming competence, ну, вот на русский язык удобнее перевести как презумпция компетентности, а также на уверенности в том, что все дети, включая детей с нарушениями развития, очень любят и хотят учиться. Вот о чем нам постоянно говорил Глен Доман. И наш собственный опыт это полностью подтвердил. Все знают, что у многих детей с аутизмом имеются разнообразные нарушения сенсорного восприятия. Иногда это что-то одно, иногда это их сочетание. Ну и сейчас в первую очередь мы будем говорить про слух. Иногда эти нарушения слуха приводят к таким тяжелым последствиям, что ребенка признают умственно отсталым, поскольку поведение вот такое. Ну и вот слух это один из наиболее часто страдающих каналов. В результате ребенок у него проверка слуха у специалиста показывает, что со слухом все в порядке, тем не менее он почему-то совершенно не реагирует на нашу устную речь. Ну и в результате ставится диагноз умственная отсталость. Раз не понимает наши инструкции, часто так бывает. Значит, для коррекции этих нарушений всем известно, что принято использовать зрительную опору или визуальная поддержка, как больше нравится. Значит, понятно, что все очень просто. Для того, чтобы найти способ как-то объяснять ребенку, что означают те или иные звуки, слова или фразы, естественно, первое, что приходит в голову, показывать ему эти предметы, ну как обычно мы делаем. Или предметы, или картинки с их изображением. О действенности такого подхода говорят многие люди с аутизмом. Например, книга «Темпл Грэндин», так и называется, «Thinking in pictures», то есть у человека с аутизмом очень часто само мышление идет при помощи картинок. Об этом же пишет итальянский молодой человек Альберто Фругоне, который не говорит совершенно, он только пишет. И у него аутизм тяжелая форма. Он пишет, будь я учителем, я был бы очень терпелив с ребенком с аутизмом и обучал бы его постепенно, планомерно вводя новые слова и одновременно показывая соответствующую картинку. Ну, вот этот текст был написан в 2005 году, а мы начали делать, ну я думаю, что и многие это делают задолго до этого. Не существует никаких причин, в том числе неврологических, по которым освоение зрительного языка, то есть чтения, было бы сложнее освоения языка звукового, то есть устной речи. Если ребенок не говорит, это не означает, что он не может читать, научиться читать. И крайне неблагоразумно откладывать обучение чтению в ожидании, когда он заговорит. Возможно, это произойдет не скоро, возможно, он вообще никогда не будет говорить. Но вот как с нашим сыном, он говорит только отдельные слова. Существует немало способов обучить чтению. И вот наш метод когнитивного кармана предлагает один из них. При этом дает возможность попутно работать сразу в нескольких направлениях. Когнитивном, сенсорном и поведенческом. Ой, назад. Основная задача этого метода, особенно в самом начале занятий, помочь ребенку научиться понимать значение произносимых слов, что и обеспечивает зрительная опора в виде изображения и написанного слова. Это может быть и одно слово, и выраженное дальше словами понятие или явление. Техническая часть. Каждая когнитивная единица, все очень научно, состоит из трех частей. Собственно, кармана. Там остался, потом покажу, если будет интересно. С тем или иным названием. Карточки с соответствующей картинкой. Это может быть что угодно. Фотография, вырезка из газеты, рекламка. Ваш собственный рисунок. И еще одной карточки с соответствующим словом. Это слово дублирует название кармана. Карманы делаются из достаточно плотной пищи бумаги. В начале, когда или ребенок маленький, или у него большие двигательные проблемы. Это может определить или внимательный тьютер, или еще лучше особенно внимательный родитель. Какого размера должен быть этот карман? Или лист А4. Мы с этого начинали. И очень большие буквы сверху. Быстро перешли к размеру окончательному. Это в половину пищевого листа. В дальнейшем удобнее всего использовать именно половинный размер. Вот как он тут на слайде. Нижний край загибаем на 2-3 см. И по бокам степлером или клеем. Наверху листа к печатными буквами. Можно потом и письменными курсивом. Написано название. Как я уже сказала, размер шрифта зависит от возраста и зрения ребенка. Родители, или внимательный тьютер, или учитель, должен понять, какой именно размер удобнее всего. Вот мы довольно быстро, хотя считалось, что у Пети проблемы со зрением, довольно быстро перешли к просто вот в верхнем регистре пишущей машинки. Еще плохо видно их к тому же. Все очень просто. В начале обучения название карманов – это самые простые слова, короткие и существительные. Такие как «мама», «дом», «кот». Затем посложнее и подлиннее. «Собака», «лошадь», «машина». На карточках, как я уже сказала, могут быть фотографии, вырезки, собственные рисунки, все, что найдется. Старые книжки, рекламки. Как только, если вы начнете так делать, то мысль заработает в этом направлении. Окажется, что то, что суют возле метро, и это может идти в дело. Как проходит занятие? Вот оно как проходит. Лучше всего сидеть лицом к лицу. Но если ребенку на первых порах требуется помощь, для того, чтобы объяснить ему, что от него вы хотите, можно расположиться рядом, ничего страшного. Начинать лучше с двух-трех карманов, чтобы он понял, что от него хотят. Может быть, вначале надо будет его рукой как-то двигать и помогать ему. Когда перейдете к половинному, окончательному размеру карманы, можно выкладывать в 2-3 ряда. Ну, как наверху. То есть от 12 до 21 получается кармана в один заход. И количество их все-таки следует увеличивать постепенно. Ну, важно раскладывать их не как попало, а так, чтобы ему было хорошо видно и чтобы он мог дотянуться. Вот там видно Петю. Вот в середине это моя дочь с моей внучкой, которой 2 года только что исполнилось. Вот они уже начали заниматься. А там вот двое детишек. Это я рассказывала в замечательном центре в Черногории об этом методе. И вот они уже начали применять со своими детишками. Пошаговая инструкция. Показываем полностью укомплектованный карман. Затем вынимаем из него. Понятно, я не слишком быстро это говорю. Показываем сначала карточку. Вот они у меня там лежат. Ну ладно. Показываем сначала карточку. Это маленький фильмик есть. Сначала показываем весь карман и называем как, ну там, мама. Потом вынимаем из него, это будет видно. Вынимаем изображение и говорим еще раз, мама. И кладем маму лицом вниз, для того, чтобы не отвлекался. И следующая карточка с этим же словом. Еще раз говорим, мама. И тоже убираем с глаз долой. Ну, в практике удобно на коленях держать какую-то коробку, чтобы туда это убирать. Кладем пустые карманы. Вот перед ним один пустой карман. Потом следующий показываем. Опять перед ним пустой карман. И так со всеми. Когда все карманы пустые окажутся на столе, можно переходить ко второй части занятия. И это вот здесь начинается активное участие ребенка. Показываем карточку с изображением и просим найти соответствующий карман. Если моторика позволяет, и вложить еще заодно. Всем почему-то очень нравится, вот мне тоже, вкладывать карточки в карманы. Это очень приятно. Вот мне на липучку, я, например, этот звук просто не выношу. Ну, вот, да, в принципе, то же самое картинка. И на каком-то листе с... Как это? Ну, вот мне звук не нравится. И Пете тоже очень не нравился. Так не надо навсегда приклеивать. Нужно вынул, ставил, вынул, ставил. Сейчас, дальше, а то не успею. Значит, последовательно со всеми карманами. Когда ребенок разложил все карточки, значит, то есть во время этого, когда он включается, для того, чтобы положить карточку в правильный карман, он вынужден прочитывать. Можно их еще и перемешать, если у вас сомнения, что он запомнил место, куда положили в соответствующий карман. Помешать ничего не мешает. Вот, вы их местами поменять. Когда разложены все карточки, переходим ко словам. И та же самая процедура. Показываем карточку, произносим. Не нужно ничего проверять. И вот в этом маленьком фильмике, который сейчас посмотрим, как раз дочь моя Поля делает ошибку. Я специально оставила фильмик с ошибками. Не нужно ждать, что вот это что написано. Показываем сначала. Все очень миролюбиво. И успех, успех, успех должен быть все время. Награда. Карточка со словом, тем же, мама. Вот найди, где это. Но это уже проще, потому что есть опора в виде фотографии. Ясно, что это проще. Пока ребенок не научился читать. Вот Петя в какой-то... Елизавета Георгиевна, извините, у вас 5 минут еще. Да, я сейчас успею. Значит, в результате ребенок многократно видит и слышит каждое из слов в предложенных карманов и карточек. Несколько раз туда-сюда. При поиске кармана с нужным названием он читает слова и на других карманов. Таким образом, благодаря зрительной опоре, ребенок учится понимать значение слова и соотносить его как со звуковой формой, так и с письменным. Дальше можно переходить, когда освоены простые слова, дом, кот, мама, переходить к более сложным, длинным. Потом к глаголам. Это вот совершенно как вам нравится и как нравится ребенку. А дальше можно идти уже к цветам, формам, цифрам и нотам и переходить к школьным наукам и к образованию. Вот здесь написано, сокращаем время, что дает этот метод. Много чего дает и позволяет работать. Вот то, чем у нас учили у доманов, экономьте время, делайте как можно больше всего одновременно. Вот он позволяет массу всего делать одновременно. Все занятия строго индивидуальны. И родители лучше других или внимательные учителя и тьютеры знают, что интересует ребенка, любимая тема. Вот это вариант сессии, когда из разных наборов даны самые разные карманы. Какие-то дети лучше воспринимают вот так вот. Это вариант, когда вот это про древний Рим набор. Значит, все это определяется строго индивидуально. Вот продолжительность или вот интересы ребенка. Если они еще не знакомы, это поможет выявить. Не может быть, чтобы у детеныша не было никаких интересов. И вот этим и хорош этот метод с его самодельной составляющей. Подбираем то, что нужно этому ребенку. Динозавры, метро, украшения женские. И детям очень нравятся самоделки. И самоделки и шутки. Вот этим не стоит пренебрегать. Чем разнообразнее карточки, тем будет лучше. Я заканчиваю. Однако эффективность этого метода сильно нужно придерживаться нескольких правил для того, чтобы это работало. Обязательно нужно, вот очень важно запомнить, обязательно хвалить и ни в коем случае не ругать его. Все время должен быть подъем. Сессии должны быть очень короткие. 5-10 минут максимум. И заканчивать всегда нужно, с моей точки зрения, на подъеме, чтобы он успешно закончил. Ошибся, берите на себя. Ну вот я что-то сегодня не в форме. Давай еще раз попробуем. Давай ему тот набор, который вы точно знаете, что он будет успешным. Ну и в заключение. Фильм мы не успеваем посмотреть. Не знаю. Три минуты. Фильм целых три минуты. Три минуты. Так, я хочу, да, я только хочу сказать два слова про своего сына в результате наших занятий вот этим способом. Сейчас там еще какая-то, ой, кто-то выключил. Но это вот просто разные наборы приведены. Значит, в результате наших занятий в начале Петя научился понимать устную речь и научился читать очень быстро. Вот так и не говорит толком, но читает он с такой скоростью, что за ним, ну вот со скоростью перелистывания страницы. Он давно научился использовать знания, полученные при помощи этого метода, для участия в беседе или комментариев, молниеносно находя нужные изображения, фразы, отдельные слова. У нас очень много книг дома. Вот он как будто, как у Грэндин, то, что она пишет. У него библиотека вся в голове. Он точно знает слово, которое ему надо показать. В дальнейшем, пользуясь этим методом и техникой множественного выбора, он освоил программу средней школы, мы закончили. А в некоторых областях уже давно продвинулся гораздо дальше. Ну вот он увлекается литературой, историей и живописью. И вот это его главное. Ну человеку под 30 имеет полное право уже не интересоваться физикой и тригонометрией. Хотя у нас вот тут у меня лежат карманы, кому интересно, покажу, как это можно представить физику. Да, и то, что вот обычно критикуют метод Домана, ну и Домана-Маньяченко, что это очень трудоемко, родителям не хватает энтузиазма. Ну на это уже ничего не скажешь. Это рассчитано, конечно, на тех, у кого энтузиазма хватает. Так, маленький фильм, сделайте мне, пожалуйста. Еще раз, значит, хочу сказать, что этот фильмик снимали... Ой. Я когда вот речь дошла про... Статья про этот метод выйдет в следующем номере журнала. Ну, с более, конечно, подробным описанием, чем я сейчас быстро рассказывала. Давайте. Так, вот с шестой секунды сделайте мне, пожалуйста. Все, я молчу. А звук можно? Громкий. Нельзя? Такая жалость. Значит, объясняю. Вот поле показывает очень медленно. Все делать нужно в три раза быстрее. Нет, ребенок совершенно здоровый. Я говорю, что можно с любыми. Снимали срочно, в сию минуту, вот снимали для конференции этот фильмик, с телефоном. Я сделаю большой, настоящий, ну не полнометражный, но нормальный фильм. И когда мне оцифруют многочисленные записи занятий с Петей в разном возрасте. Ну что, включаем. Это Женя. 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 Вот она первая неправильно положила карточку лицом вверх. Женя. А вот написано. Женя. Вот она ждет. Надо говорить и убирать. Но девочка в первый раз в жизни в это играет. А это? Слон. Правильно. Прямо вот хочет сказать. Поля, быстрее, быстрее, быстрее. И это написано? Сон. Правильно. Ди. Ди. Так. Две. 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 Две картинки. А это? Муха. Муха. Это? Муха. Муха. Очень медленно. А это слово? Сон. Слово какое? Муха. Девочка на двух языках говорит, поэтому тут припутываются французские слова. Мама. Это мама. Вот это правильно, что последняя карточка, но вот маму точно не промахнешься. И? Это. Мама. Правильно. Не надо ждать. Нужно сам говорить. Вот потом. Сейчас. Сейчас, Нимочка. Это. Что такое? Слон. Куда ты его кладешь? Вот, видите, она ищет. Правильно. Молодец. Дитя чтению не учили никаким способом. Ну, там. Сейчас, Словый. Редко мне попадается. Молодец. А это? Семь. Сначала все картинки нужно. Ну, давай замыла. Нет уж. Доделайте. Так. А это? Она не... Вот попробуй еще снимать. Уже второй раз хуже, третий уже... Правильно. Нельзя. Другой и другой. Вот. Другой и другой. Да, еще даже другой и другой. Понятно. Ну-ка, аккуратненько не нужно. Вот не надо, аккуратненько. Вот это все не нужно. Это все лишнее. Это вот прямо энергия и силы. Ой, это лишнее. А это? Еля. Кто это? Еля. Жень. Женя. Куда его нужно положить? О. Правильно. Вот по-хорошему уже должны были бы закончить. А они только на середине. Так. Молодец. Отлично. Отлично. А это? Мама. Ну, клади. Правильно. Мама. Очень хорошо. Так. А теперь... Куда... Это что тут написано? Семь. Вот как можно спрашивать, что написано, когда ребенок первый раз вообще... Нет, Кольчка. Ты сейчас говоришь Женя. Ну, уже человек первый раз видит эти... Это Женя. Женя. Ну, она с купить и привыкла играть, поэтому... А это? Произноси. Мама. Правильно. Здесь понятно, да, что уже проще, когда картинки разложены, и уже это само по себе практически залог успеха. А это? Муха. Правильно. Ну, все, по-моему, все. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Следующий доклад посвящен флор-тайм. Джерард Коста. Мы его приглашаем. Наконец появился переводчик, директор Центра аутизма. Коллеги, минутку внимания. Давайте чуть-чуть потише. У нас готовится следующий докладчик. Спасибо большое. Нашли, нашли. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Итак, Джерард Костер, директор Центра аутизма и психического здоровья Университета Монклер. Доклад посвящен таким названиям флор-тайм. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ А этот теперь стал громче. Максимум. Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Простите, пожалуйста, еще раз я прошу прощения у всех за опоздание и за изменения в последний момент. И проверяем микрофон. Всем ли на последнем ряду слышно? Да. Да. Доброе утро. Доброе утро. Меня зовут Джерри Костер, и я директор большого центра, посвященному работе с детьми и с аутизмом в Нью-Джерси, и также профессор университета Монклер. Я также являюсь директором междисциплинарного консилиума, ICDL. Это консилиум по развивающему обучению и образованию. И это организация, ICDL, была основана доктором Стэнли Гринспаном и его коллегой Селеной Уидер. И директор ICDL и сама организация ICDL занималась разработкой модели, подхода к пониманию развития, а также к работе с особыми и обычными детьми, которая называется DIR Floor Time. На русский, в общем, в итоге решили не переводить эту аббревиатуру, и сейчас будет много про то, что это значит. Вчера, если кто-то был, то слышал, мы говорили про то, что такое подход DIR Floor Time. Как и вчера, так и сегодня я снова хочу спросить, кто из вас знаком с подходом DIR Floor Time или хотя бы слышал про эту модель, поднимите руки. А-а-а. Браво, браво, браво. 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 И сегодня я бы хотел поговорить про модель DIR Floor Time. Но хотел бы это поговорить в контексте того, что мы сегодня знаем про то, как развертывается, разворачивается развитие мозга и человека. К сожалению, из-за перевода придется что-то пропускать и какие-то слайды будут пропущены, но не переживайте, постараемся все перевести и сказать главное. Предлагаю вам подумать, представить малыша, младенца, шестимесячного, который просыпается утром. И вот младенец просыпается, начинает так ворочаться и немножко скрипеть, шуметь в своей кроватке. И из соседней комнаты раздается голос папы, ну что ты, опять проснулся. Но при этом, если бы мы измеряли частоту сердечных сокращений и частоту дыханий у ребенка, мы бы заметили, что он стал дышать чаще и сердце забилось сильнее, потому что он узнает голос папы. Итак, папа заходит в комнату и наклоняется над колыбелью и говорит, ну-ка замолчи. В общем, папа берет ребенка за талию, поднимает его так, что голова у ребенка запрокидывается назад. После этого у ребенка начинается вторая стадия фазы рефлекса Моро, он, наоборот, сжимается и начинает дрожать. И ребенок начинает кричать, и у него дрожат конечности. И папа опять говорит, ну-ка успокойся, замолчи. И так шесть месяцев подряд было и до этого. Ну и теперь представьте другого малыша шестимесячного. И он шумит в своей колыбельке. А из другой комнаты слышит голос, о, малыш, ты мой родной, это ты проснулся. И папа заходит в комнату, наклоняется над колыбелькой, смотрит на ребеночка. И если мы говорим о шестинедельном малыше, простите, кажется, все-таки речь идет о таком возрасте. Он еще не видит всего лица целиком, но видит контуры. Например, если есть челка, он увидит челку, в общем, самые яркие части лица. Папа берет ребенка одной рукой, ну как бы под попку, не знаю, принято ли у вас так говорить, и другую под голову, и аккуратно поднимает ее так, что все его тело оказывается поддержанным. И скоро ребенок оказывается вот в таком положении у папы, прижимаясь к его шее, чувствуя поддержку со всех сторон своего тела, и чувствуя запах папиного тела тоже. И начиная с шестинедельного возраста до шестимесячного возраста, он так каждый день и просыпается. Такое у него утро. И не нужно быть неврологом или человеком, изучающим нейронауки, чтобы знать, что мозг и жизнь этих двух младенцев сложатся по-разному. И что их развитие будет зависеть от этого раннего опыта. Вы еще со мной, если все понятно, следуйте. И поэтому есть вот такая вторичная беспомощность или вторичная потребность в заботе в то же время. И это значит, что человеческие детеныши рождаются гораздо более беспомощными, чем любые другие млекопитающие. И это приводит к тому, и это значит, что в общем ребенку после рождения нужна как бы вторая утроба. И вот эта утроба, она должна быть не столько физиологической, потому что это уже невозможно, но социально-психологической, то есть отношения и принятие такого беспомощного человека. И человеческие младенцы особенно чувствительны к эмоциям и к всяческим их выражениям, таким как мимика, пантомимика, жесты, интонация голоса и так далее. Все, что такая паракоммуникация. В следующие полчаса я бы хотела поговорить про тот тип отношений, который мы должны развивать с младенцами для того, чтобы у них была такая здоровая база для развития. Но прежде чем мы перейдем дальше к тому, чтобы говорить об этом в контексте Dear Floortime, хотел две вещи упомянуть. То, что я уже говорил много об этом вчера и сегодня повторю, что очень важно, что дети приходят с очень разным набором индивидуальных характеристик биологических. Мы знаем, что с первого момента жизни младенцы очень различаются между собой. Кто из вас перворожденный старший ребенок в семье? Я прошу прощения от имени ваших родителей. Потому что мы все учимся на своих первых детях и делаем ошибки. Но если у вас самих есть больше, чем один ребенок, вы знаете, что младенцы очень отличаются друг от друга. Я знаю, что мы можем говорить больше о индивидуальных разрушениях и о том, как мы учим, что мозги ребенка, ребенка и ребенка с аутизмом имеют разрушения, которые делают это более сложнее для них. Я надеюсь, что вы понимаете. Очень важно, что мы изучаем то, как мы обучаемся, что нам помогает обучаться и видим, что у одних детей большие трудности в пришкольном, например, обучении, у других меньшие. Действительная цель нашей сегодняшней презентации в том, чтобы показать, как мы обучаемся, как мы обучаемся, как мы обучаемся. Цель нашей сегодняшней презентации в том, чтобы показать, насколько вот эти ранние отношения и вообще отношения меняют мозг и развитие мозга. И не только у маленьких детей, но и у более старших. И не только у обычных детей, но и у детей с аутистическим спектром. Итак, важно, что значения имеют смысл большой, отношения. И моя дочь, которая по профессии эрготерапевт, купила мне для машины такой бампер. И тут написано, что в начале были отношения. И в аббревиатуре ДИР последняя буква Р, английская, соответствует русскому слову отношения. И сейчас я вам очень коротко постараюсь рассказать о мозге. Важно сказать, что к пяти месяцам внутриутробного развития у плода, у младенца есть уже примерно 2 миллиарда нейронов. И примерно столько же астрономы насчитывают в Млечном пути звезд. И только 20% как-то взаимосвязаны между собой из этих нейронов. При рождении где-то 20% нейронов уже как-то соединены и связаны друг с другом. И 80% остальных возможных связей формируются в течение жизни под влиянием опыта и обучения. И очень важно сказать, что в первые два года жизни мозг формирует гораздо больше связей, чем потом теряет. Дети, которые растут в отношении надежной привязанности, имеют такой более организованный мозг. И очень важно, что именно в этом раннем возрасте дети очень хорошо и гораздо больше отвечают на всякие невербальные проявления близких взрослых. Движения, жесты, все, что касается нашей проявлений личности, больше, чем на словах. И очень маленькие дети, это такие лучшие ученики, они все время на вас смотрят, смотрят как бы вам в рот, смотрят на ваше лицо, все время вас изучают. Один прекрасный эрготерапевт, которого зовут Стивен Порджест, разработал такую поливагальную теорию, предположил, что так устроено. И это прекрасная теория, которая объясняет то, как мы реагируем и почему мы реагируем как-то очень конкретно в ситуациях, когда мы не чувствуем себя в безопасности. Мы знаем, что у нас есть блуждающий нерв, и это один из 12 черепно-морзговых нервов. И Стивен Порджест предположил, что у блуждающего нерва есть такая особая роль в эволюции. Итак, нам важно понять, что при рождении ребенку, младенцу, после рождения очень важно начать сразу иметь отношения для того, чтобы мозг включился, как бы подключились его в проводах. Если мозг по каким-то причинам или сам ребенок не очень чувствует себя в безопасности и спокойно. Или по каким-то причинам нервная система ребенка и мозг ребенка так устроены, что он вообще более тревожен и реагирует стрессом на гораздо большее число стимулов, чем другие люди. Как мы знаем, о чем нам говорят нейронауки, что именно у детей с расстройствами аутистического спектра так часто бывает. И именно таким детям нужно с ними очень особо внимательным и аккуратным образом выстраивать отношения для того, чтобы помочь им, во-первых, себя отрегулировать и успокоить. Во-вторых, начать вовлекаться, чтобы их внимание можно было к чему-то привлечь. И, в-третьих, чтобы началась такая взаимная коммуникация, диалог. И очень важно, что младенцам важно чувствовать безопасность внутри этих отношений. Я хочу на минутку продемонстрировать вас такую игру, где ребенок не очень безопасно себя чувствует. И вот эта схема, она показывает, что вот такая маленькая ядрышка — это ребенок и его очень маленькие возможности регулировать себя. Но ребенок в хорошем случае доверяет и обращается к кругу близких взрослых для того, чтобы помочь себе успокоиться. И в процессе развития мы видим, вот первый овал — это младенец, большой овал — это взрослый. И, соответственно, в течение жизни растет его возможность регулировать себя. И так получается, что то, что он получил на межличностном уровне, становится его внутриличностной опорой. — Are you with me? — Да, следуйте еще как-то. — И это очень рано в жизни происходит такое. — То есть, с самого раннего возраста и дальше по жизни нас сопровождает вот такое взаимное общение с людьми. — Простите. — Простите. — Десять минут осталось. — И у нас нету видео, к сожалению. — Вы знаете, что я спрашиваю, есть видео в этой версии? — Нет. — Но вы говорили, что там нету видео. — Но если у вас есть на флеш-драйве… — Вы знаете, я знаю, я знаю. — Да, есть на флешке. — Простите, пожалуйста, сейчас попробуем. — Знаете, что случилось? У меня есть видео на моем флеш-драйве, но это не по-русски. — Там не будет русского перевода, но важно посмотреть кадры, видео. — Видео вайлами. — Видео вайлами. — Нет, это не было. Нет, это не было. Там, где Москва. Презентация версия. Хорошо. Здесь мы идем. Да, это. Можно я сделать? — Попробую. Написано, что Майкл и его новорожденный. Это отец новорожденного ребенка. И он снял видео того момента, когда родилась его младшая дочь. Он сказал, что когда она родилась, она была немножко липкая и плакала. Но посмотрите, что происходит, когда он начал с ней говорить. Он говорит, я здесь, я с тобой. И она успокаивается. Я знаю, что у меня нет времени. Я знаю, что у меня нет времени. Я комедия Майкл, Jr. здесь. Как вы знаете, я просто плат-от enjoy comedy. Но одна из того, что я люблю больше, чем это, это быть дадом. И он говорит о том, как ему важно быть отцом. Быть папой, быть рядом. И несмотря на то, что это такой странный ребенок, гибкий, весь. Выглядит не очень презентабельно. Но ему это очень важно. Он говорит, я здесь, я здесь рядом, я с тобой. Я рядом. Я здесь, я с тобой. Это было потрясающе. И в это время нянический персонал там бегали вокруг, делали какую-то работу и протирали ее. Но я вдруг понял, что самый потрясающий вот этот факт в этот момент контакта. И после этого я ей сказал, что я ее люблю. Посмотрите, что произошло. Так, я здесь, я с тобой, я с тобой рядом. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я с тобой, я здесь. Это просто феномен. Воу! Это какое-то вау сплошное. И я надеюсь, что это ей поможет, когда жизнь пойдет как плохо, будет трудно. И это очень важно, чтобы человек с самого рождения знал, что есть кто-то, кто его любит. И все, что тебе нужно, это открыть глаза и посмотреть. Вы знаете, это прекрасный маленький клип. Это очень прекрасный маленький клип. И это говорит нам, я знаю, два минуты. И это говорит нам биологическую, нейробиологическую правду, что мы можем помочь другим уровнем регуляции и отношения по поводу наших отношений. И это такой маленький фрагмент, который нам показывает такую простую биологическую правду, что мы можем менять наше состояние, в том числе биологическое, просто через отношения мы можем говорить важные слова друг другу. Я буду показывать вам джек в ящике. Вы знаете, что такое джек в ящике? Нет? Нет? Ну, посмотрите сейчас такое кино. Мы это называем джек в коробке. Может кто-то подскажет. Черный ящик. Чертик из туговаркерки. И мы говорим, что это веселая игра, веселая игрушка. Посмотрите, что при этом происходит с ребенком. Ну, в данном случае. Простите, у нас видео не очень хорошо идет. Мама говорит, ты готов? Мама это уже однажды делала. Мама это уже однажды делала. Ну, это он верный. Я надеюсь, что вы могли видеть это правильно. Но вот что я хочу показать вам. Я надеюсь, что вы самое главное увидели. When he first sees it, when he first sees it, his eyes are open, right? He hears the music. И вначале важно посмотреть вот этот момент, когда у него раскрываются, расширяются глаза на звук музыки. Then what does he do? He looks at his mother. And he says to himself, what's going on? So he sees the jack pop up. He looks at it. And he starts crying. What does he do again? He looks at his mother, right? The mother swoops in, picks him up, and speaks so gently about what's happening. So the mother's face is calming him down, right? Like that. So he was so upset because when this happened, that part of the brain called the amygdala activated a fear response that really sent his whole body into the fight or flight or freeze. And if that happens frequently without a parent co-regulating the child, the brain begins to wire into a higher state of alert and it deactivates the thinking brain. So what happens then is when the brain is the brain. And the brain is in a state of stress or alert, high alert. That is when the brain needs another relationship to help calm the brain. And so after a couple of weeks, this little boy, Dane, looks really happy. And he looks at the jack. He anticipates it's coming. He sees it but doesn't cry. He looks at his mother again and says, oh, it's okay now, mom. You made me feel safe. He's still a little scared, so he grabs a toy to suck on it. He looks at it with a little apprehension, sees it again. He looks at mom, she kisses him, and he's happy and he's ready to take on the world. So I'll stop here because the whole purpose for me today was very simple to tell you the brain is waiting for relationships to develop. And when the brain has variables that raise the level of stress for the brain, And that's what the D.I.R. Floortime Framework teaches you. In a deeper way. Thank you. Thank you. Soap warning Организаторам будет? Вы хотели что-то сказать? Да, 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 уважаемые слушатели, я хотела бы вам сообщить, что на третьем этаже ведется запись на последний день нашей конференции. Вы можете спуститься и вписать свое имя в список на ту площадку, на которую вы хотите. На четвертом этаже у нас в перерывах идут постерные доклады. Можете тоже, если интересуетесь, на четвертый этаж, пожалуйста, проходите и слушайте. Хорошо. Значит, у нас небольшие изменения будут в программе. Так как у нас были технические неполадки в самом начале, мы вынуждены перенести выступление Трубицины Анны Николаевны на время после кофебрейка. И вторую половину мы будем уже как-то попытаемся немножечко видоизменить, чтобы мы не очень задерживались. Сейчас будет доклад Розмари Уайт о методах работы эрготерапевта с детьми с аутизмом. Розмари Уайт является эрготерапевтом, экспертом в области подхода ДИР и метода Флотайм. Имеет опыт работы более 40 лет. Она работала в свое время как с Айрис, так и с Гринспеном, который является автором данного подхода. И на данный момент является профессором университета Филдинг. Все, мы готовы. Спасибо. 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 Видео работает. Мне очень приятно быть здесь в Москве. Меня зовут Розмари Уайт, и я эрготерапевт. Я хочу поделиться с вами рассказом об одном приключении. Про то, как мы, эрготерапевты, нашли подход к детям с нарушениями сенсорной переработки и другими проблемами. И скажу пару слов, что я из Сиэтла, штат Вашингтон. Это родина команды Seahawks. И вообще считается футбольная столица США. Но вообще-то я австралийка по рождению, и я залезла на большой высокий мост. И тут вас приветствую отсюда. Очень приятно быть здесь в Москве. Важно сказать, что по образованию я эрготерапевт. Много лет назад я училась этому. Мне всегда было интересно двигательное развитие, моторное развитие. И я работала в нейроразвивающей терапии с детьми с детьми с ДЦП. И такое мое пост... Дополнительное образование первое было в сфере нейроразвивающей терапии или нейроразвивающего обучения при работе с детьми с ДЦП. И когда я работала с детьми с двигательными нарушениями, мы вместе задавались вопросом, как сенсорные... Вопросы, связанные с сенсорной обработкой, влияют на моторный контроль. И в моем таком профессиональном путешествии по жизни я имела удачу встретиться как с самими Боботами, так и с Джин Айрис, разработчикой теории неподхода сенсорной интеграции. И потом мое профессиональное путешествие занесло меня в работу с детьми с расстройствами аутистического спектра и с проблемами переработки сенсорной информации. И потом мне уже совсем повезло, когда я встретилась с доктором Гринспаном и Селеной Видер и поняла, что их подход к Дир-флор-таймам как бы объединяет интегрирует те важные для меня подходы, которыми я уже владела, и нейроразвивающее обучение, и сенсорную интеграцию, и дает новый такой взгляд, новую перспективу. И в процессе подготовки к сегодняшней презентации я просмотрела новые критерии, описанные в классификации ДСМ-5, критерии диагностики аутизма. И очень важно, что в новой классификации официально добавлены проблемы сенсорной переработки, которые, собственно, влияют и часто являются и причиной особенного поведения. Из самых первых лет, когда впервые был описан аутизм, Самые первые ученые, которые описывали аутизм, говорили, что есть особое сенсорное восприятие у детей с аутизмом, а также особая моторика. Лео Каннер описывает ошибку принимать предвосхищающее положение. Эрик Шоплер в своей диссертации описывает, что у детей с аутизмом есть также сенсорные проблемы, проблемы переработки сенсорной информации. Джин Эйрис, помимо всего прочего, выделила гиперчувствительность в сфере осязания. Маргарет Бауман выделила незрелость определенных клеток и структур как в мозжечке, так и в лимбической системе. И мы знаем, что это очень важные части мозга, которые влияют на развитие. И Тайдл Баум взглянул на контроль мотор, и говорил о том, как дети достигли своих моторных стратегий, но качество движения детей с аутизмом не было. И Тайдл Баум описывал движение, да, он решил рассмотреть, что же происходит, когда двигается ребенок с аутизмом, и заметил, что само движение происходит, но немножко странным, необычным образом, какого-то контроля не хватает моторного. Салли Роджерс, своей модели, модель называется Ранний Старт, Денвер, Денверская модель, выделила нарушения подражания. И Резалати в 1994 году открыл у всех у нас зеркальные нейроны. То есть это значит, что когда я вижу, что кто-то двигается, и это становится частью моих движений тоже. У меня есть нейроны, которые загораются и как-то откликаются на эти нейроны того, кто движется. Случайно выключили. Хорошо, поэтому вы можете обратиться к этому, опять же. Извините. Кто из вас вообще смотрит футбол иногда? Москва начинает score. Встреча начинает кикать. Кто из вас вообще играет в футбол? Да. Если вы смотрите, когда другой человек пинает мяч, у вас есть нейроны, которые зажигаются и отвечают на это. И посылают сигналы в вашу ногу пинательную. И как бы приводят к вашему взаимному моторному отклику внутри вашего тела. Луси Миллер, руководитель фонда поддержки людей с нарушением сенсорной переработки. Выделила детей с нарушениями, собственно, переработки сенсорной информации. И померила всякие электрофизиологические показатели, в частности, КГР, кожный ответ. И в частности, потение рук в качестве как реакции на неожиданное прикосновение. И она обнаружила, что дети с нарушениями сенсорной переработки с повышенной тактильной чувствительностью гораздо больше реагируют на прикосновения и гораздо дольше потом восстанавливаются, успокаиваются. И мы смотрим на эти разные куски, фрагменты того, что касается сенсорной переработки и моторного функционирования. И Алиса Марко, I think you're going to have to help me put this, Алиса Марко, I'm not sure this is not in consent, it's this one, it's sensory processing, SPD foundation, Алиса Марко. И Алиса Марко, I think you're going to go back. Yes. Okay, Alyssa, one more back. Okay, Alyssa Марко identified that when she looked at children with sensory processing disorders, обнаружила, что когда она смотрит на детей с нарушениями сенсорной переработки, input is coming in from the sensory systems, поступают сигналы от сенсорных систем, but the communication within the cortex, но коммуникация как бы нейронов на уровне коры, does not have as much insulation in the nerves. What that means is communication between one sensation and another to provide a comprehensive perception is not occurring in a robust manner. В общем, есть такой синдром человек-робот, да, и вот у этих людей, которые отличаются своей моторикой, вот, у них отличается и сенсорная переработка, в общем, по большому счету, коммуникация между информациями от разных систем сенсорных не происходит. Okay, I'm gonna say a word, frog. Я скажу вам слово, лягушка. How many people saw green? Кто из вас увидел зеленый в этот момент? How many thought ribbit? Кто ноги представил? How many people saw a lily pond? How many people visualized jumping? Кто представил прыжок лягушки? All I said was frog. Все, что я сказала, это лягушка. And yet your brain took what you were hearing and connected to your visual cortex. И уже ваш мозг решил вот эту слуховую информацию связать с вашей визуальной корой, зрительной корой. Your motor cortex. Вашей двигательной корой. How many people had good feelings? Кто из вас хорошо почувствовал, да, и связался с эмоциональной системой? So this reflects the interconnectivity within your cortex. Да, и это отражает такую взаимосвязанность нашей коры. Элиса Марко выяснила, во-первых, что эта взаимосвязанность происходит. But it doesn't occur fast. Но не очень быстро. У детей с нарушениями сенсорной переработки и аутистическим спектром. So when we take this in, individuals with autism, self-advocates, люди, которые занимаются самоадвокацией, люди с аутизмом, many talk about not being able to trust, feel or control their bodies as they would intentionally prefer. Многие из них свидетельствуют о том, что они недостаточно хорошо чувствуют свое тело, доверяют ему, и не могут им так свободно управлять и контролировать, как бы им хотелось. More recently, Елизабет Торрес is looking at motor noise, изучала такой моторный шум. So inside all of your muscles, we have like this background noise. И как бы внутри наших мышц есть такой фоновый шум. And her work is showing that individuals with autism и ее работа показывают, что люди с аутизмом have motor control, у них, в общем, неплохой моторный контроль. But the quality, whether you are 4, 10, 25, 45, Но качество этого контроля в возрасте 4 лет, 10 лет, 20 и 25 лет is reflective of about a 4-year-old. Да, вот человек растет, а качество моторного контроля у него более-менее остается на уровне 4-летнего ребенка. So 4-year-olds can run and jump and climb. И 4-летние дети могут уже бегать и лазить и прыгать и все такое. Но у них не хватает вот той тонкой координации, которая делает движение достаточно ловким и как у взрослых. So it's these subtle motor challenges that impact our children and adults with autism. И таким образом можно сказать, что у людей и детей и взрослых с аутизмом есть и двигательные проблемы. Last year, 2017, Simon Baron Cohen reflected that with the revision of DSM-5 difficulties in sensory processing may relate to other domains of behavior that characterize autism. Трудности сенсорной переработки, сказал он, также могут влиять и обусловливать особенности поведения людей с аутизмом. So what he's saying is the trickle-down behaviors that we're all identifying may come from this core of underlying sensory and motor challenges that lead to the challenges in shared attention, engagement, being able to show my intentions but not being able to express them. And Baron Cohen предположил, что, возможно, именно вот эти сенсорные и эмоциональные проблемы, связанные с сенсорной переработкой, обусловливают и нарушение общения и странности социального поведения, мешая людям в достаточной мере уметь выражать свои намерения. So one of the things that research provides us many of us clinicians with And one of the things that research provides us many of us clinicians with is confirmation that many of the things we're doing clinically later on in the research setting is being identified and confirmed. Нам важно, что то, что мы уже давно начали делать в клинической практике подтверждается сейчас с научными исследованиями по сути доказывается, что мы были правы, когда выбирали такие подходы и методы, которые мы выбирали. In my handout I have descriptions of the models of treatment as an occupational therapist that I bring into my work. И в моем раздаточных материалах есть как раз те методы, которые я использую в своей работе эрготерапевта. Just to highlight Neurodevelopmental therapy really involves getting in synchrony with the child's body to give more organized feedback. TAMO TAMO looks at our movement and where we organize our body in relation to the base of support. Oh, whoops, no, it's here. И метод TAMO или TAMO это аббревиатура. В общем, это тоже метод поддержки человека и обучению более эффективному движению за счет умения использовать гравитацию и разные опоры. Let me give you an example. As I lean onto my left side, I have more weight on my left foot and I know I'm in contact with the earth through that foot. and we adjust our body in relation to that weight bearing. How many of you are leaning on your elbows? And you feel how now shift from one elbow to the other. And feel how your weight shifts over your bottom. Your body is talking to you all the time. And those subtle messages are allowing you to sit up rather than slouch. These are the things I'm looking at as I look at the quality of movement. I'm thinking about the integration, the communication between information from my body, my vision, my hearing, my emotions. And how I put it together to do things when I have an idea. how I combine all this sensorine information to 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 do what I want. OK. So these are the sensations that we're all putting together. We can't think of one sensory systems alone. They are all talking to one another. It's about the connection and the connection between and the connection between and the connection and the connection and the connection and the connection between and the connection and the connection to one another. OK. And five minutes. Five minutes. OK. So I want you to just get this feeling that our bodies are talking to it ourselves all the time so we can put our energy into what we're thinking about, what we're going to do and how we're going to respond to the world around us. within sensory integration we looked at how a child was organizing those sensory systems. And how we can follow the child's lead by providing opportunities to bring about that integration. It may be more input to the muscles and joints in the body. In concert with visual and auditory input. In concert with visual and auditory input. But one of the things about sensory integration is we talked about the therapeutic use of self. and what that means is the relationship between the caregiver and the client or the child was the driving force because we can alter our relationship based on the response of the child. So when I became involved with DIR Floor Time it brought sensory integration beyond sensory and movement into function of life. We're fostering relationships that are tailored to the individual child and caregiver and the individual child and caregiver and the individual child and caregiver and the individual profile of the child and the caregiver what supports the relationship where the challenges may lie to promote sharing of attention engagement и как в этом в этом можно вносить разделенное внимание да, чем и как увлекать ребенка и вовлекать его в отношения Really thinking about what's the child's idea what are their intentions а также очень важно что я наблюдаю собственно о чем думает ребенок какие у него намерения какие у него представления идеи and how we respond to their intentions whether they are vocalizations, gestures, a little gaze и как мы взрослые отвечаем на намерения ребенка и то, как он их демонстрирует это могут быть вокализации жесты маленькие действия игра to support the child and caregiver чтобы да, при этом я хочу поддерживать и ребенка и его близкого взрослого родителей to stay in a long continuous flow of interaction я хочу помочь им оставаться в долгих продолжительных непрерывных отношениях и взаимодействии мы закончим и посмотрим видео под занавес и мы посмотрим видео под занавес мы говорим про первичную встречу первичный прием в начале мы как практик помогающий профессии специалист к которому обращается семья не важно вы учитель педагог терапевт мы хотим наблюдать и слушать слушать и слушать 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 и думать и думать и думать про то что это значит размышлять об этом this is a little girl who's five и has a diagnosis of autism okay we're going to look at a minute of her playing with mommy в течение минуты мы будем смотреть как она играет со своей мамой mommy really wants to engage with her мама очень хочет установить с ней контакты играть вместе you will see that the little girl goes to start doing something mom joins her and then she shifts to something else и вы увидите что девочка подходит к чему-то начинает с этим играть мама присоединяется и девочка тут же уходит переключается на что-то следующее когда мама присоединяется к ней she tries to make it meaningful она старается сделать какую-то смысленную игру но им сложно быть в отношениях во взаимодействии продолжительном но им сложно продолжительном look если звук можно I'm bringing a hot dog a hot dog сколько по времени идет видео сорок секунд сорок секунд сорок секунд и следующий сорок секунд и еще тридцать секунд и еще как у них получилось играть потом hello she puts a banana to her ear and mommy makes it a telephone but then she drops and walks away девочка подносит банан к уху и мама говорит алло это телефончик девочка тут же уходит нет 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 мы здесь можем остановиться one of the things that I want to think about is we want to think about what the child's experience is о чем мы хотим думать и размышлять во-первых каков опыт ребенка заботящегося о нем взрослого мамы в данном случае и каков опыт члвека помогающей профессии мы должны Мы должны быть в состоянии присутствия и помогать осознать и самим людям, и самим себе, каково желание ребенка, чего он хочет, что ему нужно, что хочет близкие его взрослые. Хорошо, извините, пожалуйста, я, наверное, вынуждена буду сейчас прервать, давайте посмотрим видео, потому что иначе мы не уходим на кофе-брейк, мы уже отменили одного докладчика. И она любит этот бланкет, который на него есть. Я хочу, чтобы вы посмотрели, как мама присоединяется к девочке. Нарисован любимый герой, мультгерой девочки, и мама, девочка радуется, и мама присоединяется. Я комментирую, говорю, подождите, сейчас она вернется. Я прошу маму, посмотрите туда, куда смотрит девочка. Она все еще немножко уходит и занимается болевым поведением. Я говорю, что мама хочет быть магнитом, чтобы ее обратить. Я хочу играть на твоем любимом одеяле. Для меня было важно сказать маме, возвращай ее и покажи ей, что я тоже хочу играть на твоем любимом одеяле. Давай вместе это делать. Вот теперь здесь мама есть. Мы здесь можем остановить все. Я уже заканчиваю. Я уже заканчиваю. Я хочу сказать, что в последних кадрах... И самое важное, что произошло, что девочка, может быть, впервые узнала, что маме тоже интересно, что ей интересно. И что мама готова быть в поле ее интереса. И в конце девочка взяла маму и подвела за руку и попросила пойти с ней и показать ей что-то новое. Спасибо. Спасибо. И когда вы приходите домой, будьте наблюдать за детьми. Наблюдайте. Значит, мы с вами встречаемся здесь уже через десять минут, но я думаю, что через пятнадцать. Большая просьба к спикерам, которые после кофе-брейка воспользуются паузой и перекинуть все свои презентации. Просили сделать объявление, что будет понедельник. Итак, кого заинтересовал доклад Розмари Вайт, которая выступала последней, не успели мы сделать объявление. 3 декабря в Центре Семейной Системной Психотерапии с 11 аж до 18 часов будет ее семинар, где она более подробно расскажет о методе, который использует, поделится, расскажет о случаях, о каких-то будет подробный разбор. Если вас это интересует, можете подойти сюда и я дам контактный телефон, чтобы записаться на этот семинар. А сейчас мы продолжаем. Да, мы продолжаем. И сейчас у нас доклад Трубицины Анны Николаевны, интеллектуально надаренный подросток СРАС, сравнительный анализ мотивационных стимулов при формировании учебного поведения. Если возможно, уложиться в 15 минут. Я хочу 20, как в программе. Хорошо. Значит, добрый день. Я постараюсь побыстрее, конечно, потому что тут все равно очень много. Коллеги, мы готовы работать? Давайте тогда создадим рабочую атмосферу. Тишина. Лектору очень сложно, а спикеру сложно вступать первым. Да, мне очень тяжело. Значит, дорогие товарищи, вот эта работа, которую я сейчас хочу вам представить, сделана в Новосибирске, в Новосибирском государственном университете. И первый слайд у меня парадный. Это слайд о нашем центре. Вы можете сами его быстренько прочитать, я ничего говорить не буду. Значит, мы занимаемся междисциплинарно, мы исследуем аутизм, мы занимаемся с детишками, мы делаем образовательные программы для родителей и для педагогов. В общем, мы много чего делаем и сделали уже довольно, мы работаем 4 года с этим. И вот то, о чем я расскажу сейчас, это и работе 3 года. Это старая уже такая довольно-таки работа, и начали мы ее делать тогда, когда мы еще довольно мало что умели. А сейчас у нас есть уже и в том числе ресурсный класс, вот он в последней строчке тут обозначен. И сейчас вот моя коллега в соседней аудитории, в 505-й, как раз рассказывает там работу, исследование, сделанное уже в ресурсном классе нами. Эта тема возникла у нас случайно, она жизнью была предложена, просто появился ребенок, которого нам пришлось, ну в общем мы не отказались с ним поработать. И в итоге это вылилось вот в это исследование. Я в конце покажу, так сказать, еще две статьи, которые мы сделали уже по ходу вот этой работы. И нам пришлось встать еще и, в общем-то, ну войти в тему интеллектуальной одаренности и как она сочетается с нашей темой. Значит, больше ничего не видно? Ну, странно. Ага, вот так. Значит, вот здесь написано, что одаренность, природа одаренности вообще сейчас активно изучается, насколько я понимаю. Я сама не являюсь специалистом в этой теме. Однако психологи, те, которые специалисты, вот я так сколько смогла понять, что придерживаются вот этой парадигмы о том, что, оказывается, одаренный человек – это не тот, кто лучше всех по всем показателям, а это тоже своего рода особенность. И получается, что это очень похоже на самом деле с нашим контингентом, с людьми с рас, потому что это тоже очень и очень гетерогенная выборка и очень специфический индивидуальный облик имеют эти люди. Значит, вот и в литературе существует термин «дважды особенные дети». То есть это как раз детишки, у которых вот эти повышенные способности в какой-то сфере сочетаются с ограниченными возможностями в других сферах. И в результате создается вот такой вот какой-то профиль индивидуальный, ну, с которым тоже надо что-то делать. Значит, специалисты, опять же, по вот этой самой одаренности, вот здесь тоже я не буду долго об этом рассуждать, выделяют три группы таких детей, дважды особенных, с каждой у которых есть свои проблемы в их обучении. Потому что в одном случае одаренность таких ребят признается специалистами, а в двух других она вообще не признается, потому что ее не видно невооруженным глазом. И таким образом возникает вообще вопрос, как с этим работать, и он активно изучается. Нам, как я уже сказала, достался совершенно случайно вот этот вот ребенок, и поскольку его отовсюду выгнали, вот здесь вот написана его история, то есть его перевели на индивидуальное обучение, потому что он категорически не справлялся с освоением программы, и при этом еще демонстрировал нежелательное поведение активно. Соответственно, его, ну, в общем, отправили домой в начальной школе, и, ну, семья в поисках какого-то решения обратилась к нам, и в результате мы, в общем, дали слабину, потому что мы вообще-то не были специалистами, но взялись, и вот мы за три года стали специалистами, об этом я и рассказываю. Значит, вот там внизу написано красным шрифтом, что ребенка, ну, признали, что он может обучаться только в индивидуальном режиме. Вот это здесь написано. Вот это вот, я тоже не буду на этом останавливаться, это заключение по МПК. Тут тоже говорится о том, что мальчику предписано заниматься по общей программе, но в индивидуальном режиме. И данные рекомендации родителям, я их сюда поместила только в том смысле, что интересно, что они, ну, практически все они поведенческие. Все эти рекомендации, это было давно, это еще ему там в каком-то в 13-14 году это было сделано. Эти люди совершенно не помышляли о поведенческом анализе, но они написали практически вот семь пунктов, в большинстве своему это поведенческие рекомендации, очень хорошие для родителей по организации жизнедеятельности ребенка. Значит, как я уже сказала, причиной обращения к нам было то, что он не мог заниматься в школе, и при этом, значит, он был диагностирован. Сначала, прежде чем попасть к нам, мальчик был диагностирован психологом, специализирующимся на интеллектуальной одаренности, как интеллектуально одаренный ребенок. То есть, понимаете, ситуация следующая, да? Это интеллектуально одаренный ребенок, которого выгоняют из школы, потому что он не может брать общую программу. И мешает всем работать, и демонстрирует неприемлемое поведение, лежит под батареей, лежит на парте, ничего не пишет, и так далее. Вот это все. Значит, что мы бы сделали? Ну, мы сначала договорились со школой, которая согласилась сотрудничать в этом деле, и перевели его в школу, которая на это пошла. И, значит, мальчику была сделана программа. Сразу скажу, что мы во всем, что касается работы с детьми, мы работаем, конечно же, исключительно в рамках поведенческого подхода, в рамках прикладного анализа поведения. Поэтому, значит, этому парню была сделана поведенческая программа. Наш сотрудник сопровождал его в школе. Ну и, собственно говоря, школа на это тоже пошла. Для нее это была тоже совершенно новая форма работы. Кроме того, мы еще договорились о том, чтобы его приняли в воскресную школу для одаренных детей, где углубленно занимаются математикой, программированием, робототехникой. И мы с этими специалистами, кто там с ребятами работает, тоже поработали. И они тоже смогли, в общем, в итоге все это было 3 года назад, я хочу сказать, это было в 2015 году. Вот в начале учебного 2015 года, 2015-2016. Значит, когда мы начали собирать данные начального уровня, то есть вот мы его получили, ну и я за ним, то есть программа моя, и все это мы это собирали. И у нас, мы насчитали 20 поведений, которые были несовместимы с тем, чтобы находиться в классе и обучаться. Ну, я очень кратко пробегусь. Он все время лежал на парте, он совершенно не мог стоять неподвижно, он ничего не мог ждать. В ситуации, когда надо было встать или стоять хотя бы секунду, он или садился обратно, или начинал бегать из стороны в сторону. Значит, лежал лежа всегда, съедал все, что было на столе, там, пенал, ручки, резинки, карандаши. Если забираешь пенал, съедает тетрадь, учебник там, и все дальше по списку. Значит, ну, разговаривал в полный голос на уроке, не реагировал на обращения учителя, ну и так далее. Вот много такого всего. Вот. Навязчиво рисовал там во время урока, так вот, с чертами сенсорной стимуляции. В общем, очень много было поведений, с которыми надо было что-то делать для того, чтобы он мог вообще находиться там, в этом классе. Значит, большинство из этих поведений являлись поведением, ну, мы провели функциональный анализ, естественно, и пришли к выводу, что большинство из этих поведений, это были поведения с функцией избегания, избегания требуемых от него действий. Значит, соответственно, ну, еще тут указан очень плохой почерк, и существенные дефекты дикции там еще были, и много всего такого. Значит, второе, что мы сделали, кроме того, что мы установили сотрудничество и описали поведение несовместимое со школьным, ну, с пребыванием в школе, это мы выявили, естественно, мотивационные стимулы, потому что, вообще говоря, весь мой сейчас доклад посвящен как раз работе с мотивационной сферой. Так вот, мотивационных стимулов мы насчитали, тут, вот тут на два слайда, их, по-моему, 13 или 14, кстати, категорий, и вы видите, здесь они ранжированы в порядке возрастания мотивационности, то есть самое такое слабенькое подкрепление, это было, ну, вербальное выражение одобрения. Дальше, вы видите, я не буду это все перечислять, просто я хочу обратить ваше внимание на то, что подкрепления самые различные, то есть тут и пищевые, в полном, так сказать, ассортименте, и очень хорошо они работали. Тут и вот это вот тактильные, вот эти обнимашки тоже были, от них мы, естественно, сразу отказались, и в работе их не использовали по понятным причинам. Значит, и тут же вместе с такими вот простыми и всем доступными вариантами подкреплений были и те, которые вы видите дальше. Вот здесь вот все попроще, это поговорить, порисовать, вот это все. А вот они, значит, подкрепления наиболее сильные. Обратите внимание, какие-то вещи, это вот, так сказать, то, что отражает его, как интеллектуально продвинутого человека. Вы видите, вершина мотивационной иерархии это посещение планетария и посещение робототехнической выставки. Соответственно, вот за это человек готов работать. Ну и все остальные, за все остальные он тоже неплохо работал, включая еду. Значит, вот данные начального уровня, это нежелательное поведение на разных уроках, я быстренько по ним пройду. Мы видим, что есть уроки, вот эти вот голубой, зеленый и лиловая заливка, наиболее проблемные. Это, естественно, как мы все понимаем, математика, русский и английский. На них больше всего поведения плохих. Это график первого месяца. Вы видите, что тут все довольно стабильно и всего очень много. Значит, ну, был сделан поведенческий план, ну, основой которого было, естественно, были обучающие методики и выборочное усиление поведения, ну, вести себя прилично на уроке. Для того, чтобы... Ну, и была предупредительная методика еще применена, то есть вот на этих трех уроках на математике, математико, русский и английский мы договорились со школой, чтобы все-таки у него были еще индивидуальные занятия с преподавателями, но в классе он тоже на этих уроках тоже присутствовал. Значит, в качестве реактивной методики мы использовали только подсказку, то есть мальчика полностью сопровождал тьютер, тотально, всегда. И выборочное усиление, отсутствие нежелательных поведений использована была, естественно, жетонная система. Альтернативные поведения я покажу сейчас правила, которые были у него у самого. Ну, вот обучающие методики здесь перечислены. Ну, это ряд тренингов. Значит, вот такая табличка была напечатана, заламинирована и выдана самому нашему ученику. Это правило, которое он должен выполнять, которым он должен соответствовать. Значит, и это вы видите, что это, кстати, интервальный здесь и сбор данных, и одновременно подкрепление по интервальному методу, то есть это DRO. Значит, что мы видим вот в этой верхней строке таблички? Урок разделен на интервалы. Первый интервал 10 минут, дальше идут интервалы по 5 минут. Значит, когда в течение интервала все было хорошо с конкретным поведением, например, когда его спросил учитель, и он ответил, значит, и в течение интервала все так и было, и не было эпизодов, что учитель спросил, а мальчик не ответил, значит, за этот интервал он получает плюс, у него все в порядке. Если был один эпизод неверный, то первый раз прощается, он получает подсказку от тьютера, исправляется, и все равно получает плюс. Если же было более одного эпизода, кстати, неправильного поведения, то тогда в ячейке этого интервала за это поведение он получает минус. Предупреждаю вас, ваш вопрос, конечно же скажу, что если его, например, не спрашивали в ходе этого интервала, естественно, ребенок получает плюс. Это мы понимаем, да. И дальше, после того, как вот в течение урока сначала эту табличку заполнял тьютер, потом они это делали вместе, мы, значит, учили ребенка самоконтролю, они заполняли каждый свое, потом сравнивали на перемене результаты, они, значит, вместе считали процент. И если, значит, укладывался наш ученик в 80%, если он был успешен, 80% этих вот требований, этих 80% ячеек было заполнено плюсиками, то он получал жетон. Жетоны были двух уровней. Значит, маленькие жетоны он мог незамедлительно обменивать на маленькие же и подкрепления, то есть, ну, сходить в столовую там, поиграть в телефон и всякое порисовать, поговорить с тьютером на интересные темы, ну, такие вот, такого рода подкрепления. А маленькие жетоны можно было также не тратить, а копить и обменивать на большие жетоны. И вот за большие жетоны можно было в воскресенье пойти в планетарий, в музей там и т.д. Вот это все. Или посмотреть большой фильм, например. Пять минут. Дальше. Так, это я все пропущу. Вот эта динамика, посмотрите, с сентября по март, вот первого года, это то, что мы начали. Вот сентябрь имеется в виду 15-го года и март 16-го. Посмотрите, как снизились, ну, вообще у нас проблемы. Довольно-таки, как обычно, бывает в начале очень сильно, от сентября к ноябрю очень-очень хорошая динамика. Дальше все выходит на плату. И затем даже с некоторым всплеском в феврале, потому что это после каникул был февраль. Ну, а дальше опять все пошло получше. Это у нас годовая динамика. Я не буду на этом... Ну, вы видите тоже, что оно идет на снижение. Но на самом деле, конечно, там рано было радоваться и думать, что сейчас все будет хорошо. Так не бывает. Естественно, на каком-то уровне, вот здесь, если вы посмотрите в конец года, то все равно это не ноль, это далеко не ноль. И как бы оставить его одного, как, естественно, цель, какая конечная наша цель, это убрать тьютера, и ребенок один сам функционирует. Ну, забегая вперед, я вам скажу, что эта цель достигнута, но буквально три недели назад. Вот с ноября он работает один. Вот сейчас он три недели прозанимался без тьютера. Но это... Мы понимаем, что на дворе 18-й год, да? Мы начали в 15-м. Вот. И... Значит... Дальше вот это вот тоже графики работы вот с этими поведениями. Видите? Тут эти самые виды поведений и цветные линии, что с ними происходило в ходе нашей работы. Значит, вот это более жесткие поведения, те были попроще. А вот это уже результаты пошли, да? Значит, вот это рисунки его до нашего вмешательства. Вот эти рисунки, это такое было прям сенсорное поведение. Он много рисовал и все это изрисовывал. Это все были или военные базы, или космические военные базы, или корабли тоже с базами. Вот. И он потом рассказывал, что все это значит. Значит, и за это мы тоже стали работать. Потому что до нашего вмешательства это было поведение, ну, как бы, которым он замещал работу на уроке. То есть он или лежал, или вот это вот рисовал. А у нас он работал за это. То есть за то, что он все делал хорошо, и мы разрешали порисовать вот это, и соглашались выслушать, что это значит. Поговорить с ним об этом. Значит, я хочу вам показать, поскольку вы специалист, динамику этих рисунков. Вот это вот его первые старые рисунки, которые были до нас, подчеркиваю. Посмотрите, они все монохромные, посмотрите, какие они подробные. Значит, вот. Вот эта вот зеленая картинка, это уже результат нашей работы. И еще хотела вам показать почерк. Вот это вот почерк в начале 2015 года, в сентябре 2015 года. Посмотрите, на самом деле, ну, читать трудно. Я бы на месте учителя не решилась попроверить, что тут написано, вообще понять. И вот это его почерк, на самом деле, через три месяца, взгляните. То есть это то, что мы сделали за два, даже за три месяца, сентябрь, октябрь и ноябрь. Вот такой, да, вот так он стал писать. Ну и вот это, так сказать, вершина нашей мотивационной иерархии. Это вот улитка Ахатина. Это то, чем мы подкрепляемся в своем поведении, работать с его поведением. Ну, а дальше, на самом деле, я хочу сейчас-то рассказать, это все было, вообще-то говоря, преамбула, к тому, что, что же дальше с мотивационной иерархией, с мотивационной сферой, и как дальше-то быть с поведениями более, такими, более устойчивыми. На всякий случай, две минуты. Сколько? Две. О, очень круто. Значит, вот задача второго этапа вмешательства. Во-первых, убрать тьютера, а во-вторых, трансфер мотивации с внешних стимулов на внутренние. И это, как вы сами понимаете, это очень даже нетривиальные задачи. Но мы их, так сказать, сделали. Так вот, вот здесь динамика тьютерского сопровождения, она расписана подробно, но смысл в том, что от тотального сопровождения мы перешли к частичному, и, как я уже вам сейчас только что сказала, месяц назад мы сопровождение убрали совсем. Это делалось, естественно, поэтапно, постепенно. Значит, ну, а здесь вот как раз мы сравнили эффективность двух подкреплений. Вот здесь они написаны, применяемые подкрепления. Значит, одно из них было старое, это когда они пересказывали друг другу, ну, так, в режиме, знаете, сериала, пересказывали или фильм, или книжку. И тьютер пересказывал мальчику, или мальчик тьютеру. И вот за это работали тоже. А потом мы изобрели, мы очень много изобретали там разного, и в том числе подкреплений. И мы изобрели такое подкрепление. Мы научили его писать книгу. Он стал писать свои книги, и работал он за то, что он читает книгу тьютера. То есть они выбирают время с тьютером на перемене, где-то усаживаются спокойно, и он читает свою книгу. И вот эти вот два подкрепления, мы сравнили их эффективность. В обычном, так сказать, режиме, сейчас я покажу дизайн, мы уложимся в две минуты. Значит, естественно, он получал, да, а поведение было, вы видите, какое я написала, что он не умел структурированно отвечать на вопрос. Он очень долго, вступление у него занимало времени, была очень высокая латентность, когда, имеется в виду, он хотел всегда отвечать, когда вот в ситуации урока, он все время поднимал руку, рвался отвечать. Но когда его спрашивали, то учителя эти бедные, они терпели нас прекрасные люди все эти годы, потому что он все время на себя брал, вот как здесь у нас примерно. Он сначала долго не мог начать, потом путался в этих вот, значит, вводных конструкциях, потом вообще окончательно терял связь уже своей речевой продукции с заданным вопросом, и так и не ответив на вопрос, он истрачивал столько, сколько позволяли нервы учителя. На самом деле он мог и 5, и 8 минут говорить, и ничего не сказать в итоге. Вот, и вот с этим вот поведением мы работали. Мы делали тренинг навыка структурированного ответа, и делали выборочное усиление вот поведение отвечать нормально, вот этого поведения, которому мы его учили. И применяли вот эти два подкрепления, либо пересказ сюжета, либо он читает свою книжку. Вот эти книжки, я их сфотографировала. Значит, поскольку времени нет, останавливаться не буду, но одно хочу сказать, это все космическая фантастика, там все летят в кораблях, и, в общем, разговаривают, и сражаются, и все такое. Но приятно отметить то, что там отдельно, вот если вы посмотрите, там есть вот такая квадратная рамочка, вот в центральной нижней книжке, это анекдоты. Это анекдоты, которые герои рассказывают друг другу. То есть он их вставлял в ткань повествования, вставляется вот этот юмор, и, собственно говоря, он за это и работал. Он читал, и смотрел, как тьютер реагирует на эти шутки. Но анекдоты такие, он брал их у бабушки из газет, у него и бабушки газеты лежали там, и такие, знаете, две блондинки летят в самолете, типа, и все такое. Значит, вот графики. Смотрите, параметры поведения, мы выделили, параметры поведения отвечают на вопрос. Вот здесь два параметра, значит, с градациями интенсивности, это бессодержательность и несоответствие теме. Это то, от чего мы уходили, с чего мы убирали. И мы видим, что идет динамика, значит, эксперимент был построен, дизайн был выбран, смена критерия и чередование условий. То есть, вот эти фазы, В и В, в фазах В мы подкрепляли пересказом, в фазах В подкрепляли чтением собственных книжек. А 1 и 2, это варианты с размерами, то есть мы подбирали еще размер, размер побольше и поменьше. В общем, там был одинарный размер и двойной размер. Это тоже отражено, вот здесь вот подписано на графике. И внутри три элементарных фазы, 1, 2, 3, в каждой вот этой штучке, это повышение критерия успешности, то, что постепенно к нему, ну, требования увеличивались к мальчику. То есть сначала надо было просто что-нибудь сказать, а потом дальше, в общем, возрастали требования. Все это было в фазах разграничено, и вы видите, что все эти данные мы сюда внесли на график. Вот второй график, это продолжительность и латентность. Оранжевыми точками показана латентность поведения, темно-синими продолжительность. Имеется в виду продолжительность поведения отвечать на вопрос. То есть понятно, что обе они снижаются, и по идее они все... Ну, то есть латентность должна уйти в ноль, ну, это нет, это не должна уйти в ноль, но должна уменьшиться продолжительность. Значит, внутри эксперимента была сделана проверка на надежность. Извините, пожалуйста, сколько вам еще нужно времени? Потому что мы уже очень уходим за тайминг. Ну, я сейчас закончу. Еще две минутки, но вообще, я тоже слежу за временем. Мы начали в половину, вы должны были закончить ровно. Хорошо. Ладно, я не буду говорить про проверку на надежность, но, в общем, проверка на надежность такая, что в один день ему сказали, что сегодня он получит все свои пряники, независимо от того, как он будет работать. И сразу, кстати, переменные дали всплеск. Это говорит о том, что, значит, схема работает. Значит, у нас действительно зависимые переменные находятся под контролем независимых. Вот, собственно говоря, результаты. Я не буду их рассказывать, вы их прочитаете сами. Смысл в том, что, да, поведение сформировано. Высокий смысл вообще в том, что поведенческий подход работает с интеллектуально одаренным ребенком. Не просто с ребенком с раз, а с ребенком еще с одаренностью. И в поведенческом подходе прекрасно все можно сделать, оказывается. Ну и плюс, вот этот вот локальный результат по поводу подкреплений, что он отражен во втором пункте здесь. Так, вот это наши статьи с коллегами на, так сказать, на эту тему. А это коллектив, которого я благодарю. Это мои товарищи по работе, с которыми люди, которые занимаются с нашими детишками. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Очень интересно. Извините, что так получилось. Пришлось вас дергать. Скажите, пожалуйста, Ева Эдуардовна, вы здесь, потому что вашу презентацию... А, перекинули. Хорошо. Хорошо. Значит, Артемова Ева Эдуардовна, изучение коммуникативных средств дошкольников с раз. У вас 20 минут. У меня даже меньше было. А, Артемова. А, да, да, да. Да, да, да. Благодарю. Уважаемые коллеги, добрый день. Очень интересные доклады сегодня. И позвольте тоже мне внести свою небольшую лепту. Я займу у вас гораздо меньше, чем 20 минут, потому что хочу вам поведать о проекте, который носит пока пилотный характер исследования. Еще основные все изучения будут впереди. И хочу начать с того, что сегодня мы очень много уже слышали с вами информации о том, что у детей с расстройствами аутистического спектра есть очень своеобразные и неоднородные, очень вариативные по своим проявлениям нарушения восприятия, причем это касается восприятия разных форм и видов. И с этим постоянно сталкиваемся мы, как дефектологи, кто работает с детьми с расстройствами аутистического спектра, мы постоянно с этим сталкиваемся в своей работе. И вот сам вопрос, как нам обойти вот эти проблемы для того, чтобы сформировать у ребенка коммуникационные навыки, он занимает очень большое место в нашей коррекционной работе. у нас здесь, в МГППУ, на факультете клинической и специальной психологии существует магистерская программа, которая готовит педагогов-психологов для работы с лицами с расстройствами аутистического спектра. И вот несколько магистрантов были вовлечены в это исследование, и наше исследование было направлено на то, чтобы изучить с одной стороны уровень сформированности вербальных и невербальных компонентов коммуникации, и с другой стороны мы пытались определить у детей экспериментальной группы их сенсорные предпочтения. Хочется сказать, конечно, ведущий сенсорный канал или ведущая сенсорная модальность, но поскольку речь идет о дошкольниках, то пока мы не можем говорить уже о каких-то сформированных ведущих сенсорных каналах, поэтому мы ведем речь только пока о сенсорных предпочтениях. Был проведен сопоставительный эксперимент. Было две экспериментальные группы. В первую группу вошли дошкольники с расстройствами аутистического спектра, и во вторую группу для сопоставительного анализа были отобраны дошкольники, которые имели первичную речевую патологию. То есть это дети с логопедическими заключениями, которые не имеют других никаких по крайней мере по документам. По крайней мере по документам. Почему я такое уточнение сделала, сейчас вы это все поймете. Когда мы провели исследование, в нашем исследовании для исследования были отобраны дети, которые не владеют фразовой речью, но нам было интересно, как внутри этих двух групп распределяется именно, какие средства коммуникации дети используют. Вот результаты, представленные на слайде, вы видите, что 70% детей используют жестовую коммуникацию. то есть это естественно те жесты, которые им доступны. Мы не имеем ввиду жестовый язык, естественно, но это для уточнения. В группе детей с речевой патологией вы видите, что результаты распределяются по-другому, то есть все-таки половина группы, в данном случае это большая часть, используют именно слова и вокализации, а потом уже только жесты. И все-таки обратите внимание, есть также 10% как и в предыдущей группе 10% детей, которые отказываются от выполнения задания. И тут сразу у коллег, как и у нас собственно, так и у вас может возникнуть вопрос, а действительно ли это логопедические дети, почему они все-таки отказываются от выполнения задания, скорее всего там неправильно поставлен диагноз. И когда мы провели серию исследований, направленные на изучение ведущих сенсорных предпочтений, то обратите внимание тоже, насколько по-разному выглядит распределение. Если мы возьмем с вами группу 1, туда, куда вошли дети с расстройствами аутистического спектра, вы видите, что для них ведущий вариант это кинестетический, не было выявлено в этой группе детей, у которых были бы аудиальные или визуальные предпочтения. А мы с вами их учим как всегда, практически, мы им предлагаем визуальный материал или мы им даем инструкции на слух. Вот это очень интересные такие результаты, которые заставляют нас искать какие-то новые подходы в организации коррекционной работы с детьми с расстройствами аутистического спектра. Потому что если мы с вами сравним со второй группой, куда вошли дети с речевой патологией, вы увидите, что у 40% пока не определяется какой-то ведущий тип. То есть дети используют все, если не в равной, то примерно в равной степени используют сенсорные каналы для того, чтобы взаимодействовать с экспериментатором и изучать окружающий мир. В этой группе были выделены дети, у которых отмечался и аудиальный тип, и визуальный тип. Поэтому, конечно, если мы говорим о развитии коммуникативных навыков детей с расстройствами аутистического спектра, то те традиционные методики логопедические, которые логопеды, дефектологи пытаются перенести с речевых детей на группу детей с расстройствами аутистического спектра, они дают сбой в этом случае, они не работают не потому, что логопед плохо работает, как-то не так работает, а именно потому, что как раз слуховой и визуальный сенсорный канал, они не очень хорошо работают в данном случае. Спасибо. И у меня еще прям одна минута буквально из сэкономленного времени, я приглашаю желающих учиться на нашу магистерскую программу, приходите. Спасибо большое. У нас следующий доклад Круогла Елена Константиновна использование фразового конструктора в логопедической работе. Пока Елена Константиновна готовится, меня просили вам напомнить о том, что на четвертом этаже идут стендовые доклады, с которыми вы можете ознакомиться, и на третьем этаже идет запись на завтрашней площадке. Если вы еще не успели записаться, я предлагаю вам обязательно это сделать в обед, иначе вы можете не попасть туда, куда вы хотите. эскейп и опять в папочку возвращаются. Елена Константиновна, у вас 20 минут тоже. Я постараюсь побыстрее тоже. Возникли трудности небольшие, когда мы загружали презентацию, внутри было видео, и они тяжело идут, поэтому мы быстро сделали презентацию без видео, и видео покажем отдельно. Я представляю Крымский Республиканский ППМС Центр, отдел психолого-педагогической коррекции. И сегодня я вам немного расскажу о том, как мы работаем с разовой речью с детьми с расстройствами аутистического спектра, с видеопримерами, на одном ребенке в данном случае покажем. Не секрет, что работа над фразой требует дополнительной работы, и не только от логопеда, но и от других специалистов, потому что если мы говорим о коммуникации, то мы должны ребенку дать образцы тех правильных фраз, с помощью которых он сможет коммуницировать. Но прежде чем перейти к фразе, у ребенка должен четко соотносить слова с определенными изображениями, то есть понимать, о чем будет идти речь, и должен понимать хотя бы первые глаголы, дифференцировать их. Пособие работа ведется в вопросно-ответной форме, составление предложений по непосредственным действиям или изображенным ситуациям, используем приемы отраженной и сопряженной речи, и самое главное это установление контакта с ребенком. Безусловно, мы демонстрируем часто видео, на которых мы работаем уже за столом, но наша работа не начинается с этого. Бывает все, мы работаем и на ковре, и на полу, до того, как появляется фразовая речь, а иногда есть фразовая речь, и мы работаем тоже на ковре и на полу. В основу пособия легли модели по Валерии Ивановны Балаевой, потому что они очень хорошо ложатся в простые схемы, которые понятны и педагогу, и детям. И сразу пройдусь по частям фразового конструктора. Первая часть это самое простое предложение, кто и что делает. Очень тщательно надо подойти к выбору изображений, которые вы будете использовать на начальном этапе. Учитываем обязательно возможности ребенка по произношению, то есть если ребенок пока только начинает говорить, то учитываем слоговую структуру. Попыталась вот на первом показать, что мы используем первый класс слоговой структуры по Марковой, то есть это простые слова Маша, Миша, папа, мама, и если ребенок не соотносит, что папа, это вот папа нарисованный, то пожалуйста всегда можно использовать реальные фотографии родителей и реальные места, в которых ребенок бывает. И очень простые поля, на которых нет никакой лишней информации, где четко понятно ребенку, что делать. То есть выглядит это достаточно аскетично, но понятно для ребенка. Где есть хранение карточек, и вы контролируете, как вы их подаете, на это следует обратить особое внимание, потому что есть дети очень реактивные, которые стремятся быстро заполнить поле, но не произнести необходимую фразу. И контроль всегда должен оставаться у вас. Если необходимо, значит вы подаете по одной карточке ребенку. Либо перед ребенком лежит определенное поле заполненное, и он может выбрать, но из заданных карточек. И возможно хаотичная подача, когда вам необходимо, чтобы ребенок не находил необходимые карточки. Сейчас покажу видео. и папочка ест. Кто ест? Мишка ест. Судить ест. Солок ест. Кто это? шук ест. Ог ест. Лиса ест. Кошка ест. Кто это? Девять ест. Сну ест. Что делать? Ест. Ест. Обязательно. задаем вопросы каждому слову, для того, чтобы понимать, понимает ребенок, о чем он говорит или нет. И обязательно потом переносим любую фразу в игровые действия и в реальную жизнь. То есть часто сидят как? Мамы сидят на занятии. Мы вполне можем спросить, это кто? Мама что делает? Мама сидит. И вы видите, у ребенка такая своеобразная своя жетонная система, то есть она собирает камушки в коробочку из-подо льда. вторая часть с прямым дополнением. В пособии обязательно используется очень много одинаковых изображений, для того, чтобы дети могли хорошо усвоить лексико-грамматические категории, потому что окончания даются тяжело и надо делать так, чтобы ребенок проговаривал максимально много раз определенные слова, потому что вы будете переходить к следующему пособию и возможно там этот навык не будет усвоен. Можно всегда вернуться либо обыграть в другой ситуации. Сразу видео тогда посмотрим. Конфету Конфету молодец! Малину полностью Папочка Кто это? Мальчик ест малину Малину хорошо Мальчик ест пуп Булку Вы видите, что дадим подсказку, чтобы ей подсказало слово? есть мальчик? Булку Булку И на этом же пособии можно отрабатывать не только хорошо что делаете закрыть пьет это нет мы видео еще раз посмотрим вот это можно открыть бабушка покупает ягоды найди ягоды Кумнику папушка покупает малину бабушка покупает могу вишню 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 что купила бабушка бабушка покупает Кумнику малину вишню и все вместе это ягоды умничку бабушка покупает ягоды то зачем нужны игрушки чтобы играть потом возвращаемся если не усвоено окончание мы возвращаемся в каких-то других вариантах фразы потому что глаголов достаточно много то есть можно делать просит покупает несет но возвращаться к этой же карточке для того чтобы понимать усвоил ребенок окончание или нет третья часть это с косвенным дополнением кто что делает и где где у нас добавляются предлоги и самые простые социальные места где бывает ребенок то есть качается на качелях там мальчик качается на качелях собака бегает в парке мама сидит на кресле добавляются самые первые предлоги и самые первые социальные места тоже также дополнена карточками и они повторяются во многих пособиях в четвертой части у нас добавляется определение то есть веселая мама поет зеленый шарик летит и хотелось бы остановиться на таких фразах то есть не простых фразах а сложных которые связаны с выбором это зеленое солнце нет это не зеленое солнце а какое желтое 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 что солнце зачем мы работаем над такой фразой это зеленое солнце часто даже научив ребенка отвечать да или нет но предоставив выбор ребенок не может аргументировать он может быть не хочет красное яблоко хочет зеленое яблоко но аргументировать свой ответ он не может и благодаря таким пособиям мы не только отрабатываем грамматические категории но и учим правильно формулировать фразу для того чтобы сделать выбор еще одно видео посмотрим потому что он очень важное в плане использования местоимений я ищу три красных яблоко умничка я ищу то есть отработав даже здесь фразу что ты видишь обязательно потом переходим на предметы то есть мы меняем в определенной коробке разные виды предметов в разном количестве и после как мы поработали с альбомом мы обязательно переходим на предметы а потом на карточки тогда ребенку проще понимать о чем вообще говорится что от него хотят потому что он уже имеет модель той фразы которую он может использовать пособия по крайней мере первые три части приложения имеют методические рекомендации две рецензии и пользуемся случаем я хочу сказать большое спасибо Ольге Ивановне Азовой она сейчас выступает в другой секции но она была тем генератором движения этого пособия она мне во многом помогла помогла с рекомендациями и все это сделала абсолютно безвозмездно бескорыстно ну то есть удивительный человек я пользуюсь случаем говорю ей большое спасибо у меня все вопрос ожидаемый да он ожидаемый вы знаете у нас была такая возможность в организации благодаря гранту мы часть пособий сделали и раздали родителям бесплатно возможно сейчас мы придумаем в каком виде это сделать но многие общественные организации родительскими потому что я со многими общаюсь получили эти пособия бесплатные у меня есть отзыв из Сочи из Санкт-Петербурга из Иванова на это пособие потому что с родителями было работать намного проще то есть они как никто другой заинтересован и с ними не надо долго было обсуждать они быстро опробировали в том числе и на подростках то есть мы можем поговорить об электронном виде вполне потому что иногда важно вносить в него изменения они сейчас заламинированы но не всегда так можно либо мы используем пленку матовую бывает что нет необходимости ламинировать а еще важно что есть возможность увеличивать и уменьшать изображение потому что дети могут по-разному воспринимать эти изображения на сайте очень много в разделе специалистов в свободном доступе пособие выкладываю то есть вы сможете еще раз посмотреть итог и здесь и здесь и там где вы не смогли присутствовать спасибо большое спасибо за внимание следующий доклад Чек Гончаренко Мария Сергеевна учитель дефектолог городского психолого-педагогического центра департамента образования города Москвы с докладом о методах формирования самостоятельной деятельности у детей с аутизмом Мария Сергеевна расскажет нам аж про 4 разных метода Мария Сергеевна у вас 20 минут уложитесь быстрее я думаю что я быстрее уложусь мы сегодня поговорим о самостоятельности точнее о некоторых методах возможных формирования самостоятельности у детей с аутизмом поскольку умение выполнять самостоятельно задания в рамках профессиональной деятельности в рамках академической деятельности в рамках навыков самообслуживания в рамках навыков досуга это в общем-то возможность которая должна быть у человека с любым нарушением с любым диагнозом и если нейротипичным людям если нам с вами не нужно очень часто никакой дополнительной визуализации для того чтобы заниматься навыками досуга или выполнять какие-то бытовые действия то когда мы начинаем с вами обучать детей с расстройством аутизмического спектра нам очень часто нужна дополнительная поддержка и очень часто она визуальная потому что чем раньше мы научим их пользоваться данными методами тем легче будет их возможность того как они будут существовать дальше в своей взрослой жизни мы сегодня сделаем акцент на навыках проведения досуга в чем сложности у детей которых мы изучаем очень большая сложность в том чтобы выделить определенное время в течение дня концепция времени тяжело формируется и собственно говоря тяжело определиться с этим временем для досуга в том числе очень тяжело без наглядной опоры вспомнить чем я могу заняться в то короткий промежуток времени который у меня есть для самостоятельной деятельности тяжело удерживать на протяжении какого-то времени определенную задачу особенно если она многокомпонентная тяжело удерживать операции внутри этой задачи и это все очень часто приводит к тому что дети отказываются от выполнения самостоятельной деятельности и не могут даже то что они умеют фактически делать самостоятельно делать во время досуга что дают нам визуальные опоры они дают нам понимание последовательности то есть я опираюсь на визуальные опоры я понимаю что зачем я должен делать они дают нам понимание окончания события что считается финалом моей работы что считается окончанием той деятельности которую я выполняю они могут нам структурировать варианты для выбора у меня есть наглядные опоры для того чтобы понять чем я в этот вечер понедельника могу заняться и они дают независимость плюс чем хороши визуальные опоры это обобщенный навык Как только мы научим ребенка пользоваться какой-либо визуальной опорой, мы можем дать ему эту визуальную опору при формировании профессиональных навыков, при выполнении домашних заданий, при выполнении бытовых навыков. То есть это обобщенный такой навык. Но есть минимальные навыки, которыми ребенок должен овладеть до того, как мы начнем его учить самостоятельности. И это, например, наличие каких-либо видов деятельности, самых простых, но которые ребенок может делать самостоятельно, без нашего вмешательства. Пускай это будет одно колечко на пирамидку, одна бусинка на шнурок. Это может быть что-то очень короткое, но это то, что он делает без наших вербальных подсказок, без наших физических подсказок, без какой-либо нашей помощи. И это сформированность визуального навыка, хотя бы одного из перечисленных. То есть это с лечения двух предметов, например, с лечения предмета и его части, с лечения двух картинок или с лечения предмета и картинки. Без этого навыка ребенок все равно будет зависимый от помощи взрослого. И толерантность к физическому контакту. Это та особенность, которая очень часто встречается у наших детей. Мы должны иметь возможность до них дотрагиваться для того, чтобы физически оказать помощь. Есть основные принципы. Это правильный подбор тех заданий и, собственно говоря, количество операций внутри, которые ребенок на данном этапе может выполнить самостоятельно. Это задания, особенно на первых порах, с очень четким окончанием, с очень четким пониманием результата. Это полное отсутствие нашей с вами речи. Это самое сложное для людей, которые привыкли много говорить и опираться на вербальные подсказки. Любая вербальная подсказка мешает самостоятельности ребенка, потому что приучает его опираться на другого человека, на взрослого. И это очень часто эксклюзивное подкрепление цепочки действий. Самостоятельность – это очень сложно. И самостоятельность, особенно на первых порах, должна подкрепляться чем-то наиболее мотивационным. В самом начале. Это могут быть очень простые задания. Все эти задания представлены, они все с явным окончанием, с явным пониманием результата. Это не значит, что мы не можем их усложнять. Мы можем брать и письменные работы, и аппликации, и все что угодно для продвижения этого навыка. И я вам расскажу про четыре способа. Их может быть очень много. Они в чем-то похожи. Первый способ – это корзинка с деталями. Основное действие, которое ребенок выполняет, он находит деталь и сличает ее с тем предметом, с тем заданием, к которому эта деталь подходит. То есть, каков алгоритм? Ребенок берет корзинку, ставит ее на стол, вынимает оттуда деталь, находит такое задание, приносит это задание, выполняет его. И дальше, в зависимости от количества этих этапов, окончание его, он берет эту пустую корзинку, отдает взрослому и получает свой приз. Основной навык, которым должен обладать ребенок здесь – это умение сличать деталь, кусочек пазла, удочку от рыбалки с тем предметом, с тем заданием, которое он выполняет. Второй способ – это визуальный список дел. Какой основной навык здесь? Основной навык – сличение картинки с картинкой. Что делает ребенок? Он снимает карточку с расписания, находит такую же картинку на коробке, берет эту коробку, несет на стол это задание и выполняет его. Заканчивается везде одинакова цепочка тем, что ребенок получает свой приз в конце выполнения этой последовательности. Третий, немножко другой вариант, когда идет сличение цифры с коробкой. Он дает нам чуть больше возможностей. Мы в эти коробки или под эти цифры, в эти конверты можем положить любое задание, которое сейчас доступно ребенку. Основное действие – это сличение цифры точно с такой же, тот же визуальный навык – картинку с картинкой или знак со знаком. Ребенок снимает цифру, вешает ее на табличку сейчас и находит такую коробку. Выполняет задание, снимает цифру, кладет ее в конверт и берет, соответственно, следующую цифру. Чуть сложнее цепочка, но чуть больше возможностей взрослого по наполнению этой системы. И четвертый вариант – это тут альбом активностей, который очень часто используется, когда основное – это сопоставление картинки с предметом или картинки с картинкой в зависимости от возможности ребенка. Когда на страницу книжки прикрепляется определенная картинка, и эту картинку ребенок сличает либо с корзинкой с такой же картинкой, либо находит такое же задание. В любом случае, вся эта цепочка подкрепляется в конце эксклюзивным подкреплением, и длина цепочки зависит от возможностей, собственно говоря, ребенка. Это не значит, что на этом можно остановиться. Это система, которая позволяет усложнять любую работу над самостоятельностью. Это может быть список заданий с возможностью вычеркивать. Это могут быть папки с нумерацией, с заданиями, которые используют дети, которые уже на более продвинутом находятся уровне. Это могут быть карточки с вариантами занятий, то есть некий список занятий, из которого я могу выбрать то, чем я буду заниматься. Это может быть доска с картинками с возможностью выбора для того, чтобы я мог определить, чем я сейчас могу заниматься. И вот эта визуализация, вот эта возможность приучения ребенка к выполнению цепочки, подкрепленной определенным визуальным рядом, она помогает ребенку подготовиться к самостоятельной жизни, потому что эту же цепочку мы можем использовать при обучении профессиональному труду. Она освобождает время опекающему взрослому, что на более поздних этапах становится очень важным, потому что если наш взрослый ребенок не может ничем заниматься самостоятельно, мы тоже с вами находимся в полной зависимости от постоянного стопроцентного его сопровождения. Это снижение стереотипий. Если ребенка нет занятий, которыми он может заниматься, у него остается только его организм, только с его возможными стереотипиями. Чем больше будет ребенок уметь самостоятельно, тем легче нам будет с этим справиться. И это повышение уровня адаптации и соответственно расширение возможностей. Потому что в какую бы среду не попал ребенок, не попал взрослый, чем более самостоятельным он будет, чем больше вещей он будет уметь сам, тем легче ему будет в этой среде находиться. Какое бы учреждение, какая бы работа его не ожидала в будущем. Это то, что я делаю. Спасибо, Мария Сергеевна. И следующий доклад продолжает эту тематику. Селезнева, Екатерина Павловна и Матвеева Софья Геннадьевна расскажут о том, как средства визуальной поддержки можно использовать в формировании игровых навыков. У вас 15 минут. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы хотели бы вам поделиться с вами нашим опытом по формированию навыков игры при помощи визуального расписания. Визуальное расписание довольно популярный метод при работе с детьми с расстройством аутистического спектра. Оно помогает снизить частоту нежелательного поведения, дать детям возможность ориентироваться во времени и деятельности и повысить уровень самостоятельности ребенка. Как вам всем известно, в норме у ребенка формируется игра стихийно, как бы сама по себе. Но этого не происходит с детьми с рас. Их игра отличается объединенным репертуаром и стереотипными действиями. У детей сразу ограниченные интересы в игре. То есть они выбирают какую-то одну игрушку и не замечают остальные. Их игра может быть стереотипна. То есть они все время строят и ломают башенку из кубиков, например. Их игра однообразна. У них есть трудности с совладением сюжетно-ролевой игрой. И тому есть несколько причин. Одна из них это то, что им очень сложно удерживать правила игры. И им очень сложно поддерживать коммуникацию с другими участниками, с партнерами по игре, с другими детьми. Доказано, что обучение детей с рас особенно эффективно в структурированной среде. И обучение игровым навыкам снижает частоту нежелательного поведения. В большинстве исследований по обучению детей навыкам игры используются комбинированные подходы. И они представлены вот на этом слайде. В своей работе мы используем ряд методов, уделяя особое внимание визуальному расписанию активности. Это вот как раз то, о чем говорил предыдущий спикер. Это визуальное расписание активности. Это серия изображений или текстовых подсказок, которые помогают ребенку следовать определенной последовательности действий. Сначала следование этому расписанию требует физической помощи со стороны инструктора. Но постепенно мы снижаем уровень подсказки. Наша конечная цель – это научить детей выполнять задания самостоятельно, без инструкции и без контроля со стороны взрослого. Вы можете посмотреть, что это соотносит с изображением. То есть ребенок открывает альбом активности, находит картинку, подходит к стенду с коробками, на которых указаны различные картинки, ищет такую же, соотносит, выполняет задания, убирает стимульный материал и возвращается к расписанию. Используя визуальное расписание, дети становятся более самостоятельными в выборе активности, могут доводить начатое дело до конца, и, что очень важно, контролировать свою работу. Визуальное расписание можно использовать не только во время занятий, но и дома, организовывая таким образом самостоятельный досуг ребенка. И это также помогает снизить нежелательное поведение дома в том числе. Понимая значимость игровой деятельности для ребенка, мы ввели индивидуальную образовательную программу двоих детей, посещающих нашу группу, совместную игровую деятельность. Наша цель была научить их усваивать последовательность игровых действий по очереди с помощью альбома активности. В игре дети должны были овладеть двумя ролями. Первая роль – это роль инициатора, и вторая роль – это роль партнера по игре. Каждая роль включала в себя определенную цепочку действий. Вы можете посмотреть, из чего эти цепочки состояли. Успешным овладением считалось выполнение более 80% на протяжении двух-трех дней. Участниками были два ребенка четырех лет с диагнозом расстройства аутического спектра, который посещали нашу группу, начиная с октября 2017 года. Первый участник – Д, 4,11 лет. У него уровень навыков по WebMap соответствует второму уровню, однако игровые и социальные навыки практически отсутствуют и на первом уровне. Диагностируются следующие барьеры – нарушение социальных навыков, обсессивно-компульсивное поведение, зависимость от подсказок, трудности в обобщениях, аутостимуляции, обсессивно-компульсивное поведение, нарушения в интервибербальном репертуаре. Второй участник – F, 4,6. Общий уровень навыков по WebMap соответствует началу третьего уровня. Освоен первый уровень по шкале социальных навыков, по шкале игровых навыков. Он находится на начальном этапе второго уровня. У него диагностируются такие барьеры, как поведенческие трудности, трудности с руководящим контролем и нарушения социальных навыков. Дети посещали нашу группу интенсивной помощи, а СЕРД, которая реализуется на базе городского психолого-педагогического центра. Это интенсивная работа. Санятия проходят 5 дней в неделю по 3 часа, так что у нас была возможность каждый день отрабатывать навыки игры с ними. Для обучения мы выиграли игру в мяч, поскольку она довольно простая и не требует никакого специфического инвентаря. Игровая деятельность включала в себя приглашение партнера по игре, простую игру с переходом хода, завершение игры словами благодарности, а также умение соблюдать очередность с помощью визуальной подсказки. И сейчас мы можем посмотреть, с чего мы начинали. Игровая деятельность с помощью визуальной подсказки. Продолжение следует... Продолжение следует... теперь давайте прокомментируем чуть-чуть то что вы увидели изначально это осталось за крадом ребенок инициатор игры должен увидеть карточку игра в своем индивидуальном расписании подойти к альбом активности раскрыть его прочитать скрипт и пригласить партнера в игру ребенок партнер должен принять это приглашение они подходят на ковер начинает игру после завершения простой игры с входа ребенок должен поблагодарить своего партнера словами спасибо за игру сами соответственно ребенок партнер по игре а убирает материал с которым они играли а ребенок который инициировал приглашение убирает альбом контроль количество ходов организуется при помощи жетонной системы вот она представлена здесь то есть один ребенок берет красный жетон и другой ребенок зелененький завершая ход ребенок снимает жетон сплошетки игровой зоны и переносит визуальный арбом альбом активности после чего вербально фиксирует переход хода твоя очередь по завершении игры ребенок инициатор убирают альбом на свое место и это то к чему мы шли дальше этому уже уменьшали поддержку я не попал я попал еще Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Применяя визуальное расписание активности, нам достаточно быстро удалось включить эту игровую деятельность в ежедневную рутину, и это нам помогло освоить еще две игры, что может свидетельствовать о генерализации этого навыка. На момент завершения работы большинство игровых действий уже осуществлялось с детьми самостоятельно. Инструктор выступал только в качестве наблюдателя, имея возможность оказать помощь, в частности по удержанию внимания на игровой ситуации, особенно помогая ребенку F. А ребенок D, несмотря на аутостимуляцию и зависимости от подсказок, он смог освоить последовательность игровых действий, удерживать самостоятельное внимание и взаимодействие с партнером по игре. У ребенка F также расширился репертуар коммуникативных навыков. Таким образом, визуальное расписание активности может стать отличным инструментом для успешного и легкого освоения игровых навыков. Спасибо большое за ваш доклад. Следующий доклад Князева Елена Викторовна и Лисицын Владислав Александрович, специалисты городского психолого-педагогического центра Департамента образования города Москвы о двустороннем внимании и его формировании. Как-то надо по-другому доставить, чтобы там внизу, знаете, как режим просмотра, когда ставят, то есть у нас слайдик и текст там. Заметки? Угу. Заметки заполучатся, наверное. Плохо. Ужасно. Давайте. Немножко сейчас. Давайте. Я думаю, это не прилично. Хорошо. Дорогие друзья, коллеги, здравствуйте. Рады вас всех видеть. Вот, сегодня поговорим с вами о таком, как вот у нас озвучена и показана презентация, о двустороннем внимании. Двустороннее внимание является очень важным процессом, вот, в том, чтобы обучать детей сразу непосредственно каким-то навыкам и вообще, ну, как бы, ориентации на взрослого. Ну, в этом плане хочется какой-то привести простой пример, ну, вот, понятный, но мы чуть дальше с вами их рассмотрим. Вот. Говоря про совместное внимание, ну, то есть это очень просто, как вы можете прочесть на слайде, умение смотреть туда, куда смотрит кто-то еще. Вот. А дети с раз не умеют и не обладают этим навыком и качеством. То есть, если взять ребенка в норме, то он к девяти месяцам формирует этот навык и не только этот навык. Вот. У него там переходит на трехстороннее внимание. Вот. И этот навык вообще очень важен для того, чтобы чему-то научиться. Если я не понимаю или не смотрю туда, куда смотрит кто-то или что-то делает, то вряд ли я смогу запомнить, например, как это называется или что мне необходимо сделать. Ну, если говорить очень просто, если я не буду обращать внимание на то, что мне показывают, например, не знаю, картинку с котенком и говорят, это котенок, а я на эту картинку не смотрю, то вряд ли я смогу узнать, кто такой котенок или вообще что это значит. Вот. Поэтому базово очень важно начинать именно с того, чтобы мы с вами научились и научили ребят, собственно, как раз возможности этому навыку научиться. Вот. Есть разные уровни. Мы сегодня с вами захватим вот второй уровень. Вот, собственно, двухстороннее внимание. Вот, про трехстороннее внимание мы говорить не будем, но вы можете ознакомиться с тем, что это такое. Вот. Почему это так важно вообще для навыка обучения, вот, совместное внимание при работе с детьми сразу? Ну, потому что очень многие задачи и задания, которые мы перед ними будем ставить, да, там, работая в кабинке и не только, будут связаны с тем, что им необходимо будет смотреть о том, что же выполняет или про что же говорит взрослый, или вообще смотреть на этого взрослого. Вот. Как я уже сказал о том, что для того, чтобы произвести любое действие, даже, не знаю, простейшую имитацию, и помахать вам рукой, сказать там привет, вот, у тех, кто это может сделать, вот, необходимо, ну, сориентироваться, что кто-то тебе этой рукой вообще машет в ответ. Вот. И если я не, ну, не буду обладать этим навыком, то мой процесс обучения будет достаточно долгий, трудный и не всегда выполнимый. Вот. Ну, мы уже немножко про это проговорили, да, собственно, вообще для чего, да, зачем нужен этот навык, ну, на что он влияет, и с помощью, что с помощью него развивается. Ну, также стоит отметить, да, что, казалось бы, такой простейший навык, который нам всем с вами доступен, мы все там с детства там ими пользуемся, насколько он влияет на формирование других важных очень аспектов в нашей жизнедеятельности. Да, это можно говорить, что при наличии, да, совместного внимания у нас с вами развивается язык, эмоциональное реагирование про то, как мы вообще там воспринимаем, да, когда мы должны радоваться, а когда мы должны плакать. Вот. Именно там, именно поэтому, ну, данный аспект является одним, на наш взгляд, одним из важнейших, которые необходимо учитывать вообще при начале работе с ребенком, и то, на что стоит обращать внимание, и то, на что стоит тратить время. Вот. Чем лучше мы научим его ориентироваться, смотреть на нас, смотреть на другие объекты, тем проще нам будет в дальнейшем с ним что-то, ну, чем-то заниматься и переходить на следующие этапы развития. Вот. Про какую мы деятельность бы с вами не говорили. Ну, мы тут вкратце, если сказать, там вот изображен рисуночек, там очень хорошо показано про то, когда человек смотрит на лицо, там вот красными линиями отмечены, и куда примерно смотрит человек с, ребенок с раз. То есть, по сути, да, как мы с вами видим, они в меньшей степени смотрят туда, куда мы привыкли. Мы смотрим на глаза, да, на лоб, ну, то есть на мимику и выражение. Однако хочется подчеркнуть еще также, что там вот, где женщина изображена, где полосочка сбоку, если он смотрит туда, это не значит, что он не видит всего остального. И вообще, в целом, неплохо, что он смотрит примерно в область лица. Это тоже, ну, достаточно важно учитывать. Что необязательно это совместное внимание должно быть связано только с тем, что нам смотрят прямо глаза в глаза или не посмотреть на лицо. Это может быть область, находящаяся рядом. Но это тоже важно, потому что ребенок все равно увидит и считает, что происходит. Вот. Ну, и хочется сказать о том, что если, например, у ребенка есть сложности с совместным вниманием в младшем возрасте, вот, то само собой у ребенка раз это не исправится и не выровняется, и поэтому, если это отсутствовало в начальном этапе, то при дальнейшем и переходе в последующие этапы развития, скорее всего, это будет, ну, вызывать, наоборот, сложности с его дальнейшим развитием, как мы уже говорили, с речевым, с языковым восприятием, вот, вообще с ориентацией понимания и называния объектов и происходящего. Вот, куда говорить про, не говоря уже об эмоциональных и прочих сферах. Считается, если говорить про то, с помощью чего можно этот навык сформировать, считается, что самым валидным, вот, в этом плане является прикладной анализ поведения, вот, и действует следующая формула. Вот, мы сейчас вам обязательно на видео в дальнейшем рассмотрим непосредственно, но если эта формула выглядит примерно так, о том, что у нас есть какое-то событие, потом у нас следует какое-то поведение и наступает какое-то последствие. Вот, если говорить просто, то наша задача, ну, создать условия таким образом, чтобы ребенок что-то хотел и понимал, что он может это получить только в той ситуации, когда обратит внимание на взрослого или на тот объект, который он хочет. И, собственно, сами последствия – это что-то приятное, что он получает в конце. Это может быть что-то искусственно созданное вами, может быть, ну, все что угодно. Важно, что это поощрение, оно наступает. Вот, если говорить, ну, проще, то там последствия как поощрение, то есть что он получает за то, что он это сделал. Понятно, что там считается, что, собственно, совместное внимание такое, как бы, относится к психическим навыкам. Мы не можем говорить о том, что мы развиваем, да, этот психический навык в случае данной работы, вот, но мы точно можем говорить о том, что мы поведенчески закрепляем такое, собственно, видение и такое наблюдение. Ну, вот такой сложный, сложный пример, вот, с котенком, вот, собственно, там написано, какое мотивационное условие присутствует. Ну, вы можете, наверное, на слайде сейчас с этим ознакомиться. Вот, это такой более расписанный вариант. Ну, если говорить вкратце, мы сейчас на видео с вами чуть в дальнейшем рассмотрим непосредственно данную схему, вот, более понятно, конкретно и подробно. Надеемся, что все будет понятно, ну, и мы будем готовы еще проговорить и обсудить, вот, почему так или так. Вот, если говорить про этапы, да, то, собственно, наша цель – это научить, да, направлять детей на лицо взрослого. В дальнейшем это не только направлять нас смотреть на взрослого или собеседника, это возможность посмотреть на собеседника или взрослого и на тот предмет, который мы хотим. В целом у нас с вами этот навык выведен до автоматизма, и мы на это не обращаем внимания. Вот, у них, собственно, вот наша задача – вывести этот навык, их на такой же уровень автоматический, чтобы они могли сигнализировать о том, что бы им хотелось, вот, к чему бы, ну, как бы обратить внимание взрослого на то, что они сейчас хотели бы, не знаю, там, получить или во что поиграть или что им сейчас необходимо. Вот. Ну, действительно, вот там вот так он показывает, прям смотри в глаза. Вот это, ну, такой достаточно важный фактор. Но, как мы уже говорили в начале о том, что мы с вами в голове помним, что важно, чтобы он смотрел в область лица, не обязательно, что прям непосредственный контакт в глаза, в глаза. Ну, этого требовать, наверное, немножко. Владислав, у вас осталось 6 минут. Чудесно, мы успеваем, мы даже оставим кучу времени. Вот. Так, ну, давайте двигаться непосредственно тогда на примерах рассмотрим. Здесь, собственно, развитие этого внимания происходит через, собственно, возобновление и прекращение какой-то приятной активности для ребенка. У разных детей эта активность может быть разная. Здесь вот мы покажем несколько вариантов. Здесь это реализуется за столом. Многие вещи можно находить на ковре. То есть, в целом, для развития и тренировки данного навыка не требуется непосредственно каких-то специализированного там пространства и помещения. Это можно реализовывать практически в любой ситуации. Важно понаблюдать за ребенком, важно включаться в какие-то аспекты. Если мы видим деятельность какая-то, которая ему нравится, не знаю, там, шарики, вот там, ставишь шарик, бьешь по нему, он катится. Если ему это, например, нравится, то этот элемент сразу можно использовать для тренировки совместного внимания. Ну, сейчас мы видео посмотрим, и можно будет. Хочешь еще? Да! Ты посмотрела, отлично! Зажигаем. Раз, два, три. Задумаем! У-у-у! Отлично задуть! Хочешь еще? У-у-у! Можно с пузыром спадать сейчас. Ну, как вы видели, да, там происходил достаточно простой процесс. Педагог поджигает свечку, пытается ее задуть, но он ее не задувает до того момента, пока ребенок непосредственно не посмотрит на педагога и не начнет задувать, да, в данном случае свечку вместе с ним. Вот. Я просто не знаю, насколько хорошо это видно на видео, но там, собственно, непосредственно перед тем, как происходит какое-то действие, да, происходит непосредственно зрительный контакт между ребенком и педагогом. Ну и, собственно, это нравится, вот, у него спрашивают еще, там, хочет ли он еще, вот, и там, если ему это нравится, да, можно продолжить, собственно, играть. Здесь мы покажем видео, на котором искусственно сужается поле обзора ребенка для того, чтобы ему было легче сориентироваться, куда надо смотреть. Уважаемые коллеги, мы вас попросим не снимать это видео, потому что мы не можем вам показывать, да, мы можем вам показывать, но мы не знаем, куда это может дальше пойти, поэтому просьба не снимать. Все остальную презентацию готовы предоставить. Алиса? Здесь еще есть вариант. И есть еще примерно тот же вариант, когда сужается поле зрения. Ку-ку. Мы сейчас, да, покажем, что это такое, на следующем видео есть как раз, это вот такой цилиндр мягкий, да, с помощью которого внимание ребенка можно привлекать и сфокусировать. Привет! 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 Тормозит видосик там. Привет! Ну, я вижу, что там тормозит видео, он потом повторно просит еще раз посмотреть, потому что ему нравится, он хочет тоже посмотреть. Это банальный цилиндр, вот, смотрим с одной стороны, с другой стороны, вот, ему нравится, пользуемся, зовем, подходит, смотрит, при этом здесь есть очень хороший акцент сразу на указан в область лица, собственно, куда и надо смотреть. И, если говорить там про, ну, какой-то, про еще варианты, как это можно делать, это можно реализовывать на полу в любой игровой деятельности, когда ребенку есть, ну, как я уже говорил, да, про объект, как этим можно пользоваться. Ну, сейчас. Супер! Отлично! Ну, то есть, все было очень просто, да, мне кажется, понятно, ну, тут даже не замедлено о том, что ему запустили машинки, он хочет запустить еще, я, ну, просто банально, объект подносится в данный момент в ту область, куда ему теоретически надо посмотреть. То есть, например, там, в данном случае к лицу, но мы дальше, там уже просто у нас была дальнейшая задача развивать все-таки на следующие этапы, переходить, поэтому еще возможность посмотреть вбок на тот объект, который я хочу, чтобы взрослый мог понять, например, что я его хочу. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . . . Спасибо. . 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 В познавательной деятельности. происходит происходит обсуждение и анализ полученных результатов, самооценка процесса проектной деятельности и презентации продуктов. Далее планируются дальнейшие перспективы проекта, что позволяет связывать полученные знания в единую целую картину. В данном виде деятельности мы уже говорили, что это совместный вид деятельности ребенка и учителя, а в дальнейшем в перспективе это, конечно же, доля роста самостоятельности в исследовании должна увеличиться. . Также следует отметить структурированность, четкую последовательность, некую условную предсказуемость процесса, присущий проектной деятельности. Данные характеристики прекрасно укладываются в особенности обучающейся данной категории. Для ребенка сразу, прежде всего, значима определенность, а четкая и подробная разработанная последовательность действий позволяет осознать порядок происходящего. Организация времени также играет нам на руку, потому что мы более гибко и вариативно можем ее изменять. Мы знаем, что детей сразу торопить нельзя, а отдавая более длительное время изменения пространства, мы тем самым помогаем ребенку. Данный вид деятельности позволяет также решать вопросы социализации детей сразу, так как опосредованно создается положительное впечатление ребенка у одноклассников, а других педагогов, сотрудников образовательного учреждения. Тем самым формируется ситуация принятия необычного ученика, что, несомненно, влияет на создание необходимой доброжелательной атмосферы. Дальше я хочу проиллюстрировать все вышесказанное небольшими видеофрагментами, на которых вы видите детей, которые презентуют свои проекты. На первом видеофрагменте вы видите ребенка, первый класс, расстройство очистки спектра. Тема его проекта, его работы, паттерн и порядок в природе, очень символичная, я считаю. И посмотрите, как он презентует свою работу, это видно, у него еще нет опыта публичного выступления. Наша тема «Паттерн и порядок в природе». Вот такие небольшие кусочки будем смотреть, я буду комментировать. Работа была проведена большая, ребенок очень увлекается компьютерами, поиском информации, именно картинки, это как раз паттерны, это образы и схемы в природе, волны, спирали. Это очень интересно, это его увлекает. Он хорошо поработал, но представить тяжело, потому что он отвлекается, он не может регулировать силу голоса. Следующий фрагмент, я уже говорила, что для данного вида деятельности необходимо наличие интеллектуальных возможностей, чтобы они смогли эту исследовательскую работу сделать. Но один из вариантов для детей с РАС проводить и вовлекать их участие в конференциях научно-практического характера. Вот именно научно-практическая конференция была проведена в нашей школе, и ребенок тоже выступил на ней. Тема традиционный напиток, русский напиток квас. Еще хочу отметить ту особенность, что детей, которых я беру, чтобы подготовить для данной вида деятельности, для учебно-исследовательской, у них отмечается наличие хорошей памяти. Это, конечно же, большой плюс, они уже действительно могут все потом это изложить последовательно. Нет, нет, сейчас. Ребенок обликается на презентацию, видите. Традиционный русский напиток квас. Ну, речь, конечно же, видите, смазанная, но жюри понимает, очень лояльно относится к поступлению данного ребенка. Нам жюри потом в конце сказала, что еще бы хорошо бы квас попробовать, тогда вы действительно заняли его первое место. Ребенок показал варианты изготовления кваса, это было несколько даны рецепты, и работа была очень хорошая. И еще третий видеофрагмент. Девочка – это наша гордость. С ней мы работаем уже четвертый год. Здесь действительно опыт хороший, в том плане, что мы назаочно заняли по России второе место с темой «Секреты корня, таинственный корень». Это морфология, это словообразование. Работа действительно очень интересная. В городе в этом году девочка заняла первое место. Стихотворение Юлиана Кубима «Сомички-коречки». Мальчику ей же пришли без слова «Апельсин, сосна, колечко». Мальчик написал их так. Этим он очень огнею слова. Огнею. Огнею. Да. Да. Ну, вы знаете, что морфология, словообразование, морфемика – это, прежде всего, грамотное письмо, это грамотный человек. И моя мечта – вырастить научного деятеля, так сказать, нашу «Темпл Грандин», которая будет что-то делать действительно вот такое большое в области науки в нашей стране. И вот на этом, наверное, стоит закончить. Спасибо всем. Успехов. Спасибо. Мы переходим к интересной теме – формирование речи у неговорящих детей сразу посредством использования IT-технологий. И с докладом выступает Кириллов Андрей Викторович. Здравствуйте. В качестве наживки я сейчас покажу вам небольшой ролик. Вилка, 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 Вилка. Моя тема – формирование речи у неговорящих детей сразу посредством IT-технологий. Значит, часто многими специалистами используются именно при формировании речи разные методики, программы, традиционные… А, сейчас, да. И отмечается большое количество сложностей при этом, потому что программы во многом не настроены на именно детей-аутистов, а они являются традиционными для обыкновенных детей, либо детей с задержкой психического развития. И в таком случае, значит, с хорошим подспорьем является использование такими детьми, педагогами, специалистами новых компьютерных технологий, программ, новых средств связи и коммуникации. Уже, например, вошло в практику использования мобильных приложений по альтернативной коммуникации, ПЕКС. Вот, они достаточно широко предложены в интернете, ими легко пользоваться. Но, к сожалению, детям раз многим, детям-аутистам необходима мотивация, желание коммуникации, и что у них зачастую отсутствует. Просто этого нет. Поэтому формирование речи затрудняется. Я сегодня представляю вам собственную разработку, методику оригинальную, в которой применяются эти технологии. современные компьютерные, это методика коллекционной работы по формированию, развитию коммуникативных навыков и речи, диалог плюс. Эта методика создавалась, исходя из обращений родителей детей с РАС, была опробирована и использовалась на протяжении ряда лет в ЦПМСС «Феникс» на базе 6-й психиатрической больницы и Центра коррекции и развития речи «Говоряшки». Изначально целью ставилось общее развитие коммуникативной сферы, дававшее возможность ребенку преодолеть трудности общения в ограниченном социуме, создать предпосылки для возникновения у этих детей речи и основываться на традиционных методиках. Например, методика Нуривой или Кирилловой. Методика Нуривой или Кирилловой, то есть традиционные методики по развитию речи, а не по формированию ее. Дети, имеющие полевое поведение, имели сложности во внимании, подражая имитации с трудом шли на контакт и не имели заинтересованности в общении с людьми. Так происходило до тех пор, пока не пришла идея использовать в работе куклу. Вы посмотрели в начале ролик. Это как раз та кукла, которая является в этой программе одним из активным участников. Кукла Розина. Дети раз обычно затрудняются в контакте с живыми, обыкновенными людьми и спокойно относятся к неживыми предметами. Кукла как раз представляет собой неживый объект с возможностью коммуницировать. Было решено использовать куклу, не простую, а обыкновенную. Не обыкновенную, а наполненную всякими электрическими и электронными штучками, камерой, спикерфоном. И кукла стала видящей и говорящей. Ассистент, озвучивающий куклу в режиме онлайн, в отдалении наблюдает за всем, что происходит на занятии и своевременно реагирует на поведение ребенка. Эта интерактивная кукла является не только сопровождающим ребенка объектом, но и активным собеседником и соведущим коррекционного педагога. Она как бы связующий фактор заинтересованности в общении, активный участник коррекционного развивающего процесса. По результатам работы, в которой участвовали примерно 70 детей, наблюдалась положительная динамика. 67% детей безречевых начали разговаривать, не просто вокализировать какие-то звуки отдельно издавать, а именно произвольно начали использовать речь. И у 73% детей с задержкой речевого развития произошло выравнивание до уровня нормы, что является очень хорошим положительным моментом и дает положительную перспективу на широкое использование этой методики другими центрами и специалистами. В ближайшее время методика будет развиваться. В данном случае она ориентируется на использование 2D-роликов и непосредственно интерактивной куклы. Но в дальнейшем, надеемся, она разовьется, что будет из 2D изображение, она станет 3D, то есть более объемной и подвижной. И мимико-артикуляция станет более естественной и правдоподобной для детей, для обучения, что очень важно. И будет возможность создания специального обучающего, специального программного обеспечения, в котором будет возможен удаленное. На протяжении нескольких лет, я говорил, было 70 детей. Каких? Раз или раз? Значит, было использовано именно дети с раз. Вы знаете, что дети Паникольской, допустим, есть квалификация такая, да? Что есть первая группа, вторая, третья группа психического дезинтогенеза. Участвовали дети с первой и по третью группу дезинтогенеза. В том числе дети полностью неговорящие и дети говорящие. От 3 до 7 лет. Было как бы две группы сделано. Первая группа полностью неговорящие дети. Вторую, дети с расстройством аутического инспектора, которые умели уже немножко говорить, сдавать буки. Но этого было явно недостаточно. Они не могли общаться, коммуницировать. Есть такие дети, у которых только эхо-лалии, допустим, либо которые могут как магнитофон повторять какие-то мелодии. И это будет бесконечно. В общем, в результате использования этой куклы, непосредственно общения и с ней, и показа этих роликов, которые вы видели, по формированию слоговой структуры речи, которые основываются в основном на классическом подходе по формированию слоговой структуры, вот, эти дети дали положительную динамику. Пять минут осталось. А если вы что-то спрашиваете, вас не будет слышно на трансляции. Мы договорились, что если у вас есть вопросы, вы задаете их в микрофон. У нас осталось пять минут, поэтому, так как мы все-таки не объявляли пока вопросы, у меня вопрос к докладчику, сколько у вас осталось материалов. Да немножко, осталось совсем немного. Предлагаю, немножко не прерывать сейчас. Также я говорю о своей методике. Помимо этого, есть масса в мире тоже различных методик, которые используют IP-технологии, но, к сожалению, они не ориентированы все на формирование речи. Есть, например, вот, как я говорил уже, приложение для карточек PECS, очень удобное и очень хорошее. Есть еще, значит, вот, сейчас вы были, может быть, на этаже ниже, где демонстрировался робот. И такой же опыт есть у, значит, исследователей из Германии, международных ученых. Вот, создала такого робота, который именно работает с этими детьми. Значит, робот Sword Banks Robot Now. Вот, и детям в результате этой терапии с этим роботом удается концентрировать внимание, обучиться, пользоваться элементарными эмоциями, преодолеть страхи и коммуникации и терапевтам, и роботам. Вот, также есть работа в нашей стране, в Нижнем Новгороде, где используются VR-технологии, где используются VR-очки, то есть виртуальная реальность. И, значит, помимо этого, подобное существует в Владивостоке, где молодая команда специалистов тоже использует виртуальную реальность для обучения детей, создания виртуальной реальности с социальными какими-то бытовыми, социально-бытовыми сценками, ну, для обучения детей. Это тоже очень интересно, если будут у вас вопросы какие-то, я могу вам скинуть ссылки по этим методикам и работам. Вот. У меня есть команда для дальнейшего продвижения моего проекта, чтобы сделать его более, как бы, продвинутым, интересным. И вот она представлена здесь. Некоторые здесь присутствуют. Значит, и под конец я покажу еще один ролик, который как раз говорит о том, что не только формирование слоговой структуры речи, не только речью мы занимаемся, но и вообще социально-бытовыми сценками. Это кукла... Так. Как можно выйти из этого? Экс, да? А, все. Так, сейчас. Все, это происходит на... Мама! В центре Феникса. Вон звонит. Подойди. Не можешь? Ладно, я сама. Алло. Кто говорит? Кто это? А-а-а! Здравствуй! А это я, Родина. Слушаем внимательно. Так, что передать маме? Хорошо. Я все передам. Ну ладно, до свидания. Детям подобные ролики очень нравятся. Некоторые и взрослые аутисты, даже 17 лет, 15-17 лет и выше, смотрят и просят повторить эти ролики раз за разом. И потом пытаются это применить и в жизни. Так сказали их родители. Андрей Викторович, можно один вопрос? Вы учите ребенка имитировать за куклой и общаться с куклой. Мы знаем, что одной из самых больших проблем у детей с аутизмом, у взрослых с аутизмом, является обобщение навыка и перенос этого навыка в другую область. То есть, научившись автоматически с куклой, ребенок вряд ли перенесет этот навык на общение, например, с людьми. Поэтому, какая у нас все-таки цель? Настя, конечно, у меня цель... Извините, Анастасия. Я вас знаю очень давно. Конечно, стоит такой вопрос о переносе. Но дело в том, что у меня же существует как индивидуальная форма работы, так и групповая. В групповой форме используется это интерактивное кукло и еще несколько детей и взрослых. И это все приносится в такие... Как бы программы построены таким образом, что там существуют определенные обучающие сценки, где можно пойти в магазин, или, допустим, как нужно себя вести в школе, как нужно себя вести, допустим, в парикмахерской, что нужно сделать утром, когда встал. То есть, расписание дня там тоже репетируется. И это все, конечно, так как это все еще делается для... Хорошо, я поняла, у вас это заношено, да. Это все, и могут повторяться эти вещи и дома. Все. Хорошо, спасибо вам за ответ. Если у вас есть вопросы к докладчику, я думаю, что вы можете задать их в перерыве или по почте, которая была. И мы переходим к последнему докладу. Спасибо большое. Гусева Евгения Олеговна и Васильева Фитлана Александровна расскажут о своем очень интересном опыте по разработке индивидуальных образовательных маршрутов. Почему-то материалы, я тут смотрю, да. Индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с аутизмом на основании мониторинга динамики его индивидуальных достижений, что является достаточно интересным и новым опытом. Давай, ты начнешь, мы, наверное, поучим. У вас по программе 10 минут. Если вы сможете уложиться, то всем вам буду очень благодарны. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тему мы сразу пролистнули, потому что это называется формулировали-формулировали и выформулировали. На самом деле мы хотим рассказать, это такая проба ПИРА. Мы выходим с этим первый раз на большую аудиторию, потому что 4 года нашей работы с детьми с расстройством аутистического спектра привели к тому, что у нас образовался некоторый достаточно понятный и удобный диагностический инструмент, который позволяет оценить возможности ребенка и его достижения в результате наших общих коррекционных усилий. У нас в дошкольном отделении, вот в 7-м, да, здесь нет количества детей с расстройством аутистического спектра, вот из этих 18, это 10 инвалиды, детки с расстройством аутистического спектра. И дети, которые пришли абсолютно с разными стартами возможностей к нам, мы не смотрели на их возможности, когда брали маленьких там трехлетних неговорящих детей, да, в нашу образовательную организацию. И все вопросы, возникающие за эти 4 года, мы решали по ходу, да. В результате, естественно, мы искали методики, которые бы, нам помогли оценить наши результаты, оценить коррекционную программу, работает ли она, да, ответить на вопрос, в конце концов, наших руководителей, которые, ну, сделали такое хорошее дело, позволив нам и создав условия для того, чтобы специалисты работали именно с этой категорией детей, да, объяснить, почему у нас пустая речевая карта у ребенка, да, почему мы не завели эту речь, а что мы тогда делали, да. И в результате мы учились, кроме традиционных методик мы знакомы, с ВИБИ-ВЭП, и действительно нам очень нравится эта методика, да, но она сложная оказалась в обработке для специалистов, да, для людей обученных прекрасно, но вот для непосвященного человека выглядела она достаточно сложной. Либо мы обращались к методикам, а они оказывались привязанными к возрасту ребенка, например, да, что абсолютно недопустимо с ребенком с расстройством аутистического спектра, потому что неправильно связывать его с, его, сравнивать его с его ровесником в определенный период жизни, там, в 3 года, в 4, в 5, да, надо оценивать его индивидуальные достижения. Порой нам не хватало параметров, мы берем стимульный материал, да, а там такие семимильные шаги по трехбалльной системе, высокий, средний, низкий уровень, да, мы на низком уровне все время. Поэтому мы делили каждый параметр на много маленьких, да, чтобы у нас было много шажочков, которые покажут продвижение этого ребенка. Задача стояла еще и такая, чтобы этот инструмент помог людям сформулировать задачи в индивидуальный маршрут, потому что мы говорим, есть дефициты, есть ресурсы, надо поставить задачу ее прописать. Специалисты обращаются, говорят, где нам взять формулировки. Вот мы постарались сформулировать, так, но это действительно проблема, особенно если молодой специалист только вышел из вуза, да, и надо как-то подбирать эти слова, чтобы все это прописывать. И дети ведь сразу, мы знаем, очень разные, если они в спектре, да. Поэтому вот мы постарались все это вложить, работали командой специалистов, ну, вот основной помощник, вот я как координатор по инклюзии за это отвечала, да, и основной мой помощник, педагог-психолог Гусева Евгения Олеговна, которая проделала вообще огромную работу, выложив все это в Excel, у нас все считается, она сейчас очень хорошо про это расскажет. Ну, про ключевые особенности, на которых мы выстраивали мониторинг. Я думаю, уже прочитали основные, да, Светлана Александровна сказала про большую часть. Основными его вот такими особенностями является непривязка к возрасту и такое фактически поэлементное, пошаговое критерии, да, разработанное. И важно еще понимать, что поскольку у нас в саду только половина, да, из контингента наших деток, это детки с РАС, у нас есть и другие категории детей с ОВЗ, задача наша была разработать, то есть у нас был такой запрос от администрации показать в единой схеме продвижение всех детей, да, и эффективность нашей работы. Поэтому у нас разработано это на, в принципе, на для детей с ОВЗ. Естественно, основной окон мы делаем для детей с РАС, поскольку это одна из самых сложных категорий для работы. Мы в своем вот этом мониторинге индивидуальных достижений разделили все шкалы на три таких больших блока, социально-коммуникативные, социально-бытовые и коммуникативные навыки, общее представление, познавательные процессы. В каждый из этих блоков входит несколько шкал, и каждая шкала делится еще на отдельные параметры, да, например, вот в бытовых навыках у нас там одевание-раздевание, туалет, прием пищи, все расписано отдельно по параметрам. Самым сложным для нас, вот для этого мониторинга, явилась именно речь, поскольку у детей с РАС, да, у детей с задержками развития, это самый такой проблемный момент, и в нашей коррекционной работе его сложнее всего вот как-то показать, что да, мы продвигаемся, несмотря на то, что у нас звуки все еще не стоят, которые необходимы, да. Помимо того, что у нас в самом блоке, в самой шкале речи есть несколько параметров, самый большой, у нас в других каких-то параметрах, да, в том числе в коммуникативных, в поведениях слушателей у нас есть отдельные параметры, которые также позволяют проследить вот это вот развитие речи, да, такие вот как вербальный контакт, общение с просьбой, понимание обращенной речи, далеко не все вот эти параметры, они входят именно в речь, как в познавательное развитие, да, они у нас в основном в коммуникативном находятся. Ну и для примера мы вам покажем описание одного параметра, входящего в шкалу, в блок социально-бытовых навыков, одевание-раздевание, да, самое первое, ребенок пришел к нам в детский сад, и самое первое, что он делает, раздевается. Вот мы сами, наши воспитатели, наши тьютеры могут посмотреть, да, раздевается, одевается он самостоятельно, или ему нужна какая-то помощь, и в каком размере она нужна. Мы постарались, изначально у нас было прописано всего на 4 вот этих вот оценочки, да, от 0 до 3, и вот за год работаем, первый год. Мы поняли, что нам этого недостаточно, мы стали мониторинг переделывать, мы его до сих пор, да, доделываем, что-то дописываем, что-то исправляем. Вот таким образом у нас выглядит наша основная табличка, в которой мы прям ручкой прописываем, да, мы сделали ее сознательно на 3 года, с двумя, преследуя 2 цели, чтобы было нагляднее видны результаты, ну и в целях экономия бумаги, поскольку это дело такое затратное тоже. И вот таким образом у нас выглядит финальный, вот в конце года, да, у нас получается в Excel обрабатывается большая таблица по всем шкалам, по всем параметрам, с процентным, то есть процент не от общих, да, каких-то чисел больших, а именно от максимального значения по данному параметру высчитывается процент. И автоматически у нас выстраиваются диаграммы на учебный год, да, то есть уровень, что у нас ребенок в начале года, в конце года, в середине года, то есть какого уровня он у нас мог добиться. Вот, например, ну и, собственно, вот дальше по этому, ну это у нас, во-первых, очень хороший наглядный отчет для нашего руководства, как по каждому ребенку, так и потом по всем детям вместе в одной сводной диаграмме. И вот именно по вот этим диаграммам нам проще выстраивать индивидуальный образовательный маршрут, то есть нам здесь уже как вебимэп по столбикам видно, да, какие области развиваются быстрее, какие области развиваются медленнее, и мы это записываем в ресурсы, в дефицит в образовательном маршруте и простраиваем стратегию. Дальше на небольшом примере, да, на одном конкретно мальчике из нашего детского сада, вот у нас с вами по столбикам видно, что динамика есть, но она очень небольшая, поэтому точно так же, да, в дефицит развития мы пишем, что у нас низкие темпы прироста навыков, в принципе, всех, да, начиная с бытовых, заканчивая более познавательными, коммуникативными, более сложными. И поскольку, да, темпы низкие, мы и в задаче на год ставим очень маленькие, и в зависимости от того, что именно у нас там, какие столбики ниже, мы прописываем задачу по... Вот самое, да, самое простое, на том примере, который уже есть, на одевании. Конкретно вот этот мальчик на данном этапе у нас сейчас одевается по циферке 1, грубо говоря, да, то есть он может одеваться, не может целиком одеваться самостоятельно, он может следить по визуальному расписанию и какие-то элементы одежды сам на себя потихонечку натягивать, да. И в целе, ну это, естественно, не к психологу будет, а к воспитателю, мы ему целью на год ставим в достижение пункта 2, то есть чтобы он... Это большое достоинство, что воспитатель может взять и из шкалы какие-то используют, потому что у них больше всего вопросов, насколько они должны быть включены в индивидуальный образовательный маршрут. Да, то есть мы прописываем для воспитателей уже конкретные цели, а не просто какими-то общими фразами. Вот. И точно так же для логопеда, да, то есть самая сложная логопедическая работа, мы ее выстраиваем тоже по маленьким-маленьким шажочкам, ставя прям вот малюсенькие цели, да. И в конце года у нас вот видно продвижение детей, мы можем, да, понять, на каком этапе работы у нас ребенок простроить. И, значит, составляя вот отдельные показатели именно социализации, да, в первую очередь то, что нас волнует, когда мы говорим о детях сразу, включенность в продолжительность занятия и включенность в групповые мероприятия, в праздники, да, то есть мы стараемся, это тоже у нас заложено вот в этот мониторинг. И вот таким образом выглядит финальная сводная, это вот конец прошлого года был, то есть нашему руководству сразу понятно становится, что мы не просто играли на ковре с детьми, да, не просто... ...педагогам, родителям, да, и главное нам самим, на самом деле. Вот, это да. Ну, вы понимаете, этот вопрос, наверное, болезненный для педагогов, потому что когда действительно он возникает все время, у школьных учителей они говорят, вы таких тяжелых взяли, они куда пойдут дальше, вы чему их научите? Поэтому мы все время на этот вопрос действительно отвечаем, вот Евгения Олеговна его, наверное, задали в последнее время несколько раз, и она ответила уже и вам заодно. Таким образом выглядит. А можно... Спасибо. Один вопрос, вы планируете печатать? Да, мы планируем, мы сейчас просто смотрим, как я... Вот мы его сейчас заявили на конференции, посмотрим, может быть, это будет статья в журнал, а дальше посмотрим, либо через вебинары, может быть, сделать, его раздавать, либо опубликовать каким-то образом. Мы сейчас дорабатываем, потому что уже общались со специалистами, нам дали рекомендации по шкалам, как их сгруппировать, чтобы не путать, да, познавательные процессы, навыки и так далее. Вот мы сейчас это все как следует разберем и отправим его к публикации. Спасибо всем. У вас больше вопросов, чем, например, вебимапе или нет? Ну, не на вопросах, а вот пунктах. Наверное, вебимап, конечно, более структурирован, потому что там действительно работает, ну, это другой подход, да, и у них в это другие финансовые вложения, другие руки, да. Нет, вот финансовое вложение или подход, потому что у вас там тоже микс. Я увидела поведение слушателя, например, это вообще-то терминный подход. Ну, понятно. Ну, это то, без чего мы не смогли обойтись. Почему это понимание речи? Понимание речи. Если переводить, просто чем он плох? Он недоступен, он дорог, вебимап, я имею в виду. Да. Почему, зачем нужно велосипед? Чем плох вебимап? Чем это лучше, ваше, да. Дело в том, что с вебимапом может работать только человек, который обучался работать с вебимапом. Когда мы предлагаем вот эту книгу человеку, который не работал, да, он, конечно, в терминологии путается максимально. У нас, по крайней мере, вот это поведение слушателя, оно прописано по параметрам, он понятней. Действительно, у нас понятней для непрофессионала получился. Короче, адаптирован просто для человека, конечно. Да, но это не вебимап. Потом мы его делали в условиях дошкольного образовательного учреждения российского и учли наши, в общем-то, реалии, да, и то, что будет актуально для дошкольника здесь и сейчас. Именно в плане его социализации в группу обычного детского сада, да. Спасибо. Мы заканчиваем. Спасибо, что вы выбрали сегодня эту секцию, были здесь. Значит, я еще раз напоминаю, что на третьем этаже находятся листки записи на завтрашней секции. Успейте записаться. У нас часовой обеденный перерыв и потом вторая часть. У нас есть эксперты, которые заняты, и мы спрашивали в вашей эксперте, которые вот здесь у нас имеются. Мы сейчас поймем, что мы с этим делаем. Тогда высказать свое мнение, свою точку зрения, свой взгляд на вопрос, на проблему выбора отходов и методов проводов снизу отброса новости чистого взгляда. Также мы знаем, что здесь находятся эксперты, которые еще не заявлены, но мы очень приветствуем точно так же высказывать свою точку зрения, потому что это дискуссионная площадка. Мы приглашаем вас задавать вопросы экспертам. Мы попытаемся таким образом выстроить эту дискуссию, чтобы услышать мнение всех, кто хочет свое мнение здесь высказать. И я прошу сигнализировать экспертов о том, что вы хотели бы точно так же рассказать свою точку зрения. И дальше мы, наверное, переходим к программе нашей и передаем слово Остину Игорю Анатольевичу, доктору психологических наук, старшему научному сотруднику Института коррекционной педагогики Российской академии образования. Игорь Анатольевич, а может быть, вы сюда к нам сядете и будете говорить в такой же микрофон, как и мы? Добрый день. Я работаю в Институте коррекционной педагогики, где достаточно уже долго, на протяжении нескольких десятилетий, разрабатывается подход к изучению аутистических расстройств и к практической коррекционной работе с такими детьми и взрослыми. Этот подход получил название «эмоционально-смысловой подход». Значит, среди ключевых имен можно назвать Клару Самойловну Лебединскую, которая основывала это подразделение, эту лабораторию. Она психиатр. И Ольгу Сергеевну Никольскую, она психолог. Собственно, больше всего, наверное, работа известна именно Никольской. Ну, раз уж меня попросили об этом рассказать, то я сразу скажу, что, пожалуй, самая известная работа этого коллектива называется «Аутичный ребенок. Пути помощи». Ей уже больше 20 лет, этой книги. Она много раз переиздавалась. Она размещена в сети. И она так написана, что как бы ее адресатом являются как родители ребят с аутистическими расстройствами, так и специалисты. Ну, пожалуй, я не возьму сейчас излагать начало и суть этого подхода. Это не тот формат, но, наверное, если говорить кратко, то можно назвать среди ключевых таких понятий, с которыми связан этот подход. Во-первых, это понятие адаптации, потому что аутистические расстройства рассматриваются как глубокое нарушение адаптации ребенка к постоянно изменяющимся условиям не только социального взаимодействия, не только отношения с человеком, но и со средой в целом. И, наверное, в этом смысле эмоционально-смысловой подход не может все-таки всерьез воспринимать концепцию нейроразнообразия, где постулируется, что аутизм – это только один из возможных вариантов развития человека. И другое совершенно важное, ключевое и необходимое понятие, которое в этом… Ну, некий краеугольный камень, на котором строится вся коррекционная работа. Это понятие, которое можно назвать словом «осмысление». То есть одна из главных задач коррекционной работы в этом подходе – это помочь ребенку почувствовать, осмыслить самые простые повседневные события своей жизни, опыт вместе с его близкими, совместно со специалистом, с помощью специалиста. И только через осмысление, через понимание своего опыта можно и академические какие-то необходимые навыки формировать, и социально-бытовые, и все остальные направления работы, согласно эмоционально-смысловому подходу, они должны зиждеться именно на фундаменте вот такого совместного осмысления ребенком и взрослым всего происходящего вокруг. Мы тут сидим в аудитории имени Выгодского, и ясно, что это все восходит к классической такой советской психологии. Ясно, что, наверное, Выгодский незримо смотрит. Что еще можно добавить? Может быть, именно в связи с акцентом на такую осмысленность, на смысловую компоненту, может быть, поэтому в этом подходе с некоторой осторожностью относятся к отработке тех или иных упражнений, тех или иных навыков в специально организованных условиях, потому что всегда возникает вопрос о том, будет ли это использоваться для решения адаптивных реальных жизненных задач. Как мне кажется, у этого подхода, если говорить про слабые стороны, наверное, можно предположить, что он, возможно, слишком вербальный, такой гипервербальный, здесь очень много выстраивается на речевом взаимодействии с аутичным ребенком. Здесь мало уделяется внимания тому, что, ну, как бы, вопросам телесности, да, вот тому, с чем работают кинезотерапевты, например, да, здесь в этом подходе мало уделяется внимания. Наверное, мало уделяется внимания конкретным проблемам выработки определенных навыков. Вот, но, как и все, что касается аутизма, да, нет такого подхода, который подходил бы ко всем. Вот, но сейчас еще раз два слова про методы, и я уже закончу. Значит, среди методов, которые используются здесь, в частности, в работе с детьми дошкольного возраста, конечно, игровая деятельность, развитие сюжетно-ролевой игры, совместное сюжетное рисование, такой метод, который очень подробно описан в разных публикациях, он есть в статьях, когда взрослый помогает ребенку, на ту же цель работает, да, осмыслить события его жизни и эмоциональный опыт, и взаимодействие с близкими с помощью постепенно разворачивающегося рисунка. Работа с книгами очень большое значение, за ним большую роль играет вот в этом подходе. Пожалуй, вот это вот самые главные методы в отношении работы, по крайней мере, с маленькими детьми. Есть еще немножко отдельно стоит метод холдинг-терапии, который был адаптирован из англоязычной литературы и по-своему был развит, вот, потому что здесь классический холдинг обязательно сочетается с игровой деятельностью, с развитием, ну, в общем, с игровым занятием. Его цель, прежде всего, сформировать, немножко опустившись антогенетически, так сказать, вниз, помочь ребенку с аутизмом сформировать, такую вот более органичную привязанность с близким человеком, с мамой. Вот. Значит, кроме источника, который я назвал, книга «Аутичный ребенок. Пути помощи», работы сотрудников этой лаборатории, можно прочитать в научном альманахе Института коррекционной педагогики, есть такое электронное периодическое издание, его очень легко найти, альманах Института коррекционной педагогики, номер 18, 19, 20 и 23, с 18 по 20 и 23. Вот, пожалуй, если в двух словах, то об этом подходе. Хорошо, спасибо. Положено начало нашей дискуссии. Спасибо вам большое. Давайте все же дальше послушаем еще одного эксперта. И сегодня уже говорили про эрготерапию, и это очень такое важное, значимое направление. И поэтому мы приглашаем Розу Марию Альт, для того, чтобы рассказать основные положения работы с детьми с расстройствами аутистического спектра в подходе эрготерапевтического. Добрый день, пока там готовится презентация, Роза Мария интересуется, кто был сегодня утром на ее презентации. Поднимите, пожалуйста, руки. Большая часть людей. А кто не был, тоже поднимите руки. У нас есть некоторое количество слайдов на русском, и некоторые видео, которые на ее англоязычной презентации, поэтому мы сейчас пытаемся решить, что важнее. Может быть, я тогда пока представлю Розу Марию Альт. Сертифида еще как-то подлиннее список ее регалий, потому что это не просто эрготерапевт с большим стажем, но и специалист по сенсорной интеграции и по подходу Дирфлортайм, и еще специалист по боботтерапии и нейроразвивающему обучению или нейроразвивающей терапии. Вот, и много чего еще, и мы рады, что она с нами здесь, на конференции. My goal this afternoon is to expand on what I shared this morning as to what I bring into my work with children with autism and sensory processing challenges that impact their relationships. И цель моего доклада сейчас – это более глубоко, чем была возможность утром рассказать о том, что важного из моих, ну, тех, скажем, практик и подходов терапевтических, которые я применяю и владею, что из них мы взяли и как мы их стали использовать при работе с детьми с аутистическим спектром и с нарушениями переработки сенсорной информации для того, чтобы помочь им лучше устанавливать отношения и общаться. So, we're thinking about what I bring, which is going to be looking at the motor system, the sensory processing, but how I take in that information to be able to attain and sustain relationships. То есть, мы берем вот все те знания, которые нам рассказывают о том, как человек принимает информацию сенсорную, перерабатывает ее и использует ее для моторного ответа, но именно в аспекте, в контексте социальных отношений, чтобы настроиться на другого, обратить внимание и, ну, как бы, получить коммуникативный сигнал. And this is where DIR, Floor Time, brings all of us together from our different professions. So, it's a pleasure to be here in Moscow. The treatment philosophies I embrace are neurodevelopmental therapy, which is looking at that interrelationship of the body parts to one another. Sensory integration, which really looks at sensory processing and physiological and emotional regulation. motor planning, which involves having ideas, really knowing my body to be able to then think about my ideas, and organize my body to be able to achieve the success with that idea. И этот же подход изучает и рассматривает моторное планирование, это про представление человека, ну а также о своем намерении, и о том, что он хочет сделать, и о том, как его тело, и что, скажем, ему может помочь, послужить, как ему организовать свое действие, да, чтобы реализовать намерение. But another key aspect of motor planning is, once I have my idea and I begin to execute it, I have to get feedback from my body that says, is it going well, is it successful, or do I have to change what I'm doing? И вторая часть моторного планирования, да, то есть первая часть заключается в том, что наш мозг создает модель того, как действие должно быть устроено, и какова конечная цель, но вторая часть это обратная связь, да, как работает и хорошо ли работает обратная связь, когда я, например, хочу взять этот предмет, взяла я его или нет, и что, там, чувствует мой рецептор. So DIR Floor Time brings all of this together under really analyzing who each individual is in our interactions and how we're going to tailor our interactions to how each one of us responds. И подход DIR Floor Time как раз берет вот эти разные идеи из разных вообще практик и дисциплин и соединяет их для того, чтобы помочь нам, специалистам и каждому человеку понять, кто я с моим индивидуальным профилем, со своими индивидуальными особенностями, восприятие информации и реагирование на нее. As we look at this room, is there anybody who is exactly the same as the person next to them? If we look at this room, is there anybody who is exactly the same as the person next to them? So when I interact with Anna or with Tatiana, I'm going to read their cues and adjust what I'm doing, so we can stay in the interaction. So this is really important whether you're going to do a special education program, a swimming program, a music program, or doing applied behavioral analysis, or any treatment philosophy, we have to think at the core is relationships. Какой бы метод мы не применяли или какую бы программу мы не планировали, это может быть какая-то игровая программа, или музыкально-терапевтическая программа, или какая-то спортивная программа, или подход поведенческого анализа, который нам, так или иначе, у них всех есть какая-то одна крыша, что их всех объединяет, нацеленность на отношения. So this is a five-year-old boy, his first time coming to my clinic, and he is overwhelmed, he doesn't know what's going to happen in the future. So we're going to look at it, and I want you to observe, reflect, listen, listen and reflect, and think about what we might do. Okay, he's sitting down, he's got his head down, he's avoiding his gaze, and mommy is doing everything to help him feel comfortable. And we видим, что он сидит на полу, и он избегает взгляда в глаза, в лицо, а мама очень старается успокоить его, чтобы он чувствовал себя хорошо в этой ситуации. Mommy says, oh, we're going into the room with Rosemary. But I may not be able to create, or he may not be able to create those visual images and predict the future. So I get a little camera and take a video clip of the room, and how it's set up, so then he looks at that, and it's like, oh, so that's where I'm going, with mommy. When we look at him, he's W sitting on the floor, but he's riveted. That visual helps him predict. When we go into the room, I'm going to look at him playing with symbolic toys, sensory toys, and movement toys, to get a sense of how he plays and how he interacts with his mommy. But what I see now is, instead of being overwhelmed, he now gets a little bit escalated. But now, in this moment, I see that he's not angry, he's overwhelmed, he's overwhelmed in the direction of good effects. He's growing up. He's growing up. He's growing up. We got that. There's one more left, yeah. And over the course of the hour, he became more and more escalated. But we have to think about the child's behavior, and give meaning to it, the parents' response, and what mommy's understanding of it is, and my own interpretation. What's powerful about this is, this little boy speaks Turkish. So, in verbal communication, he's speaking another language. But one of the most valuable things about DIR floor time is, we are looking at all the non-verbal communication, and using my gesture, my facial expression, my tone of voice, and reading his non-verbal communication and mommy's. So, we will look at this clip, and then we're going to finish with the final clip. Mommy, would you like the clip, and then we'll finish with the final clip. I've not heard it. Will you give it to her? Yes. Thank you so much. I love this. Oh, did you want this one? Yes. Oh. So, I'm thinking about, is he sharing the moment with us? Is he engaged? Is he showing his ideas and reading our ideas? Now, as he gets in, he almost gets too close to mommy. And doesn't, can't grade his movements to be able to read what her cues are, when he falls in, moves into her space. And it helps him to plan his movements slowly, and also, to see, what his mother does, and read her signs and non-verbal messages. Oh. What did you turn on? Oh, hang on. Oh, did you want to push this? What about your ice cream? Oh, a little close. So, instead of saying, you're falling over, and falling on mommy, I'm going to make everything he does, as intentional and meaningful. And, what, наблюдая за таким поведением, как он практически как бы нападает на маму, ну, вот, если на невербальном уровне, просто физически его тело находится выше, и он не очень учитывает ее, я хочу постепенно превратить то, что он делает, во что-то преднамеренное, да, чтобы он сам осознавал, что он делает, зачем и как. And one of the things is, from a motor planning perspective, he has ideas, he knows what he wants to do, but he can't organize his body, so when he interacts with others, he's always falling into them and losing that control, and other people get overwhelmed. And, можно сказать, что вот с точки зрения моторного планирования, моторного контроля, этот мальчик знает, чего он хочет. Он хорошо организует свои действия для достижения цели, но он не очень учитывает свое тело в пространстве и свое тело по отношению к телам других людей. В итоге, не рассчитывая, не осознавая всю эту пространственную композицию, он как бы наваливается и будоражит других людей таким слишком большим натиском и напором. And one of the things we want to be able to help him experience or understand, and this is about regulation, what did it feel for mommy when he came so close, what did it feel for me, and what did it feel in our bodies? Not, you're too close, move away, but what did it feel inside us, what did it feel inside him? That's how he's going to be able to begin to appreciate from a physical level what's happening in interactions. И вот то, что мы хотим осознать сами и передать ему, чтобы он тоже мог это осознавать, это то, как физическая близость влияет на него самого, что он чувствует, когда он близок к другому человеку, что чувствует мама, когда к ней так близко все время подходит резко довольно сын. и мы чувствуем, как помогающий специалист, я чувствую тоже, что во мне, в моем теле происходит, и я стараюсь это изучить, и потом передать, ну, какую-то альтернативную модель. Мой голос сейчас отражает, как отзеркаливает его движение, его действие. сейчас отражает короче, С кого или иttом? НAm regions a little close. So I just say to my mom, you know, when he comes in like that, it's okay to say, oh, a little close, ooh, my heart. Rainer's not doing your face. và as well as sharing her experience, but also helping him understand his experience. Вот это и что я делюсь с мамой идеей, она вообще-то ему тоже может сказать и показать, ой, ты мне так близко и так резко подошел, у меня сердце забилось, аккуратней, дорогой, давай чуть помедленней, и это важно не только, в общем, для них обоих это важно, она может выразить то, что она чувствует, и осознать это лучше, но она может это передать и ему, и тогда мальчик тоже станет лучше осознавать, что происходит, каков эффект его действий на других. So, this is about six weeks later, and he has been in a summer camp with our practice, where we work on social interactions with peers, as well as individual therapy with mommy and his brother and his daddy. And I want to finish up under the umbrella of DIR Floor Time, и вот важно сказать, еще раз, что вот есть такой зонтик, да, вот такой зонтик, рамка, матрица подхода DIR Floor Time, we're putting relationships in the forefront, прежде всего, на переднем плане находятся отношения, that are tailored to the individual profile of the caregiver and the child, и детали индивидуальных различий, собственно, близкого взрослого и ребенка, to support that functional emotional development of engagement, showing my ideas, understanding another person's ideas, staying in a long flow of interaction, and developing robust scenarios of play and engagement that reflect the inner world, as well as the experience of the child. И есть то, что помогает развиваться, прежде всего, для нас важны, опять же, социально-эмоциональные и сенсорные функции, мы помогаем, вот, рассмотрев и проанализировав, как устроены, в том случае, эти близкие люди, мать и ребенок, родители и ребенок, мы помогаем им лучше развиться, да, развить отношения до какого-то оптимального максимума. So, I want you just to observe, listen and reflect on these two minutes and think about the journey of this child and his mother. И сейчас я вас приглашаю наблюдать, слушать и размышлять о том, какой путь прошли за шесть месяцев эти мама и сын. Это очень красиво, это очень красиво. Говорит, я тебя вижу, ку-ку. Я тебя ищу. Сейчас не вижу тебя. А теперь вижу. Я не вижу тебя. Я не видела тебя Субтитры сделал DimaTorzok So does that look like typical play with a young child who's developing an understanding of his body and the world in the context of a rich relationship with the most important person in their life? And where do you see me? I'm in the background giving the gift to the parents So I'll be able to be 95 and still do the work Because it's more important to give the parents the sense of I know my child and we have rich relationships which are going to go through to support them in their lifetime So tomorrow I'm going to be speaking for two hours This is just a little plug Two hours and I'm going to be doing three cases that will show you treatment over the long period of time So you get a sense of the development Завтра будет такая презентация, на которой в течение двух часов мастер-класс Где Роза-Мария будет рассказывать такие три случая От начала до конца работы Очень планомерно, да, как развивалась работа Спасибо 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 Большое Хотелось бы немножечко сейчас спросить, есть ли какие-либо вопросы Есть ли какой-то опыт, которым тоже хотелось бы поделиться в рамках подхода, который сейчас был озвучен, описан, показан Хорошо, тогда продолжается наша дискуссионная площадка, подчеркиваю, далее И все же мы посоветовались с Ларисой детальной и решили, что сейчас мы немножечко вернемся к истокам, к истокам раннего возраста И попытаемся выстраивать стройную систему организации помощи, выбора подходов и методов, начиная с раннего возраста Сейчас Лариса Витальевна немножечко про это проговорит Уважаемые коллеги, пока открывается моя презентация На самом деле я хотела бы немножко затронуть такую тему, как изменение подходов к помощи детям и вообще к процессу абилитации И проговорить о том, что теперь мы, наверное, ориентируемся, но вот в раннем возрасте мы уже очень интенсивно ориентируемся на это Мы ориентируемся на международную классификацию функционирования, ограничение жизнедеятельности и здоровья И мы ориентируемся на так называемый биопсихосоциальный подход, в котором активность человека, его функционирование стоит в центре нашего взгляда В центре нашего размышления о том, как мы можем помогать человеку И если обратиться, к сожалению, здесь этого слайда нет, но я на словах скажу Если обратиться вообще к международной классификации функционирования, то большой авторский коллектив Это буквально много страниц формата А4, перечисления этого авторского коллектива составил, классифицировал всю нашу с вами жизнь, разложив ее на 9 областей И несмотря на то, что они ее разложили на 9 областей Если кто-то из вас знаком с МКФ, знает, что это и то, как мы с вами учимся, и то, как мы с вами общаемся И то, каким образом мы передвигаемся, и как мы вступаем в социальное взаимодействие с другими людьми Как мы участвуем в общественной жизни Так вот, в центре как раз лежит активность человека и его способность участвовать во всех этих видах деятельности И несмотря на то, что активность у нас так или иначе представлена 9 областями Наша с вами жизнь, она представляет собой такое интегративное начало Невозможно в каждый момент времени взять и выделить Вот сейчас мы с вами только учимся, а сейчас мы с вами только общаемся Даже если мы сейчас посмотрим на то, чем занимаетесь вы, то мы сразу можем понять Первое, что вы делаете Вы поддерживаете позу сидя Вы себя удерживаете, да? И это, собственно, активность, которая обозначается словом мобильность Вы смотрите на меня, вы слушаете меня, вы думаете параллельно о том, о чем я говорю И это у нас с вами обозначается такими терминами, как научение и применение знаний Вы сконцентрировали свое внимание Если я сейчас попрошу вас что-то сделать, например, посмотрите мне в лицо Большинство из вас поднимет глаза и посмотрит на меня Что вы сделали? Вы следовали моим инструкциям и их поняли и выполнили Более того, многие из вас сейчас кивают мне головой Я вам рассказываю истории свои, да? Вы их понимаете и даете мне обратную связь У нас с вами состоялась коммуникация То есть даже вот эти 15 секунд, которые я говорила эту речь Показали нам, что человек и его функционирование Это целый комплекс одновременных активностей, которые обеспечивают нашу успешность Если мы посмотрим на жизнь маленького ребенка Я буду говорить о маленьких детях Вы видите, что я занимаюсь ранним вмешательством И это детки от рождения до 3 лет То, конечно же, мы говорим о том, что вся жизнь ребенка Она точно таким же образом выстроена И когда ребенок проснулся, в кроватке еще лежит Но тем не менее уже начинает издавать какие-то звуки Это его повседневная жизнь Это тоже сразу одновременно целый комплекс его активностей Так вот, если у ребенка есть трудности Например, есть подозрение на расстройство аутистического спектра То мы не можем говорить, что это влияет только на один вид его жизнедеятельности Допустим, что это влияет только на коммуникацию Или только на социальное взаимодействие Мы должны сказать, что если расстройство аутистического спектра возникает Оно затрагивает целостно всего ребенка Эмоциональную сферу Познавательную сферу, например, то, как он может Да, например, он может проще познавать окружающий мир через действия с предметами Но сложнее познавать окружающий мир через общение с другим человеком Затрагивается также сфера социального взаимодействия Ну и, собственно, сфера познания затрагивается еще и в том Что те действия, которые выполняет ребенок Мы часто видим, что они становятся, например, стереотипно повторяющимися И поэтому мы, и мы, собственно говоря, и все люди в мире Думают о том, каким образом выстраивать программы помощи маленьким детям Вслед за маленьким и большим детям Так, чтобы мы могли откликнуться на все потребности ребенка И вот, если говорить сегодня, затрагивать нашу дилемму Что мы выбираем? Отдельный метод, комплекс методов или какой-то подход? Я хотела бы в качестве примера Следуя за своей преамбулой Затронуть только один подход Который сейчас активно распространяется Это подход, который называется Денверская модель раннего вмешательства для детей с аутизмом Почему я использую слово подход? Потому что внутри этого подхода как раз заложены множество методов, приемов Которые могут быть направлены в целом на функционирование, на жизнедеятельность ребенка И если мы говорим хотя бы только о том, какая оценка проводится А мы знаем, что ни одна программа помощи без оценки не строится То мы видим, что оценка направлена на коммуникативное развитие На социальные навыки, на особенности познавательного развития Навыки имитации На индивидуальные особенности ребенка В частности, его сенсорные предпочтения То, как он играет, адаптивные навыки И в том числе среду, которая влияет Тоже может и влияет на то, как ребенок функционирует Так вот, я хочу сказать, что если оценка нам предлагает Совершать реальные практические пробы Выверенные для того, чтобы наблюдать поведение ребенка Включает в себя плюс еще, конечно же, интервью с родителями То, когда мы переходим с вами к программе То мы можем видеть, что программа как раз Вот этого подхода Денверской модели Она является комплексной Основная, ключевая характеристика этой программы Комплексность Как раз затрагивает то, что мы ориентируемся И на то, что мы про коммуникацию говорим И про то, что у нас затрагиваются навыки ребенка В мелкой и крупной моторике И на то, как он взаимодействует Как он играет Навыки самостоятельности Но самое главное, о чем я хочу сказать Это то, что все цели, которые выстраиваются в этом подходе Они собираются для одной большой глобальной единой цели Для той естественной жизненной ситуации, в которой ребенок живет То, с чего я начала Для того, чтобы ребенок Маленький ребенок А маленький ребенок у нас пять раз в день кушает Да? И вот для того, чтобы пять раз в день Эта ситуация была для ребенка эмоционально благополучной Для мамы была эмоционально благополучной Для того, чтобы они могли общаться во время еды, во время кормления. Для того, чтобы ребенок мог сообщить маме о том, сыт он уже или еще не сыт, хочет продолжать, чтобы его покормили. Для того, чтобы мама понимала темп, в котором она кормит ребенка. Для того, чтобы она могла понять, сделать сейчас паузу или продолжать. Так вот, собственно, мы занимаемся одновременно и коммуникативным развитием ребенка, и двигательным, если это надо, если ему трудно сидеть, адаптивными навыками, и совместным вниманием, и имитацией. И невозможно выдернуть что-то одно, потому что сейчас в мире подход как раз говорит о том, что мы рассматриваем, и вообще все наши действия должны быть направлены на улучшение функционирования ребенка и человека в повседневной жизни. А повседневная жизнь – это комплекс. Так вот, собственно говоря, если мы опять вернемся к подходу, то мы можем сказать, что навыки коммуникации, для того, чтобы развивать навыки коммуникации ребенка, мы с вами знаем тоже целый перечень самых разных, их называют программы, методики, приемы. И если мы ориентируемся на ребенка, на семью, то мы должны понимать, что у нас есть ребенок определенного возраста, у него, поскольку мы провели оценку, есть какой-то уровень развития, у семьи есть и у ребенка определенные потребности. И мы, исходя из этих предпосылок, подбираем методы приема, мы подбираем то, каким способом мы будем учить. Хотя я хочу сказать сразу, что Денверская модель основана на подходе прикладного анализа поведения, она использует его активно, потому что он обладает эффективной доказательностью, хотя не только. Таким образом, завершая свое коротенькое выступление, я хотела бы предложить вам размышлять о том, что мы не можем сейчас в нашем современном мире и в современном понимании растаскивать нашу работу на какие-то методы. Мы должны объединяться, не зря у нас междисциплинарный, и даже теперь уже есть понятие, ну, как бы оно давно существует, но трансдисциплинарный специалист, который ориентирован сразу в целом на целостные жизненные ситуации, которые, в свою очередь, требуют сложения разных подходов, сложения разных методов и приемов. И это, в свою очередь, опять же, накладывает определенные требования к специалистам, которые работают с детьми. Ну, вот на этом я хотела бы закончить, пригласить вас к дискуссии, и в то же время, закончив с ранним возрастом, хотела бы предложить как раз продолжить разговор про дошкольный возраст и про еще один подход, чтобы у нас было о чем дискутировать. И я приглашаю наших коллег. Извините, я без программы. Кто? Они? Хорошо. Спасибо большое. Единственное, я полностью согласна о том, что мы должны консолидировать свои усилия, всячески нарабатывать разные методы и подходы, но не стараться их использовать как мозаику, сегодня здесь захотел, завтра там захотел. То есть это должен быть единый системный подход использования той или иной технологии, дабы не было такого ощущения, что дети, которые вместе с нами взаимодействуют, и которых мы учим, которых мы поддерживаем, не выступали у нас в качестве экспериментального какого-то материала, где мы совершенно не представляем, каких результатов мы добьемся и каким инструментом. Покажите, по-разному, с какой видем. Так, 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 так. Гриша. Подождите, все Гриши? Нет, Гриша до, Гриша после и Гриша детки сад должен быть. Даш, дай твою кошку. У тебя прям там в папке было все, да? А ты точно сюда мне нашу скидку скидывал? Не уверена. Там я тоже скидывала. Гриша, да? Где-нибудь Гриша детки сад есть. Просто видео было. А, ну, на компьютере. Так, у тебя вообще нет. А из презентации. Так, да, да, да. Представляйте. Ага. Здравствуйте. Меня зовут Митрофанова Светлана. Я представляю город Нижний Новгород. И являюсь руководителем ресурсного центра неполного тезко-федерального ресурсного центра. Наш центр называется ресурсный центр для детей с расстройствами аутистического спектра, нарушениями поведения и коммуникации дошкольного возраста. Мы являемся структурным подразделением 130-го детского сада и уходим своими корнями в государственную структуру. Мы реализуем на своей площадке такое инновационное направление, которое, я вас уверяю, в очень ближайшем будущем станет очень популярным направлением. Мы используем программу, основанную на прикладном поведенческом анализе. Я хочу немножечко разъяснить понятия, потому что очень часто, когда слышат APA, поведенческая терапия, ABO-терапия, очень часто ее обзывают по-разному, это не единая программа, это не единая технология, это даже не методика. А прикладной поведенческий анализ – это целая наука. Это та наука, которая основывается на общечеловеческих принципах. И, наверное, отвергать ее как эффективную нелогично, потому что каждый из нас подчиняется основным принципам поведенческого анализа. Например, поднимите руки, кто ходит на работу за зарплату. А кто в детстве ел суп в ожидании того, что бабушка ему даст любимую конфету? Нет. Ну так, хорошо. Кто ел суп, когда бабушка ему говорила, что ты поешь, потом ты пойдешь гулять? Нет. Согласитесь, большинство из нас. Все это уходит корнями в поведенческие науки, в поведенческий анализ. Поэтому все программы, и если ко мне подойдет специалист и скажет, что программа, основанная на поведенческом анализе, не работает, я не поверю. Потому что все, что мы используем, работает со всеми людьми. И говорить о том, что поведенческие программы не работают с детьми с аутизмом, значит говорить о том, что дети с аутизмом не являются людьми, по большому счету. Поэтому мы пропагандируем поведенческие науки, и понятно, что одна единая программа в рамках этого огромного подхода не может быть эффективна со всеми детьми. Нет универсальных подходов. Нет универсальных подходов даже в рамках одного поведенческого направления. Поэтому в своей работе мы используем различные методики. Потому что то же подкрепление, про которое я вам говорила, по сути зарплата является подкреплением вашей рабочей деятельности. Никто из нас не ходит на работу просто ради того, чтобы там провести большую часть времени. И еще при условии того, что у нас какой-нибудь злой начальник или директор, который нас постоянно заваливает какими-то непонятными заданиями, ну, это мало. Во всяком случае, во всяком случае, за любую свою деятельность вы ждете подкрепления. То же самое работая с детьми. Не важно, какое нарушение у ребенка – аутизм, синдром даун или какое-то другое нарушение. Поведенческие подходы работают со всеми людьми. Почему я люблю поведенческие программы, основанные на поведенческом подходе? Потому что они интенсивные. Мне очень радостно, что у вас такое обсуждение. А почему мне нравится программа, основанная на поведенческом подходе? Потому что эти программы предусматривают интенсивное вмешательство. Программа, основанная на поведенческом анализе – это не курсовая программа. Дети посещают наш центр в течение года и получают ежедневно 4 часа интенсивной работы, и она не включает в себя свободного времени для игр, потому что мы все хорошо знаем, что дети с аутизмом, редко ребенок с аутизмом может самостоятельно осуществлять игровую деятельность без помощи со стороны или взаимодействовать с кем-то, согласитесь? Я очень рада, если у вас есть дети с аутизмом, которые могут самостоятельно взаимодействовать друг с другом. Почему могут не работать поведенческие программы? Потому что может быть сниженная интенсивность и программа осуществляется очень маленькое время, может быть низкий уровень квалификации специалистов, которым этим занимаются, и может быть очень плохой сбор и анализ данных, на основе которой устроится программа поведенческая. Потому что все знают, что такое ПЕКС, да? И оказывается, ПЕКС тоже наоснован на прикладном анализе поведения. Почему еще очень трудно рассказать об эффективности программы? Потому что у нас в основном в России очень плохо это освещено. Очень часто ABA или программа, основанная на поведенческом подходе, представляется как нечто скучное, когда это однообразное перекладывание карточек, когда это какие-то инструкции, которые регулярно выдаются ребенку. Но это совершенно не так. Та программа, которую реализуем мы, она очень интересна, она очень эмоциональна. Наши дети не скучают с нами точно. К сожалению, у меня нет никакого звания, да? Там я не доктор наук, я просто человек, который реализует поведенческую программу. И единственное доказательство, которым я могу вас замотивировать, это то видео, которое демонстрирует наши результаты. Это те дети, которые после нашего центра идут в детские сады и очень часто совершенно не отличаются от своих сверстников. Очень большая часть детей с аутизмом, которые приходят на центр, потом идут в общеобразовательные детские сады. Причем они идут в общеобразовательные детские сады и при этом им не требуется помощь со стороны. Я не знаю, как в ваших городах, но, к сожалению, в наших городах есть проблемы с тьютерами в детских садах. Поэтому, в принципе, мы не можем... У нас примерно... Вот, вот, примерно та же история у нас. Поэтому, если мы отправляем ребенка с аутизмом в общеобразовательный детский сад, значит, мы точно уверены, что он там удержится. И очень жаль, что некоторые дети, которые попадают в группы компенсирующей направленности, могли бы, в принципе, удержаться и в общеобразовательной группе, но при отсутствии тьютеров это очень затруднительно. Я больше не буду отнимать ваше время и как-то мотивировать вас, зомбировать вас. Я очень хочу показать наши результаты, потому что я очень горда тем, что мы делаем. Бесплатные. Все услуги для родителей, для детей, для детских садов, потому что мы курируем и детские сады, у нас совершенно бесплатные. Это очень долгое видео, я сейчас его буду перематывать, потому что у меня, к сожалению, нет того видео, которое было у меня на выступлении. Это мальчик Гриша, он пришел к нам в три года. Давай, соберем велосипед. Он был совершенно хорош в предметной деятельности, но никогда не пускал никого в свою игровую деятельность. Ты молодец, Гриша. Я еще раз извиняюсь, что это видео не нарезанное. То есть он совершенно спокойно может делать все сам с предметами, ему никто не нужен. Соответственно, для того, чтобы попросить, это уже Гриша на определенном этапе ПЕКСа, после месяца обучения. Первоначально его просьба состояла в том, что он либо кричал, либо брал кого-то за руку, тянул. Он очень быстро освоил ПЕКС. Я сейчас скажу, у меня нет видео к заявлению. Сейчас он полностью вербальный ребенок, без какой-либо поддержки, альтернативной коммуникации. Он отвечает на вопросы, он сидит на групповых занятиях. Он может даже синициировать, сорганизовать своих сверхников. Вот сейчас вот эта дама в очках, она была тоже полностью невербальная. Трое из этих детей сейчас полностью вербальные, то есть они пользуются словесной речью, без какой-либо дополнительной альтернативной коммуникации. Это все было до, ему очень много нужно было поддержки со стороны педагога. Еще я вам специально не показываю видео до его нежелательного поведения. Не хочу вас пугать фильмами ужасов. У него было очень много нежелательного поведения. Он был очень ригиден, и любое вмешательство извне, любое изменение порядка его жизнедеятельности приводило к очень большим истерикам. Это точно у Гришина учился. Соответственно, он раздевается, одевается самостоятельно, никто за ним не входит. В детском саду он более чем успешен. Он самостоятельно использует визуальную поддержку, у него нет нежелательного поведения, и он не старается снять штаны, при том, что его ботинки одеты, потому что он смотрит и знает, что за чем. Кроме того, он самостоятельно выстраивает визуальную структуру, одеваться, раздеваться. У него уже другой способ коммуникации, это коммуникативная доска, причем она очень хорошо наполненная. Он умеет отвечать на вопросы, он умеет комментировать, он умеет считать. Я еще раз скажу, это всего один учебный год. Дети приходят к нам всего один учебный год, потом мы их направляем в другие детские сады. Позел! Позел! Отлично! Позел! Желательное поведение очень сильно сократилось. Аутизм мы не лечим. Нежелательное поведение может... Когда ребенок попадает в детский сад, он приходит в новые условия. И, соответственно, эти условия могут спровоцировать нежелательное поведение. Но, смотрите, в рамках нашего центра нежелательного поведения не было, потому что в нашем центре все кардинально понятно. Да. Но я могу сказать сейчас, я курирую тот детский сад, в который ходит Гриша. Он замечательно себя там чувствует, он замечательно удерживается. К сожалению, я не могу вам показать, просто нет видео. У меня есть видео, где он сидит на групповом занятии, отвечает хоровым ответом на вопрос педагога. По инструкции Гриша покажи или расставь в последовательность, он подходит с первого раза, ему не надо никакой помощи со стороны. Уважаемые коллеги, просьба все вопросы задавать в микрофон. Мы вам принесем его очень быстро. Повторите, пожалуйста. Потому что идет запись, и не слышно ваши вопросы без микрофона. Сейчас я уточняю, сопровождали ли специалисты центра Гришу в детский сад, потому что это очень важно. Вы дали ему альтернативный опыт, да, и когда он оказывается без вашей поддержки, он, конечно, может регрессировать и демонстрировать все то, что демонстрировал вам. Полностью с вами согласна, полностью. А мы, кроме того, что мы обучаем ребенка, мы осуществляем переход даже ребенка в детский сад. То есть, когда ребенок заканчивает обучение у нас, мы проводим определенную диагностику, пишем рекомендательный маршрут, отдаем его в департамент образования. Кроме того, мы оцениваем навыки ребенка и отдаем эту диагностику в тот детский сад, куда идет ребенок. Кроме этого, эту же диагностику мы отдаем родителям. И специалисты, которые будут заниматься этим ребенком, могут прийти к нам на стажировку и поработать с этим же ребенком в условиях нашего центра. Теперь насчет меня. С Гришей работаю не я одна. С Гришей работало 8 человек. Все 8 сотрудников огромного нашего 120 квадратного метра центра. И, в принципе, у него нет привязанности к работе к одному педагогу. Но я могу сказать, что есть специалисты, которые курируют работу детских садов, участвующих в проекте. А мне говорят, заканчиваем. И мы курируем те детские сады, куда пошли дети. То есть мы выходим в детские сады и учим уже не детей, а учим специалистов, которые с этими детьми взаимодействуют, как это правильно построить, как правильно построить условия окружающей среды, как правильно построить их обучающие занятия, чтобы ребенка был успех. Ну и при этом будет очень хорошо и педагогу, потому что он получит результат. Никто этого не отменяет. Большое спасибо, Светлана. На самом деле мы слышали о программе АСЕРТ. Да, я же не сказала о том, что мы решили свою программу АСЕРТ. Как не сказали, да, которая как раз использует целый комплекс. Целый комплекс технологий, основанных на анализе поведения. И мы не используем одну технологию. Кроме того, что у нас есть поведенческий подход, у нас есть и натуралистические стратегии. Потому что, например, такой поведенческий подход, как дискретные пробы, замечательный в усвоении академических навыков. Но формирование игровой деятельности намного будет успешнее в натуралистических условиях, в естественных условиях. Тогда их не придется переносить из искусственной среды в естественную среду, где находится сверстник. Спасибо. Все. Спасибо большое. Действительно очень интересно. И хотелось бы еще представить один опыт, который интересен в рамках Москвы. Потому что на сегодняшний момент в рамках централизованной модели оказания психолого-педагогической помощи и сетевого взаимодействия с образовательными организациями городской психолого-педагогический центр пытается выстроить вертикаль поддержки, помощи, образования, как хотите это можете назвать, для детей с расстройствами аутистического спектра. И поэтому в центре представлены программы как ранней интенсивной помощи, как программы работы с родителями, как неотъемлемое звено. И плюс еще обязательно в рамках сетевого взаимодействия очень много уделяется различным формам обучения детей в условиях общеобразовательной организации. И в рамках городского психолого-педагогического центра работает лаборатория технологий сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, руководителем которой является Казарис Анастасия Ивановна. И сейчас она достаточно быстро попытается осветить историю технологий и подходов к организации помощи. И, собственно говоря, ждем также ваших вопросов. Пожалуйста, Анастасия Ивановна. Сколько у меня минут? Десять? Не смотрите на фамилию. Я все еще Казарис Анастасия Ивановна. Уникальность нашего центра состоит в том, что он достаточно большой. У нас 32 территориальных отделения, которые находятся во всех округах нашего прекрасного города Москва. И в том числе даже в таких отдаленных районах, как Зеленоград. Благодаря тому, что большое количество территориальных отделений находится под единым централизованным управлением, у нас есть возможность создавать одинаковую помощь на всех наших территориях. То есть, вне зависимости от того, куда бы обратились родители, в какое из территориальных отделений, они могут получить работу по тем же программам, по тем же технологиям, как и в любом другом территориальном отделении. Если мы говорим про детей с расстройствами аутистического спектра, то когда мы разрабатывали нашу модель сопровождения обучения этих детей, то мы смотрели на то, что в первую очередь аутизм – это спектр. И не существует, как говорится, двух одинаковых детей с аутизмом. Дети все очень разные, их профиль развития всегда очень разный, плюс к этому дети меняются. Ребенок взрослее, у него изменяются его возможности, изменяются его потребности. Поэтому очень важно выстраивание дифференцированной системы. И когда мы говорим про эту дифференцированную систему помощи, мы понимаем, что для этого нам необходимы в первую очередь вариативные модели технологий на каждом этапе. Мы можем просматривать эти этапы как три таких основных. Понятно, что это не говорит, что мы в какой-то возраст вклиниваемся, это на протяжении всей жизни ребенка. Это ранняя помощь, это общее образование, которое начинается с дошкольного образования, и профессиональное образование. Значит, у нас есть несколько городских проектов Департамента образования города Москвы, где наш центр выступает как методический ресурс, и в этих проектах как раз через них и реализуются очень многие вариативные подходы. Это такие проекты, как Обилимпикс, инклюзивная молекула, ресурсная школа и ранняя помощь, про которые чуть-чуть подробнее дальше. Значит, это та модель раннего сопровождения и сопровождения дошкольного уровня образования, которую мы, начиная с прошлого года, выстраиваем в центре. И мы ориентируемся, прежде всего, на принципы того, что помощь должна быть адресная, доступная и вариативная. Но говоря о вариативной помощи, как и говорила уже Елена Викторовна, мы не исходим из того, что вот тут мы захотели вот такую технологию, а вот завтра мы вот такую технологию, давайте попробуем здесь, нет. У нас все равно есть единый подход, но в рамках этого единого подхода есть вариативность, которую вы подбираете этому конкретному ребенку в этот конкретный период его жизни, в зависимости от того, какие сейчас у него потребности и какие стоят сейчас задачи. У нас есть направление работы с семьей, детско-родительские группы. Это основное направление именно касаемо и ранней помощи. Раннюю помощь мы рассматриваем не только как помощь детям до 3 лет, но и как можно более ранняя помощь после постановки диагноза. И у нас есть две программы, одну из которых мы реализуем благодаря сотрудничеству с фондом «Дожженные сердца», это программа «Ранняя пташка», и мы выступаем одним из, одной из пилотных площадок для апробации программы Всемирной организации здравоохранения «Тренинг родительских навыков», которая вот прошлый год у нас был предпилотный проект, сейчас мы перешли в пилотный проект, и кто был на секции ранней помощи, там представлялась эта информация, и завтра мы будем более подробно рассказывать на нашей секции. Дальше это группа «Асерд», про которую рассказывали наши коллеги из Нижнего Новгорода. В рамках нашей модели эти группы являются программами интенсивной помощи. То есть эта программа рассчитана всего на год работы, мы берем ребенка вот в эту интенсивную помощь на год, ребенок получает по 15 часов в неделю, принцип работы программы заключается в том, что там большое количество специалистов на количество детей. То есть у нас такой принцип, что на количество специалистов плюс один ребенок. То есть у нас может быть, например, если 6 детей, должно быть 5 специалистов. Благодаря этому мы можем делать много индивидуальной работы. Дети раннего возраста, они очень хорошо берут навыки, лучше берут навыки именно в индивидуальной работе, и задача за год подготовить их к тому, чтобы они могли обучаться в группе или парами, чтобы они могли обучаться друг у друга, и чтобы они могли обучаться наиболее естественным образом, так как их сверстники типично развивающиеся. То есть, как и сказали коллеги, мы начинаем с очень структурированных методов, например, такие, как метод отдельных проб, и постепенно мы переходим к более не структурированным методам. И наша большая еще задача – это подготовить детей к самостоятельности, потому что мы понимаем, что ребенок, который наиболее автономен, он будет более успешен при адаптации в образовательной организации. У нас есть программа, в том числе «Портаж». Это для семей, которые воспитывают детей от 1,5 до 8 лет с тяжелыми формами нарушений. И у нас есть группы кратковременного пребывания, которые посещают дети, получают дошкольное образование, если они не посещают образовательные организации города Москвы. Плюс к этому у нас ведется коррекционная работа, коррекционно развивающая работа, под которую мы создаем комплексные модульные программы. И у нас на данный момент есть и проходит апробацию комплексная модульная программа для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра. И на данный момент готовится такая же модульная программа для детей школьного возраста от 7 до 18 лет. Смысл модульной программы заключается в том, что, я уже говорила, у нас нет похожих детей. У каждого ребенка есть свои очень индивидуальные потребности. И эти потребности и задачи не зависят от возраста ребенка. У нас может, например, быть ребенок 3 лет или ребенок 10 лет, у которых основная задача, основная их потребность и дефицит будет одинаковой. Поэтому, естественно, у нас не может быть такой программы, как стандарты вот мы взяли, и у нас там с первой по десятую тему мод мы даем. Поэтому мы разработали именно модульную программу, которая состоит из очень-очень маленьких блоков. Каждый блок – это одна направленная тема, внутри которой несколько конкретных навыков. И в зависимости от того, что ребенок показывает на диагностике и какие задачи сейчас являются наиболее актуальными, из этих маленьких-маленьких блоков мы создаем индивидуальную программу ребенка. При этом каждый блок имеет базовые протоколы для тех специалистов, например, опыт которых не позволяет пока простраивать работу с детьми самостоятельно. Это базовый протокол, где просто написаны конкретные четкие шаги, как формировать этот навык. И мы понимаем, что дети с аутизмом не могут очень быстро взять какой-то навык. То есть у нас дается очень много времени на проработку каждого из этих навыков, и мы всегда включаем в базовые протоколы обобщение. То есть как мы будем выносить полученный навык в повседневную жизнь ребенка. И вот как показывает практика, уже сейчас у нас есть хорошие результаты и отзывы специалистов. И я надеюсь, что в следующем году мы сможем вам уже представить вот этот вот вариант нашей программы после того, как он пройдет адаптация. По работе с семьями у нас проходят консультативные городские площадки совместно с Московской городской ассоциацией родителей детей-инвалидов. И Роу-Контакт, которые проходят один раз в две недели, где родители, законные представители детей, могут получить ответы, консультации по любым своим вопросам. И также у нас существуют консультативные центры на базе ГППЦ, которые реализуются в 13 территориальных отделениях. Это консультации для родителей, чьи дети не посещают по тем или иным причинам образовательной организации. В том числе это, естественно, дети до полутора лет, которые просто по возрасту их не посещают, и они могут получить консультацию специалистов по всем вопросам, которые их волнуют. Школьное обучение. Проект «Ресурсная школа. Территория успеха для каждого», в которую входит на данный момент 56, 64, Елена Викторовна. Сколько? 61. В этом году, да, 61 школа Москвы, образовательная организация Москвы, входит в этот большой городской образовательный проект, задачей которой является создание единого подхода к организации специальных образовательных условий для детей с УВЗ, и в том числе для детей с аутизмом. И передача опыта и методическая помощь для других образовательных организаций. И как это был отдельный проект, и сейчас он отдельный проект, инклюзивная молекула технологии сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра в условиях образовательной организации, но он в том числе совмещается с проектом «Ресурсная школа», в рамках которого на данный момент 8 образовательных организаций Москвы, каждая реализует свою образовательную модель обучения детей с аутизмом в школе, описывает ее и предлагает наиболее эффективные стратегии. И вот в прошлом году мы уже описали три таких модели, мы их назвали, ну первая классическая модель, это ресурсные классы или ресурсные зоны, и автономные классы. И на данный момент достаточно большое количество образовательных организаций открывают у себя как ресурсные классы, так и автономные классы, но классическая модель, она продолжает функционировать, как бы как и функционировала. И мы надеемся в дальнейшем, что следующий этап проекта «Инклюзивная молекула» заключается в том, что те дети, которые сейчас были на начальном уровне образования, переходят дальше в пятые классы, и дальше мы будем уже описывать, как мы адаптируем среду, и какие условия мы можем создавать на этом уровне образования. У нас проходят городские семинары, где образовательные организации, участники проекта рассказывают о своем опыте. Ближайший будет 14 декабря. Следите за информацией на нашем сайте, тема следующей нашей встречи – социализация. Наши участники расскажут о том, как они организуют обратную инклюзию, инклюзивные мероприятия для детей, коммуникативные группы, про использование сверстников-наставников в работе с детьми. Это, я думаю, будет очень интересный семинар. Всех приглашаю. Профессиональное образование. У нас есть конкурс «Национальное движение «Обилимпикс», и наш центр является оператором данного движения в Москве и в России, только в Москве. И на прошлой неделе закончился очередной чемпионат. И Москва победила в общекомандном зачете. Что нам дает участие вообще вот этого движения? Возможность развития новых рабочих профессий, возможность распространения информации о ней, возможность для выпускников колледжа поиска работы, потому что они могут знакомиться с работодателями, работодатели могут знакомиться с ними. То есть это возможность развития тех рабочих специальностей, профессий, которые могут получить наши выпускники, наших образовательных организаций, и их дальнейшее трудоустройство, Большой пласт работы нашего центра заключается в методическом сопровождении образовательных организаций города Москвы. У нас проводится достаточно большое количество всевозможных мероприятий, где мы делимся нашим наиболее передовым эффективным опытом и наиболее эффективным опытом других образовательных организаций. У нас проходят всевозможные фестивали, мастер-классы, семинары и так далее. Это очное участие, но также для тех, кто не может принимать очное участие, у нас проходят вебинары. В наших вебинарах веб-советах принимают участие обычно по несколько тысяч человек из разных стран и городов, и тоже приглашаем вас присоединяться. Есть всевозможные клубы. Для консультативной поддержки у нас есть профессиональные консультации, навигатор для специалистов так называемый, что очень важно, там можно получить не только прямую консультацию онлайн или по телефону, но также если вы зайдете на наш сайт, вы можете там найти наиболее актуальные нормативные документы, ссылки на полезные ресурсы, они все хранятся. И каждую третью среду месяца у нас проходит онлайн-консультация уже непосредственно, конкретно по организации обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Мы собираем в течение месяца вопросы, находим наиболее подходящих экспертов, которые могут проконсультировать тех людей, которые задали эти вопросы, и проводим консультации. Также вас приглашаем к этому. Ближайшее будет у нас третью среду декабря. Понятно, что для того, чтобы развивать вот такую вот модель, ее расширять, у нас есть большое количество партнеров, которым очень благодарны, потому что это позволяет делать нашу работу более эффективно. Мы сотрудничаем с такими фондами, как фонд «Обнаженные сердца», фонд «Выход». Наши постоянные, конечно, партнеры — это «Роу-Контакт». И, например, вот в прошлом году совместно с Московским городским университетом был запущен курс по выбору в магистрской программе «Прикладной анализ поведения». И в этом году как раз первые выпускники закончат эту магистратуру. Все. Я уложила в 10 минут. Я хочу сказать про методическую поддержку. На всех мероприятиях, которые посещают у нас специалисты в Городском психологопедагогическом центре, мы не просто рассказываем какие-то вещи такие отстраненные. В основном мы стараемся сделать практикоориентированные семинары, мастер-классы для того, чтобы человек, который пришел, ушел обязательно с каким-то пакетом знаний, умений. Ну, про навыки, конечно, трудно сказать, но каких-то знаний и умений. Это очень важно, потому что это необходимо в практике, и мы должны быть полезны именно с точки зрения практики. И, конечно, на вебинарах мы очень часто обсуждаем вопросы подходов, технологий, выбора методов в работе с различными категориями детей, в том числе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Это очень важно, и очень хорошо, что у нас есть конференции, что у нас есть семинары, у нас есть вот такие дискуссионные площадки, которые позволяют нам на сегодняшний момент делиться опытом, обсуждать, критически оценивать и брать в свою практику все то лучшее, что может иметь самые высокие качественные результаты. Потому что мы работаем не ради процесса, мы работаем на результат, а результат работы с ребенком все же, если мы говорим, на мой взгляд, это, конечно, повышение качества его жизни, это, конечно, социализация, мягкая социализация, это давать ему возможность создавать такие условия, чтобы ему было комфортно, ту комфортную среду, которая была, наверное, комфортна для всех нас, для каждого. Это наша основная задача. Благодарю всех за участие. Тогда разрешите закрыть работу нашей дискуссионной площадки с возможностью подойти к выступающим и задать необходимые вопросы. Благодарю всех за участие. Благодарю всех за участие. Благодарю всех. Благодарю всех. Благодарю всех. Благодарю всех за участие. 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 Эксперты, которые собрались, во многом понимают, что системы помощи региональные, это межведомственное взаимодействие не очень-то хорошо и строится. И даже если налажена в каком-то регионе от Минздрава по пилотному проекту система скрининга, то это совершенно не означает, что все эти дети вовремя попадут в систему ранней помощи в другой ведомственной принадлежности, если она находится. И совершенно не обязательно, что если дети получают раннюю помощь в системе соцзащиты, будет преемственный переход на уровень дошкольного образования. Все эти вопросы действительно обсуждаются, но самое главное, что уже наметились некоторые пути решения. И о итогах этого взаимодействия вы узнаете благодаря тому, что в резолюции появятся по межведомственному взаимодействию какие-то рекомендации. И сейчас я хотел бы предоставить слово, вообще судя по тому, как люди активно общаются на пятом этаже, Елена Викторовна, Лариса Витальевна. Лариса Витальевна, вы здесь? Да, она вышла. Лариса Витальевна больше не смогла, да? Она пошла. Она продолжила, да. Я понимаю, что здесь была очень жаркая дискуссия, да? Ну, было интересно. Было интересно. Елена Викторовна, а можно тогда вас попросить и озвучить, что же все-таки было и к чему пришли? В целом, конечно, я хочу сказать, что дискуссия, наверное, развернулась уже по следам, по окончанию мероприятия. Но в целом мы сегодня... Вот, Лариса Витальевна. Лариса Витальевна, Мария Иосифовна, можно вас тоже вот в этот ряд? А вот куда вам больше нравится? Можно недалеко от меня? Нет, вот сюда вот. Да, Елена Викторовна, извините. В целом мы, конечно, увидели разный опыт, разные подходы, разные технологии. Прозвучало достаточно много интересных сведений, которые позволили нам дальше уже уйти на дискуссию. Много интересных вопросов казалось обучение специалистов, много интересных вопросов казалось именно выстраиванию той непрерывной модели помощи детям с расстройствами аутистического спектра, ну и, собственно, целевых ориентиров, на которые были и нацелены все наши выступления. Самое интересное, что дискуссионная площадка была выстроена в аспекте ранее, дошкольная, школьная поддержка детей. И, наверное, это как раз-таки сегодня зародило понимание той системы непрерывной, последовательной помощи, которая построена на единой платформе с использованием разных методов, подходов и технологий, но которые воспринимаются специалистами не как мозаика, а действительно последовательные, взаимосвязанные и преемственные. Продолжение следует... В современном мире, когда авторами собираются, прописываются комплексные, готовые подходы типа прикладной анализ поведения, денверская модель, типа программа АСЕРТ, которые, как сегодня Святослав упоминал, выглядеть могут, условно говоря, как некий сундучок, в котором собраны разные инструменты. И совершенно невозможно взять один инструмент для того, чтобы им пользоваться, а необходимо из этого инструмента как раз делать набор, который подходит и отвечает потребностям ребёнка. И третье, что мне хотелось бы сказать, что в этот сундучок нельзя положить какие-то подходы, которые не были опробированы, которые не были исследованы, которые не были описаны. Ну, то есть история, когда несколько лет назад, у нас, несколько десятков, наверное, лет назад, в нашей стране поощрялось, что каждый педагог писал свою авторскую программу. Помните, у нас было такое время. Да, наверное, теперь это время уже не подошло к концу, и, скорее всего, всё-таки правильнее пользоваться методами, которые были подготовлены учёными, опробованы практиками, описаны, обобщены, и их эффективность доказана. Да, это почему я про это говорю, потому что ответственность перед детьми и семьями, которую мы несем за свою работу, она очень велика. И довольно часто мы можем слышать, к сожалению, от родителей такие вещи, которые, обращаясь к специалистам, говорят, что где же вы были, почему мы не использовали тот или иной метод, потому что если бы мы его использовали, моя жизнь была бы другой, жизнь моего ребёнка была бы другой. И вот эти слова, они должны всегда в голове у нас быть, потому что мы отвечаем не просто за то, научится ребёнок говорить или кушать, или одеваться, или учиться. Мы отвечаем за всю его последующую жизнь. Таким образом, вот насколько я понимаю, мы вообще начали, я считаю, правильно, хоть мы начали, не пожалуйста, секция номер один, мы начали с того, что прямо сейчас по свежим следам. На самом деле мы хорошо понимаем вот эту вот проблему, и действительно, я повторюсь, то, что ждёт Российская Федерация, это показать, какие существуют методы и какова степень их эффективности. Мы уже говорили в первый день конференции о том, что именно с этой целью Федеральный ресурсный центр в следующем году с партнёрами будет реализовывать этот проект. И мы уже говорили о том, что начинается всё даже не с доказательной базы, то есть, собственно, не с проведения научного исследования самого, а с того, что все методы, они описываются по неизвестной структуре. То есть, нет структуры, по которой описывается метод. И в связи с этим, вот те программы, которые вы формируете как самостоятельные, или они приходят к нам из-за рубежа, у каждого метода, у каждого начальника разных подходов, у них своё представление о том, как эти методы правильно описывать. И нам представляется, что в России довольно важно сделать единую вот эту структуру описания методов, чтобы, ну, хотя бы, так сказать, если история вопроса, то, пожалуйста, история вопроса. Концептуальные положения, концептуальные положения. Критерии эффективности, заложенные в сам метод, пожалуйста, критерии эффективности. И тогда те методы, которые уже, так сказать, описываются, вот после этого, после того, как они описаны, уже они должны будут апробироваться. И здесь очень важно, конечно, понимать, что существует технология апробации, то, что называется рандомизированные исследования. И вот эта технология апробации, она, конечно, должна быть, культура её должна быть. И с нашей точки зрения очень важно, чтобы тогда, когда вот это будет описано, и выявлены критерии эффективности, и стандарт описания методов есть, вот после этого, используя вот этот вот документ, важно запускать научные проекты, с нашей точки зрения, по всей России, для того, чтобы эти методы действительно проходили апробацию. И ещё о чём очень важно сказала Лариса Витальевна, я здесь полностью поддерживаю, что вот извечный разговор о том, какой подход наиболее эффективен, он абсолютно бессмысленен, абсолютно бессмысленен. Потому что подход, его эффективность померить нельзя. Можно померить эффективность отдельных техник, приёмов работы и методов работы. И вот это мерить можно. Другой вопрос, что в тот или иной подход может войти из целых 20-30 методов, которые показали себя как эффективные. Да, это безусловно. Поэтому мы такой проект, мы просим Министерство просвещения, чтобы оно поддержало нас и дало, чтобы мы получили, содействовало в реализации вот этого проекта. И мы будем очень активны с экспертами, в том числе, которые за столом обсуждать, конечно, результаты. Да, Лариса Витальевна. Я, извините, добавлю, потому что буквально, наверное, месяц назад как раз читала доклад по тому, как специалисты могут использовать научно доказанные методы. И одним из важных предложений было, не моё личное предложение, а в принципе, следующее. Во всем, не знаю, как сказать, в каком мире, ну, скажем так, зарубежные коллеги наши, да, не знаю, зарубежные коллеги подошли к этому вопросу, наверное, чуть раньше. Разброс методов, он велик. И оценку эффективности методов уже начали проводить. И каждый год, поверьте мне, выпускаются так называемые руководства по методам, где они с точки зрения их эффективности чётко представлены. Для какого возраста, для каких целей, на что направлен тот или иной метод, где было проведено исследование его эффективности и насколько он, этот метод, эффективен. Так, например, можно прочитать про методы, используемые при расстройстве аутистического спектра, руководство опубликованное. Также можно, они каждый год публикуются. Например, по физической терапии, да, откуда мы можем узнать, какие методы наиболее эффективны для церебрального паралича и для всевозможных вокруг церебрального паралича последствий, которые происходят. Так вот, конечно же, поскольку эти руководства все на английском языке, мы должны сделать доступными для нашей страны, но не просто, с одной стороны, и переводить, но с другой стороны, и создавать наши аналогичные руководства, в которые каждый специалист при выборе, чем он будет работать, мог бы ими руководствоваться. И зарубежный опыт, я здесь полностью согласен, он должен быть в полной мере проанализирован, прежде чем мы вообще приступаем вот к этому проекту. Абсолютно точно. Хорошо. И, ну, мне, так сказать, про... При том, что он уже заложен изначально, было в резолюцию, мне он очень нравится. Хорошо. Коллеги, вот что касается других форматов нашей работы. Лариса Витальевна, и тут снова вопрос к вам, потому что клачко Елены Юрьевны тогда не было, а Святослав Добнев уже ушел. И снова вопрос к вам. Вот что же все-таки с выявлением и ранней помощью, имея в виду, что Институт раннего вмешательства совместно с Институтом Альбрехта соцзащиты, это те люди, те организации, которые, собственно говоря, разрабатывали весь проектный пакет под раннюю помощь в России. Лариса Витальевна, как вы видите эту ситуацию? Ну, если говорить о работе нашей секции, то как раз, когда я делала первый доклад, предполагалось, что я достаточно кратко осветила документы о том, что такое ранняя помощь, какие цели ее, какой порядок оказания, какие услуги заложены, с тем, чтобы дальше мы в ходе работы нашей секции могли более глубоко осветить. Итак, все эти пункты. Итак, с вопросами выявления. Были достаточно подробно представлены доклады о методах скрининга, которые можно использовать для выявления детей с расстройством утистического аспекта, начиная с раннего возраста. И в частности, упоминались перечни красных флажков, которые могут использоваться практически с 6 месяцев, МЧАД с полутора лет, и дальше известные нам методы КАСТ, КАРС и СИКЮ. Методы дифференциальной диагностики. Собственно, был доклад только про Эйдос. Достаточно подробный доклад с представлением того, как его можно использовать. Далее мы перешли к тому, какие программы могут использоваться в ранней помощи для оказания как раз помощи детям с расстройством аутистического спектра. Были представлены два подхода. С одной стороны, подход, который носит название «Денверская модель раннего вмешательства». К сожалению, пока еще в России не широко представлены трудности с этим. И подход «Ассерт», который был достаточно хорошо как раз на секции освещен. И освещен был именно с точки зрения множественности методов использования в нем. В том числе были представлены методы, которые помогают развивать коммуникацию у детей. И это всем известная система обмена картинками ПЕКС. Это системы коммуникативных досок для детей раннего возраста. Уже не самого раннего, чуть постарше, но подходящие. Как наиболее успешные для детей с расстройством аутистического спектра. Далее у нас был ряд докладов, которые касались поддержки родителей. И были хорошие представлены доклады по такой программе, как «Ранняя пташка» и тренинг родительских навыков. И даже было дано обоснование, чем они отличаются, каковы выгоды каждого из них. И почему, собственно, их два появилось уже сейчас. И мы понимаем, что возможны еще разные другие подходы. И, наконец, краешком мы затронули сенсорную среду и не прикоснулись с сенсорной интеграцией, к сожалению. Вообще никак. И не было доклада, а очень хотелось бы у детей с расстройством аутистического спектра. Довольно часто есть потребность в физическом терапевте. Но ни одного доклада у нас на секции про это не было. А так, я считаю, секцию продуктивной, достаточно хорошо освещающей. Методы, используемые для детей. Лариса Витальевна, а считаете ли вы, вот вы, мало того, что вы разработчик, вы, естественно, и входите в эту самую экспертную группу, считаете ли вы необходимым создание федерального центра по ранней помощи в Российской Федерации? Провокационный вопрос, прямо-таки, да? Такой. Конечно, мы считаем, что это не просто необходимо. Это прям вот насущная потребность уже сейчас о том, что нам нужен ресурсный федеральный центр по ранней помощи. Потому что нужно сказать, что большое количество регионов сейчас очень интенсивно включилось в развитие ранней помощи. Кстати, на секции был доклад как раз о региональной системе ранней помощи. Это Тульская область. Одна из немногих, которые региональную программу создали и реализуют. И, конечно же, и руководители, и специалисты имеют очень много вопросов по тому, как использовать документы, которые разработаны, как выстраивать программу ранней помощи. Поэтому он однозначно нужен. И вот идет разговор о том, что ранняя помощь, она, понятно, должна носить межведомственный характер, но в том числе, нет, это не на конференции, это разговор, который начался давно и продолжается до сих пор. Вопрос вот в чем. На самом деле мы сейчас действительно имеем проектный пакет документов с названием услуг ранней помощи. Лариса Витальевна, для того, чтобы вот этот проектный пакет он заработал, мы с вами хорошо понимаем, что должны быть ведомства, потому что все-таки у нас в России финансирование ведомственное. В пакет услуг ведомственных должны быть заведены услуги по ранней помощи. Вот каким вы образом это видите? Либо один и тот же перечень услуг ранней помощи заносится в разные ведомства, или есть какой-то другой вариант, который вы видите? Я хотела бы, извиняюсь, уж у нас такой диалог. Слушай, на то пошло. Да видит Бог, я не хотела. На самом деле мы говорим о том, что межведомственность для ранней помощи, она выступает на этапе своевременного, раннего выявления детей, нуждающихся в ранней помощи. И здесь у нас для этого, для выявления, конечно же, объединяют свои усилия три ведомства, как минимум три здравоохранения, образования и социальная защита. Далее услуги ранней помощи, они как раз оказываются на междисциплинарной основе, когда профессионалы разных специальностей объединяются, чтобы помочь семье и ребенку достичь целей более успешного функционирования. И эти услуги, независимо от того, в каком ведомстве поселяется ранняя помощь, должны быть универсальны и одинаковы. И по итогам оказания услуг ранней помощи, мы знаем, что она должна заканчиваться тем, что ребенок поступает в образовательное учреждение, либо параллельно с услугами ранней помощи получает образовательные услуги. Вот тут опять включается межведомственный подход, когда служба ранней помощи взаимодействует с системой образования для того, чтобы помочь ребенку как раз встроиться в систему образования. Также межведомственный подход может быть во время оказания услуг ранней помощи в том случае, если ребенку нужны дополнительные медицинские обследования и обсуждение совместное того, как здоровье ребенка влияет на его функционирование, либо если ребенок нуждается во вспомогательных технических, вспомогательных средствах, которые он получает через систему социальной защиты. И вот здесь вновь включается межведомственный подход. Но нужно очень четко различать, что сами по себе услуги оказываются на междисциплинарной основе. То есть тезис такой, заводятся одинаковые услуги в разные ведомства, но сама услуга предполагает межведомственное взаимодействие разных специалистов и разных, соответственно, организаций. Нет, сама услуга. Давайте я просто пример приведу. Команда специалистов. Команда специалистов – это междисциплинарная. Да, это междисциплинарный подход. Давайте я просто пример приведу. Приходит семья, например, с малышом. Ну, малыш, допустим, у него серьезные двигательные нарушения. И в силу этого он не может самостоятельно поддерживать позу сидя, и мама его кормит на коленке, держа и облокачивая на свою руку в полулежачем положении. Также у ребенка есть большие трудности с тем, чтобы самостоятельно снимать пищу с ложки губами, удерживать ее во рту, манипулировать ею, там, жевать и глотать. Мама всякий раз, когда кормит ребенка, тратит на это время около часа. Понимая, что ребенок кушает пять раз в день, то есть семья, из девяти-десяти часов бодрствования пять часов проводит закормлением. Это ужасная проблема для семьи. Так вот, чтобы помочь семье решить эту трудность, нам нужна междисциплинарная команда специалистов. Нам нужен физический терапевт, который поможет удерживать ребенку правильное положение тела для кормления. Нам нужен специалист, скорее всего, это может быть либо эрготерапевт, либо логопед, которые помогут правильно подобрать ложку определенного размера, чтобы пища была в том количестве пищи во рту, которую ребенок может удержать и не вернет ее обратно. Нам нужен специалист, в частности логопед, который поможет ребенку с глотанием. Также нам нужен специалист по коммуникации, потому что кормление – это всегда коммуникация. Это двухсторонний процесс, это очередность. Вот это и есть междисциплинарность. Но если у ребенка есть трудности с перевариванием пищи, и ему нужен гастроэнтеролог, помощь медика, вот на этом этапе, конечно же, семья обращается в медицинское учреждение, получает рекомендации, которые доходят до специалистов службы ранней помощи, и вот это уже межведомственный подход. А если ребенку нужно получить кресло, чтобы стабилизировать положение тела, это межведомственный подход с социальной защитой. Да, и важно, чтобы он работал. Я думаю, что у всех вот эта концепция, которая вот очень близка к Федеральному ресурсному центру, я не скрою, что с Ларисой Витальевной лично мы в хороших отношениях, и с Институтом раннего вмешательства в большой дружбе, в партнерских очень хороших отношениях. Мне кажется, что такая концепция, она максимально адекватна. И в этой связи вот то предложение, которое мы готовим в резолюцию, мы готовим как разработка перечня совместно трех министерств вот этих самых услуг, которые могут быть как одинаковые услуги, заведены в разные ведомства. Да? Хорошо, отлично. Анастасия Ивановна, вы были руководителем совместно с Натальей Георгиевной второй секции, модератором, да, абсолютно, по методам развития и обучения детей с рас. У вас была самая переполненная аудитория. Я когда зашел, я почти сразу вышел, потому что просто места не было. Вот. И что вы скажете? Ну, как показывает практика, эта секция всегда бывает самая многочисленная, потому что вопрос, чему учить и как учить, как развивать и как работать, всегда очень важный для специалистов. Я могу сказать, что на секции были представлены разные подходы, причем доклады были, ну, как сказать, разные по уровню. То есть где-то были конкретные маленькие, вот конкретные четкие методы по формированию конкретных навыков были представлены, например, с кейсами. Где-то были даны описания более крупных подходов. При этом были также еще представлены авторские методики и разработки. И можно сказать, что часть из них действительно достаточно интересная. И у аудитории был проявлен интерес к этим разработкам, особенно к логопедическому тренажеру, который был представлен. Очень интересно. Часть вещей, конечно, вызывают вопросы, но я так понимаю, что требуется дальнейшая апробация многих начинаний у специалистов. Что можно сказать, что больше и больше становится, вот звучит разных методов и подходов с каждым годом. В этом году мы познакомились как и с эрготерапией, так и был доклад, связанный с подходом ДИР и методом флотайм. Естественно, прикладная на лисповедение. Были затронуты практически все области, но мне кажется, что все равно методов больше. И хотелось бы, конечно, чтобы те доклады, которые относятся к данной секции, были более практикоориентированные. И это было заметно, что там, где была четкая практика и меньше теории, интереса было у аудитории больше, потому что это то, что можно действительно потом взять в работу, это то, что нас вдохновляет и дает нам новые идеи. Я считаю, что секция прошла достаточно интересно, потому что она была многочисленная до самого конца. И после кофе-брейка люди к нам вернулись, что показывает их заинтересованность. И мне кажется, что такую секцию нужно делать на весь день, чтобы можно было осветить как можно больше и действительно дать возможность еще и еще, или сделать отдельную авторских методов, авторских разработок, отдельную секцию, потому что только там мы можем познакомиться с тем, с чем мы не познакомимся нигде. Про известные подходы мы можем почитать, а авторам дать возможность представить свои разработки. Мне кажется, это очень важно. Спасибо. Когда вы сказали на весь день, я уже достроил. Вчера мы слышали очень интересный доклад достраивания в воображении той модели, которую мы себе уже в голове представляем. И я уже хотел сказать, и это нужно делать на всю жизнь. То есть во все конференции, которые происходят. Хорошо. Спасибо вам большое. Я думаю, что вот эта секция и то обсуждение, та дискуссия, которая была, это очень связанные между собой вещи, и проект предложения под него у нас в принципе готов. Коллеги, два слова насчет апробации программы дошкольного образования, потому что я знаю, что туда хотели попасть многие люди, но, к сожалению, это был закрытый формат. Впервые с момента апробации все апробационные площадки и регионы встретились в одном месте. Мы впервые познакомились с опытом друг друга. И у нас действительно, вы знаете, да, о том, что проект этой программы выложен на портале ФРЦ, и в принципе, ну, его можно сейчас брать за основу в вашем дошкольном образовании, понимая, что еще будут в нем какие-то изменения. На самом деле, очень интересное было обсуждение. Мы очень боялись того, что это станет просто отчетом каждой презентационной площадки о том, что мы сделали за три месяца. В действительности это было совсем не так, и настолько было активное обсуждение, что мы даже задержались на кофебрейк на 20 минут. И разные площадки, поделившись своим опытом, сошлись в нескольких вещах. Первое, что все-таки нужно дорабатывать нормативно-правовую базу, в том числе приказ 10.14, потому что в приказе 10.15 там больше конкретики по численности сопровождающих специалистов, какие это специалисты должны быть, сколько детей они сопровождают. Вот этой конкретики, конечно, в приказе 10.14 нет. Но об этом говорила и Татьяна Юрьевна, поэтому здесь этот вопрос, я надеюсь, он на мази. Конечно, мы говорили о трудностях финансирования, и мы продолжаем говорить о том, что очень важно обеспечивать финансирование с дополнительными коэффициентами финансирования в разных регионах. Мы хорошо знаем проблему, связанную с тем, что в некоторых регионах нет дополнительных коэффициентов вовсе, а в Воронеже есть 19. Это очень хорошо известный факт. Мы прекрасно понимаем, что невозможно создать специальные условия без этого дополнительного коэффициента финансирования. Конечно, очень остро встала проблема кадрового обеспечения, потому что здесь вопрос, собственно говоря, как с наличием кадров, так и с профессионализмом кадров. Что касается наличия, то оно опять же-таки завязано на финансировании, тогда сам пункт 1. Что касается профессионализма кадров, то существует очень большая сложность, потому что, если мы говорим о тех подходах и методах работы, которые уже доказали свою эффективность, то мы прекрасно понимаем, что обучение по ним – это система сертификации, довольно сильно коммерческая, она не связана с повышением квалификации в системе российского образования, и больше того, государственные организации в России не имеют на это права, потому что у них нет лицензии на трансляцию тех или иных методов. Это вопрос действительно очень серьезный, и одна из вещей, которую мы предложили, на базе Федерального ресурсного центра совместно с нашими партнерами разработать либо одну программу повышения квалификации, либо несколько, которые могли бы, но здесь я повторю, здесь нельзя без ключевых организаций. Если мы говорим о ключевых организациях, представители которой были из области прикладного поведенческого анализа и флортайм, например, в этом году, то здесь нужно вести с ними переговоры о том, чтобы был какой-то стартовый обучающий вводный модуль на государственной основе, а дальше, если специалист готов двигаться в этом направлении, то уже система сертификации на коммерческой основе. Во всяком случае, вот такой вот пласт в начале, он позволит во многом хотя бы познакомить специалистов с существующими методами и как они работают. Возможно, что это войдет тоже в проект резолюции. Коллеги, итог того, как проходит апробация, он будет понятен к концу уже этого учебного года. Мы будем вас беспрерывно информировать и проводить разные мероприятия на эту тему. По итогу и завершению апробации будет точно большое мероприятие Всероссийское в Федеральном ресурсном центре по этой тематике. И вы получите информацию прямо сразу. Елена Викторовна, ну вы, как это, вы с Ларисой Витальевной звезды всегда, но сегодня особенно. Да, так случилось, я была ведущей вместе со Светланой Владимировной Алюхиной секцией технологии включения детей сразу в школьную и социальную жизнь. У нас достаточно была тоже многочисленная секция с очень интересными докладами. Один из самых интересных докладов, самый первый был доклад, это мне Екатерина Евгеньевна. Хочу сказать, что в рамках ее доклада был сделан ряд существенных таких ремарок, замечаний в отношении вообще всей системы сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра. И некоторые замечания были весьма справедливые, поэтому говорить о системе сейчас приоритетно. Несомненно, вот даже поддерживает меня музыкальное сопровождение, это так. Но при этом хочу сказать, что, конечно, когда мы делаем доклады с критической оценкой, мы совершенно точно должны очень глубоко и хорошо знать весь опыт, чтобы делать правильные выводы. И к этому я вас тоже призываю. Значит, помимо того, что хочу сказать еще, что мы должны все же отходить уже от индивидуального подхода, мы должны переходить на персонифицированный подход в сопровождении каждого любого человека, потому что индивидуальный подход, он в принципе предполагает достижение общих целей только в индивидуальном режиме. А вот персонифицированный позволяет раскрывать способности и возможности, потому что это достижение конкретной цели для каждого конкретного ребенка. И когда мы говорим про детей с расстройством аутистического спектра, здесь этот подход является, наверное, самым актуальным. Ну и, конечно, говорили очень много про методики, которые мы на сегодняшний момент заимствованы из зарубежной практики, они к нам много очень приходят. И здесь очень много обращалось внимание на перевод и адаптацию этих методик к условиям города, России и так далее. И здесь мне понравилось то, что были и научные выкладки, которые имели свою высокую практическую значимость. И это очень важно, чтобы теория была неразрывна с практикой. Теория сама по себе, практика сама по себе приводит нас в глубокие заблуждения. И сегодня на этой секции это было очень сильно показано. Но помимо этого мне понравилось, что в секциях мы отошли, и все же это я увидела практически в каждом обсуждении, от истории успеха одного ребенка. Раньше это было. Мы перешли уже к системным историям организаций, города. И это радует, потому что на сегодняшний момент мы оцениваем достижения уже не конкретного ребенка, а можем говорить об оценке достижений в системе. Но при этом мы видим все равно определенную мозаику. У нас есть достижения здесь, 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 но нет связи. И вот в нашей секции очень хорошо был показан ресурс города. В данном контексте это был, конечно, ресурс в большей степени города Москвы, именно социокультурный ресурс для поддержки, сопровождения, обучения детей с расстройствами аутистического спектра. Запущено много проектов в музеях, которые как раз-таки помогают включить в культурные достижения, в образование детей с расстройствами аутистического спектра и их семей. Запущены проекты спортивные. Мы сегодня слушали представителей батутного центра, которые рассказывали об удивительных результатах, которые они получают в результате введения адаптивной физкультуры в рамках батутных центров. Это безумно интересно и радует, что это батутные центры не только в Москве, но они есть и в других городах Российской Федерации, и что такая работа становится системной и интересной, совершенно точной. Рассказывали про театральные студии, где дети с особыми потребностями, где дети с расстройствами аутистического спектра реализуют себя совершенно по-другому. И действительно их качество жизни повышается. Вы знаете, я рассказываю, и мне от этого так радостно, что у нас столько много ресурсов, которые мы на сегодняшний момент можем объединить и создать совершенно другую среду, создать совершенно другие условия, чтобы каждому человеку, который здесь среди нас, которых нет среди нас, но было бы комфортно жить в этом городе. И действительно очень приятно, что многие разговаривали о методах мягкой адаптации, говорили, приводили конкретные примеры приема технологии, которые работают как в школе, так и в пространстве города. И вот, наверное, самым большим достижением то, что действительно мы услышали про социокультурный ресурс города для того, чтобы ребенок был максимально мягко адаптирован и социализирован для жизни в нашем обществе. – Спасибо большое. И вы знаете, я понимаю, что действительно мы на определенном этапе, помните, когда был введен федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, мы буквально на несколько лет застряли в начальном общем образовании. И хорошо, что там были катализаторы в части ранней помощи, например, но вопрос, связанный с социокультурной интеграцией, он куда-то уплыл. И вот в прошлом году федеральный ресурсный центр начал, я бы не сказал, что именно мы инициировали эту работу, потому что были люди, которые, и были организации, которые ее инициировали раньше нас, но мы начали исследовать эту тематику. И мы в определенный момент поняли, что вот этот ресурс социокультурных, адаптивных, музейных программ, организации культуры и спорта – это очень большой ресурс для социализации детей. И начиная с этого момента, вы об этом многие знаете, у нас появилось восьмое направление работы в федеральном ресурсном центре. Это очень удобно, мы все думали, но вот у нас это семь кружочков, четыре наверху и три внизу. Как хочется еще одного. И вот он нарисовался абсолютно естественным образом, который называется вот на этом роллапе, его здесь нет, социокультурная интеграция. Это наши совместные с музеями межмузейные проекты. И вы увидите, те, кто записались завтра на площадку музея Царицына, мы очень дорожим нашими отношениями с музеем. И как раз вы увидите, какие адаптированные программы для детей сразу они реализуют. Если кто-то туда поедет по роду своей деятельности. А может кто-то от конференции устал и просто решил сходить в музей заодно и полезно. Ну и у нас, конечно, я скажу еще о тех площадках, которые будут на следующий день. Я могу, Елена Викторовна, сформулировать это следующим образом. Министерство культуры, Министерство спорта и ну вот какое-то вот такое сочленение слов про реализацию адаптированных программ для лиц с расстройствами аутистического спектра в подведомственных организациях. Вот как-то вот в этой области. Потом поможете сформулировать тогда? И наше обсуждение, я хотел бы для завершения уже, наверное, обсуждения, я хотел бы предоставить слово заведующей школьным-дошкольным отделением Федерального ресурсного центра Береславской Марии Иосифовне, которая, собственно говоря, с Натальей Владимировной, вот этот лозунг, который мы уже вчера говорили, ничего для нас без нас, в National Autistic Society и в аутизме Европа, вот прямо в этой самой организации, там представлены люди с расстройствами аутистического спектра, без которых не делается никакая европолитика в области помощи детям с аутизмом. И мы имели возможность на нашей конференции услышать успехи и трудности ребят с такими расстройствами. Я лично, Мария Иосифовна, совершенно обалдел, когда увидел повзрослевшего нашего выпускника. Расскажите о том, как это было. Ну, добрый вечер. Мне, как действительно руководитель школьного, начально-школьного и дошкольного отделения, вот досталась такая секция. Надо сказать, что я многих выпускников наших, своих в том числе, обзванивала. Очень многие отказывались прийти, потому что они не готовы говорить на эту тему. Но, тем не менее, у нас было несколько выпускников, довольно взрослых, от 21 года и старше. И была моя бывшая ученица в 8 классе, она сейчас учится. Это было необыкновенно интересно. Это было... Многие из детей смогли... Не многие, но кое-кто смог проанализировать свои чувства, свои ощущения от предыдущих лет обучения. Ну, вот, например, один юноша сказал, что он ощущал себя в школе, как Форест Гамп. И надо сказать, что к какому выводу мы пришли, и то, что нам, видимо, нужно будет рисовать девятый кружочек Артур Валерьевич. Да, потому что наши ребята, которые учатся в вузах, которые учатся в колледжах, все равно не справляются с новыми совершенно для себя условиями. То есть то, что они привыкли в школе к некой системе подачи материала и вообще к определенной структуре, к определенной систематизации, вот совсем этого нет в вузах. Они теряются, у них ухудшается состояние, у них ухудшается самочувствие. Многие из них бросают институты, потом возвращаются. И говорили о том, что им нужна поддержка. Им нужна поддержка психологическая, им нужна вообще любая поддержка. И кроме того, вот уже те, кто уже совсем закончил, уже совсем получил, либо уже они стали бакалаврами, либо какие-то другие они получили специальности и навыки, и им опять требуется поддержка в их трудоустройстве, в их некой профессиональной реализации. Причем, даже успев поговорить с мамами, мы сошлись на том, что им не очень нужны деньги, им не очень нужны заработки, но им нужно некое профессиональное сообщество, и им нужно расти, им нужно чувствовать себя нужными. И вот здесь, вот мне кажется, что это и перед Министерством высшего образования мы должны поставить задачу, что наши дети все равно уязвимы, все равно ранимы, все равно требуют, ну, такой поддержки и подпорки. И в то же время, конечно, перед обществом, ну, перед обществом ставить вопрос о том, что они требуют помощи в трудоустройстве, довольно бессмысленно, но, может быть, нам на нашем портале завести какую-то отдельную страничку, иконку, где они бы могли, ну, что-то о себе сообщать, друг друга находить и сообщать о том, какие у них есть навыки, и как эти навыки, может быть, кто-то, кто заглядывает на наш сайт, да, может быть, мы сами подумаем, как их навыки можно использовать. Например, мальчик, который изучает иностранные языки, и знает уже три языка, он не востребован, но мы бы могли ему к нашей конференции предложить заранее сделать переводы слайдов. Да? Ему не нужны деньги, он даже не знает, когда у него, моя ученица спросила, какая же у тебя стипендия, он на этот вопрос не ответил, он не знает, какая у него стипендия. Но он хочет быть полезным, он хочет быть востребованным. Точно так же, как, там, тот, у нас, надо сказать, что у нас половина нашей секции всплакнула, вот, и ведущей в том числе. А другая? Вот, другая держалась. Вот, и таким заключительным аккордом было выступление выпускника с Кошонкиного луга, который поет, который учится сейчас, да, Кирюша приходил, который учится сейчас в МГПУ на вокальном отделении, вот, он нам спел Арию Белль, вот, и, ну, в том числе, например, разместить на нашем портале, что концерт нашего выпускника состоится тогда-то, тогда-то, и мы с удовольствием все на него придем. И ему будет поддержка, и нам это будет тоже, вот, такое, на самом деле ужасно приятно видеть своих выпускников, повзрослевших и чего-то достигших, достигших. Вот, мне кажется, что это было бы правильно. Я в этой связи поддерживаю Ваши идеи, Мария Иосифовна. Я думаю, что нам нужно продумать конкретно, как это будет на портале выглядеть. Здесь, так сказать, возможно, вся команда наша сработает. И что же касается конкретных предложений, мы с Вами и вчера, и сегодня многократно слышали о том, что вопросы образования на уровне профессионального образования, они открыты настолько сильно, что ширея не бывает. А вопросы трудоустройства – это широко распахнутая дверь, которую, и вот это вот все нужно решать, да? Поэтому я бы, на самом деле, продумал тоже четкие формулировки, которые с этим связаны. Потому что, смотрите, на законодательном уровне есть механизм, который дает возможность принятия и обеспечивает для этого условия определенные, да, вот, преференции для организаций, которые таких ребят берут на работу. Но реально это не работает. Нам известны факты, когда организация, прижатая в угол, говорила, ну да, мы готовы вас взять на работу. Он, значит, приходил, отрабатывал, там, на какую-то минимальную зарплату. Дальше его вызывал начальник или, там, приходил к нему, говорит, слушай, все хорошо, мы тебе зарплату платить будем, ты только на работу не ходи. И вот здесь, да, вот здесь вот хочется с одной стороны просто хохотать, а с другой стороны здесь хочется очень горько плакать. Вот, и на самом деле, давайте продумаем формулировки, коллеги, здесь очень важно, что вот то, что вы сейчас услышали, если у вас будут идеи по конкретным предложениям, то на ту же самую почту конференции Федерального ресурсного центра вы можете в течение недели эти предложения с очень четкими формулировками выслать. Но, внимание, очень четкая формулировка. Мне в этой связи нравится очень Елена Викторовна. У меня уже есть очень четкая формулировка от ГППЦ в той части, то, что мы обсудили пять минут назад. И, вы знаете, вот у нас, к сожалению, совсем мало, точнее, не осталось времени. Я хотел бы взять буквально пять минут на один, наверное, неожиданный для многих момент. Танцую я или нет, спросила Анастасия Ивановна. Ну, в своего роде да. В своего роде да. Дело в том, что, коллеги, что вы обратили внимание, возможно, обратили, что, в отличие от разных других конференций по аутизму, вот эта конференция, она действительно, она всероссийская, она действительно межведомственная. И самое главное, то, что она сделана не одной организацией, а большим, большим числом усилий и большим числом организаций. Вот среди наших партнеров это Институт раннего вмешательства и Городской психолого-педагогический центр и многие-многие другие организации, о которых вы, конечно, знаете, и вы их видели на второй страничке программы. Я выражаю огромную признательность нашим партнерам, потому что без них эта конференция, эта программа интересная, насыщенная, она бы, конечно, не состоялась. И, Марина Алексеевна, спасибо вам за помощь. Ах, вот она, уже уехала. Они об этом-то и не знают. И я с большим удовольствием хочу вручить благодарность от Федерального ресурсного центра Санкт-Петербургскому институту раннего вмешательства. Лариса Витальевна, спасибо вам большое за участие в конференции. Спасибо. Мне сказала Марина Алексеевна, что на ГППЦ городской психолого-педагогический центр, чья площадка будет завтра, и площадка интересная, я это хорошо знаю, мы вам выражаем глубочайшую признательность, потому что в ходе формирования программы именно вы помогли в максимальной степени наравне с институтом раннего вмешательства. Вам за это большое-большое спасибо. Любовь Евгении об этом сказал, а благодарность, как оказалось, приедет завтра, еще раньше того момента, как вы приедете на работу. Давайте поаплодируем городскому психолого-педагогическому центру. К сожалению, я не вижу других. Они еще на межведе, но у меня здесь целая стопка благодарности. Если можно, я перечислю, кому мы их вручаем, чтобы вы тоже знали, кто, в общем, герой этой конференции. Это центр проблемы аутизма, образования, исследования, помощь, защита прав, президент которой является Мень Екатерина Евгеньевна. Спасибо большое Екатерине Евгеньевне и ее организации. Еще, безусловно, и, возможно, с этого нужно было начать, это Всероссийская организация родителей детей-инвалидов, насчитывающая 60 тысяч членов этой организации. Я глубокую признательность выражаю Кулачко Елене Юрьевне за участие в конференции и в ее организации. И целый ряд организаций, которые на самом деле входят в ее состав, являются нашими партнерами. Большую благодарность мы выражаем фонду помощи детям и молодежи «Обнаженные сердца». Я сейчас с рюкзаком спущусь в ректорат. Безусловно, тем, благодаря кому Федеральный ресурсный центр подрос в системном плане и может теперь сопровождать регионы. Вы догадались, что это фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. И Гордеевой, и Марине Владимировне в частности. И это, конечно, региональная общественная организация «Контакт», руководителем которой является Елена Вячеславовна Богорадникова. Региональная общественная благотворительная организация «Добро» и Сергей Алексеевич Морозов, благодаря которому появилась программа дошкольного образования для детей с РАС. Безусловно, входящий в состав ВАРДИ коалиции помощи детям и взрослым с РАС в Российской Федерации. Институту коррекционной педагогики Российской Академии Образования и я не вижу уже доктора наук Костин Игорь Анатольевич, по-моему, да? Ну вот, к сожалению, он уже ушел, но мы обязательно передадим. И, конечно, Центр лечебной педагогики, который в правовой секции особенно помог и очень помог в разработке концепции программы. Большое спасибо Анне Львовне-Битовой. И переводчик, кстати, который был у Джерарда Косты, это не профессиональный переводчик, это представитель именно этой организации. Мы очень благодарим Центр лечебной педагогики. Спасибо большое. И наши гости, конечно, я сейчас не буду уже называть всех, но вместе с тем это наши зарубежные гости, которые, как мы вчера уже отмечали, преодолели много тысяч, иногда десятков тысяч километров, чтобы быть с нами на этой конференции. Некоторых из них вы услышите завтра по флортаме, если кого-то заинтересовал этот метод, это будет проходить прямо в этой аудитории. Так что можете не уезжать, те, кто заинтересовались. Здесь можно даже разложиться. И, конечно, 10 площадок, посмотрите, обратите внимание, это те, кроме Федерального ресурсного центра, еще 10 площадок, на которые вы завтра поедете. Это все тоже наши партнеры, мы им также выражаем признательность. Благодарности уже уехали. И я надеюсь, что с выбором площадки вы не ошиблись, потому что каждая из них совершенно уникальна, совершенно индивидуальна. Там реализуются свои программы. И, как вы увидели, вот что отличает эту конференцию от предыдущих двух, это то, что мы постарались этими площадками охватить весь жизненный цикл помощи детям с расстройствами аутистического спектра, и при этом далеко не только образование. Я благодарю вас всех за участие в конференции, хочу сказать большое спасибо, и, конечно, как всегда, за второй день удачно организованной конференции большое спасибо команде Федерального ресурсного центра. Спасибо. Ждем вас завтра на площадках. Я, наверное, скажу прям общее слово от всех оставшихся уже здесь и, наверное, от тех, кто был на конференции. Спасибо Федеральному ресурсному центру. Вы выполняете свою основную миссию, вы консолидируете нас, вы обобщаете тот опыт, который крайне необходим, даете возможность поделиться своим опытом, это очень важно. И спасибо вам за ту проделанную работу. И каждый год конференция становится все лучше и лучше, а мы становимся узнаваемы. Я просто смотрю и вижу. Вот он, дефектолог года, был недавно конкурс, и участница этого конкурса сидит здесь. Она приехала из Крыма. Я же не ошибаюсь, Елена Константиновна. Вот, видите, какая у меня все же хорошая память. Оренбург узнаваемый. Уже, в принципе, видно людей, которые заняты, не просто так ради интереса приехали, а профессионально занимаются вопросами и решают те задачи, которые ставит перед нами современное образование. Спасибо вам большое. Спасибо. До завтра. До завтра на разных площадках. До завтра на разных площадках.